Ну да, кулер. Да, приветствуем чатик, приветствуем хайроллеров в чатике, которые вчера турнира по 5000 играли, болел, вчера, конечно, за Мишу, ну, в другой раз. В этот раз деньги кому-то еще достанутся, но ничего, уверен, что рано или поздно Йо Минтона будет свой браслет WSP. А раздача была такая, сейчас я найду доску, чтобы точно сказать, секундочку, в принципе, и в Телеграме покерок мы выкладывали. Получается, Мустафов, он был чип-лидером, открылся с Баттона, Патрик Антониус на ВБ защитил у Олет 2 мастевые, 7-2-6 флоп с бэкдорным флэш-дро для Патрика Чек Колл сыграл. Терн Дама пошло флэш-дроу Патрика, он еще одну ставку оплатил, Ривер Туз не в масть, ничего не закрылось, и получается в банке было уже 6,5 миллионов, у Патрика 3,5 оставалось, ему поставили Аллын, то есть ему нужно было 26% на Колл, там мы насчитали, и у него пятая пара, да, но... Подожди, ты сказал Туз-2. У него Валет-2, Валет-2. Ну, не сказал бы, что это прям супер сумасшедший код, то есть все-таки доска в этих позициях очень блефовая, но то есть как бы выглядит, да, что пятая пара, слабая рука, типа страшно. На самом деле, когда вот доска вот так вот идет наверх, да, то есть там Дама, Туз, то есть карты интуитивно очень блефовые, да, то есть хочется в них что-то изображать сильное, выбивать там какую-то семерку, шестерку. Поэтому, ну реально, то есть он там с Валет-2, у него на самом деле еще и получается блокер, да, неплохой, вернее анблокер, то есть он там вот эти 8, 9, 10 руки не блочит, просто какие-то рандомные там Король-Х, Дама-Х. Так что, ну, типа, учитывая, что 26% на Кол, ну, такое скорее ближе к дефолту, наверное, против агрессивного оппонента, чем к какому-то Хиро Колу прям безумному, ну, как мне кажется. Ну, вот, в принципе, очень похожие мысли и мой вчерашний коллега по эфиру Эландил говорил, просто действительно, если так вдуматься, то много-много поводов за Кол, но все равно надо согласиться, что выглядит так красиво, да, Кол по пятой паре на все фишки, в тримаксе 25-тысячник, то есть, ну, еще и за 3 секунды до конца таймбанка, да, то есть это и, конечно, для Мустафова было больно, потому что ты сидел, вот, держал свой покер-фейс, и вот все-таки на последней секунде тебя отколили. Так, ну, собственно, давайте потихоньку говорить о том, кто сегодня здесь, да, потому что как раз чатик уже спрашивает, есть ли там наши игроки. Ну, чип-лидер, наш игрок, Виктор Кудинов, он же Анлайт, вчера на Бабле сложную раздачу сыграл против Бена Толлерена. Бен открылся с Баттона, Виктор подколил на СБ с меньшим стэком, и сейчас я даже доску найду. Ну, на доске 4, 10, 5, 8, 2, без флэша, Бен сыграл Бэт-Бэт-Бэт с Алленом по Риверу, Виктор очень долго думал по Риверу с валетами, с оверпарой, все-таки нажал кола, а Бен Туз-10 так проставил. На вэлью, да? Да, да. Но это был бабл, правильно, если я не путаю? Да, это прямой бабл. Ну, да, то есть, по сути, это как бы понятно, что рука очень сильная у него, но, да, все равно не очень приятно, потому что там картоши были, да, а у него эффективный стэк, там, сколько, блайндов, наверное, 40, да, или там сколько? 35? Ну, прилично, да, то есть, у него осталось 72, то есть, ну, действительно, он там был уже изначально в топ-8 чип-каунта, грубо говоря, там сошлись второй и восьмой стэк. Ну, тут еще вот с валетами не очень хорошо, реально, проблемка в том, что он блокирует много блефов, то есть, даму валет, валет 9, да, то есть, на доске вот этой 10-8 там, хотя вроде оверпара, но при этом, да, то есть, он бьет какую-то вэлью, то есть, там, Туз-10, какие-то Король-10, да, очень так вот лузово про вэлью бетченые. Так что, да, дальше, помимо него, среди наших игроков также в игре Артур Мартиросян, у него 7 блайндов, так что он как раз у Виктора 72, да, ну, вчера, кстати, у чип-лидера всего 32 было, так что 72, это уже прогресс на фоне вот нашей вчерашней структуры, чуть-чуть побольше послопа можно будет увидеть, ну, много картошей, на начало дня будет у четырех, у четырех игроков из 17 секи по 7 блайндов, Сэм Гринвуд, Николас Чути и Эспен Йорстат. На Бабле вылетел вчера бельгиец Питер Артс, это Икс Морфин, который выиграл свой первый браслет на WSP Online на серии Покеропа, буквально две недели назад он выиграл 6 макс по 5000 долларов, был Супер Миннес, потом браслетным, где большие призовые третьим, то есть в онлайне словил Апстриг, в офлайне пришлось чуть-чуть отдать, он Король Даму запушил Блайнд-Блайнд, и где-то у него было, наверное, 9 блайндов, да, то есть формально там были стэки короче, но чуть-чуть, и Алекс Китинг, американский оффлайн-профессионал, отбил его по ТУС-4, устоял. Так, вчера игровой день закончился, кто есть еще в турнире? Второй стэк. Малика Дрозави, иранская девушка, я думаю, когда ее покажут, мы побольше про нее расскажем, но вчера она меня очень впечатлила. Она даже меня впечатлила, там, за две с половиной минуты, когда я включил трансляцию, да, выглядит очень харизматичным участником этого Дипрана. Да, да, и при этом она, обладательница браслета WCP, тоже выигрывала на покерок браслет два года назад, так что не случайный человек в этом турнире, но опять же про нее еще, думаю, успеем поговорить. Федор Хольц, амбассадор JJ Poker, у него третий стэк, Стивен Чидвик с пятым стэком, Чидвику вчера фул-фул раздали против Эбони Кенни. Жесточайший кулер, и то еще Эбони на ривере подумала на всякий случай. Там молодец, конечно. Два бразильца, Юрий Дзевилевский и Петро Гараньяни, которых мы очень часто видим в Супер Миллинс в главной турнире. Ну, а вот там кратышей, помимо того, кого я назвал, да, что там, Гринвуд, Артур, Йорсот, есть еще кратыши Пол Фуа и Джейсон Кун. Таких вот ребят я выделил, понятно, это не все, но, наверное, наиболее известные. Да-да-да, Маликка, это бывшая девушка Никита, вот Миша разбирается, все за всем следит. У нее 2 миллиона, ну обычно, когда я говорю, у кого-то 2 миллиона, это, там, не знаю, 2 миллиона на Хэндон Моби или еще там профит, а у нее 2 миллиона подписчиков в Инстаграме. Хотя в Хэндон Моби тоже есть неплохие результаты. А я сначала подумал, что Минтон троллят, и не в курсе был, что это правда. Нет, действительно, такое было, по-моему, пару лет назад. А какого Никиты, не уточняется? Бадиковского, Бадиковского. Ага, понятно, всякий случай спросил. А то, может быть, того Никиты, который из Камеди. Ну, еще Никита Кузнецов есть, который играет эти турниры, но здесь он в деньги не попал. Ну, собственно, да, вот очень удобно, что нам показывают сейчас рассадку и стэки. Если потихоньку собрали аудиторию, так как часто этот вопрос еще будет, давай расскажи все-таки пару слов про себя, как вообще твой путь в покере сложился, и как ты оказался там, где ты сейчас. Ну, если вкратце, то уже больше 13 лет профессионально играю, то есть начинал сугубо такого интереса, можно сказать, математического, да, просто мне было интересно, да, какая-то новая игра, да, то есть что-то, какие-то статьи, я помню, читал на стратедже там или где-то еще, мне очень нравилось, то есть я приходил домой после универа и с большим удовольствием просто разминался, вот так вот развлекался, читал какую-нибудь статеечку, решал задачки там по подтоцам, тесты какие-то проходил, и потом раскрутился с 50 долларов, и вот, если схлопнуть эти 13 лет, то я вот здесь. Так, ну что, как раз, собственно, 15 минут у нас закончились, оставили, кстати, те же ТВ-столы, которые были в конце дня, так что Нлайта пока на начало дня мы не увидим, но тут до двух столов, я думаю, нам не очень долго идти, пять вылетов и много коротких, так что Виктор попадет скоро в объективы наших камер, ну а пока что вот огромный перевес по стекам у Маликки и Федора за своим столом, а мы пока что смотрим за столом для Пол Фуа, Джейсон Кун, Алекс Китинг, Юрий Дзевелевский. Да, составчик вообще отличный. Ну, в принципе, на Тритоне других и не бывает, да, то есть учитывая дороговизну. Я Китинга помню по какой-то статье, где-то на Джипсе, по-моему, была, что-то как-то там хайповое событие произошло, вот прям он мне запомнился. А Ник, он как-то с кем-то ругался на мировой серии, но вообще очень яркий персонаж, у него борода, кстати, была в какой-то момент раза в два длиннее, так что это он еще так сейчас укоротил, но вообще он играет в покер очень давно, он где-то находил, что он на серии на фултилте там выиграл турниры в 2006 году, так что это настоящий ветеран, но сейчас снова в оффлайне катает. Как, в принципе, многие американцы. Юрий Дзевилецкий, это The Nerd Guy, топовый МТТшник, хорошо и не только в Холдом играет. Почти выиграл браслет в турнире по 50 тысяч Players Championship, да, который проводится на СОП, один из самых престижных турниров, считается, по 8 играм. Там он бился с джанглменом, хазап, часов в 5, по-моему, но все-таки Дэн Кейт защитил свой титул. Похуа! 100% ИТМ на этой серии. Удобно, что в приложении Тритона они сделали, да, вот эту штуку со столами и стэками, потому что, когда вот до этого комментируешь какой-то лайф-эвент, ну, естественно, этого нету, да, и это очень тяжело, потому что ты просто видишь человека, видишь его руку, ну, видишь максимум его стэк, но ты не видишь стэки за спиной, ну, то есть это тяжело в голове держать. А здесь очень прикольно. Да, да, но это высочайший уровень, конечно. Дзавелевский на всякий случай выдержал паузу, вдруг там Джейсон Куна можно будет убедить этой паузой, но нет. Конечно, Джейсон свою руку выбрасывает, и... Пол Фуа вчера был первым человеком, кто вылетел из турнира, как мы начали трансляции второго дня, сегодня есть риск повторить. Проблема в том, что вчера он чип-лидером начинал, конечно, день. Так, крестушки нету Фуа, это не очень хорошо для него. Да, ничего дополнительного не поехало, и действительно... Второй день подряд Пол Фуа максимально быстро заканчивает игру, ну... Зато все по-честному. Пол Фуа выиграл долгожданный первый титул до Тритона в Мадриде, что он играет практически каждый ивент, да, но не мог добраться до первого трофея. Он сказал, что все, вот это вот... Дальше могут другие побеждать, дальше он уже доволен. Но все равно свое удовольствие, конечно, продолжает участвовать. И для Тритона эта серия, она знаковая, потому что, ну, изначально Тритон Покер появился, как вот такая эксклюзивная серия с дорогими боинами, на которые проезжали там несколько десятков игроков. Сейчас два турнира подряд собирают больше сотни входов, это рекорд был. В прошлом турнире 131, в этом 123, то есть серия растет, и все больше и больше новых лиц. Это, конечно, очень круто, и все ценят высочайший уровень сервиса, который предоставляет серию Тритон Покер для игроков. Одни и те же люди на финалках? Ну, так или иначе, здесь где-то 85-90 уникальных игроков, поэтому, учитывая, что мы еще и видим не финалку, а стадию трех стало, что, ну, не стоит удивляться, что многие ребята будут повторяться. Джейсон Кул вчера утроится на прямом бабле успел, стусвалет он запушил. Так, сюда привели Канапонга, чтобы столы сбалансировать, и новый уровень блайндов у нас уже, то есть мы дайгировали почти 25-50, 30-60 уже будет. Так, ну а здесь Сэм Гринвуд на ваших экранах, слева, справа Эспен Йорстод, действующий чемпион мира по покеру. Сразу, сразу, давай обсудим скандалы, интриги, расследования. Ты читал вот эту историю о том, что Теологис Алекс с ним поспорил насчет того, должен он ему или нет? Да, конечно. Какое у тебя мнение по этой ситуации? Здесь, вроде, в целом-то мнение однозначное. Ох, а вот и Малика. Мнение однозначное, даже сам Теологис признал, что он не может претендовать на что-то, если он не помнит где, когда, то есть, ну, вроде поменялись, но когда это было, нигде не подтвердили. То есть, в целом, он сам виноват, что нигде это не зафиксировал изначально, так что у тебя такая точка зрения? Слушай, ну, все так. Да, с одной стороны, Алекс, он, ну, как бы, я с ним лично не знаком, но вот по, так скажем, косвенным признакам, да, по какой-то предыстории, то есть, ну, чувак достаточно такой честный. То есть, сомневаюсь, что он пытался пихнуть, но при этом мне удивительно, как можно не помнить, где ты договорился, да, ну, даже если это было устно. Ну, видимо, они просто очень много обменивались за это лето, и все сливается. Так, ну и сразу раздача между Федором и Маликой. Два больших стэка, два топ-3 стэка всего турнира. Сэм Грин, он просто время потягивает, если вы сейчас удивляетесь, почему он до сих пор не выкнул карты в пасс. Ну, есть пейджампы, у него такой стэк небольшой, поэтому он просто чуть-чуть потягивает время. Так, ну, у Эспона здесь совсем копеечки остались, поэтому, в принципе, хорошая ситуация, чтобы доставить и попытаться более чем утроиться. Так, ну, сейчас посмотрим, как на 3-бет соперника будет реагировать Малико. Ольц не потерялся, пошел со вторым стэком против первого. Ну, я имею в виду, вот в этой рассадке 3-бетить. В целом, неплохую руку выбрал. Без всяких вот этих модных 3-бетов на 7-2-о. Йорстат что, вчера в конце дня там досиживал до двух блайндов? Он еще, да, удвоился как раз с королями против Мелики в конце дня. Ну, да, просто, видимо, совсем не заходит, не складывается. Правда, у меня, по крайней мере, были на него такие, скажем, тайтовые нотсы. Ну, раньше, да, вот по интернет-игре. Не знаю уж, может быть, он сейчас поменял свой стиль. Как он агрессивно вообще играл? Да, в принципе, да, достаточно. Начать научился. Ну, молодец, что, красавчик. Мейн в сопер, не ошибка выиграет, как говорится. Ну, просто здесь 6 макс столы, поэтому, может быть, мое представление об агрессии и сильно отличается от твоего, поэтому... Ну, если сейчас вдруг король ему доедет, то, может... Просто принципиально он должен сейчас выиграть этот алл-ин тогда, чтобы мы посмотрели, агрессивный он или нет. Давайте короля. Карты чипованы на двух столах, то есть третий стол не телевизионный, два стола телевизионных. Есть смысл здесь ставить кольцо? Хотя сайдпот же не маленький, да? Да, в принципе, да, можно поставить, можно и чекнуть. Не знаю, думаю, что ставка никогда здесь не ошибка. С другой стороны, здесь есть уже какие-то i7-соображения, да, то есть и в целом под контроль тоже не ошибка. Просто ставкой мы как бы гарантируем себе, по сути, то, что мы увидим все пять карт за свою цену, да, так сказать. Потому что если мы сейчас чекнем, и какой-нибудь условный конь прилетит по терну, уже будет неприятно, да? А так бы 100 тысяч поставил, и... Так, пошла проверять наличие червого флэш-дро. Оно сейчас есть у всех. Я, кстати, одно время, когда играл оффлайн, тренировался прям запоминать масти, потому что это вот вечная проблема с перепроверкой мастей на три флэш-досках. Типа лишний раз смотришь, и, ну, как бы это отчасти палит, дают какую-то информацию, да, что ты именно за червой там, скорее всего, полез проверять. Ну, я недавно в оффлайне на четыре флэш-доске, абсолютно точно знаю, что у меня флэша нет, пересмотрел карты специально, чтобы поставить влево, что, типа, о, я убедился, все есть, сработало. Может, конечно, там рука тоже была неудающаяся, но... Да, да, такой Телс, когда пересматриваешь, ты обычно, типа, сильно, ну, как бы готовая какая-то... Ну, то есть можно и в свою... Обратный Телс. ...пользу, да. Доехал стрит Федору здесь... Да и девушке тоже стрит доехал. Да, да, да. То есть с Эспоном мы здесь сейчас попрощаемся, он допивает свой кофе, потом будет полтора часа отдыхать до следующего корнира. Как Артур, не знаю, надеюсь, что покажешь. Живой. Да. В общем, он должен быть здесь, вот, слева за дилером. В основном его не видно пока что. Ну, рука вот там виднее. Ну, да, сложно здесь выкинуть стрит, хотя нижний, ставка небольшая. Заколировала она и все-таки проиграла. Ну, а Хольц становится чемплейдером турнира, 4 миллиона получает. Хольц после возвращения в онлайн, прям вот одно время, я не знаю, как сейчас, прям переагрессивничал люто. То есть, явно начал катать агрессивнее, чем вот те периоды. Одну финалку, по-моему, Супер Миллинс, мне с ним довелось комментировать. Он там в хедзапе как раз с Артуром играл, уступил. В целом, да, есть ощущение, что он слишком широко пытался катать. Ну, Федор сейчас в таком интересном статусе, то есть, он... Ну, его любителем же как-то странно назвать, да? Это же Федор Хольц, он там выиграл много турниров, огромные призовые, прекрасный послужной список. Но он действительно в какой-то момент сказал, что, ну, я в целом наигрался, вообще собирался там чуть ли не карьеру заканчивать. То есть, Веню, у него свой проект. Да, да, знаем, все это заканчивание карьеры. Там какие-то стартапы молодых парней он поддерживает. Своя конюшня, разумеется, у него есть. И тем не менее, он возвращается и играет. Но вот именно из-за того, что действительно вот он не полноценно сейчас играет и сам себя не называет профессионалом, наверное, можно чуть, что ли, меньший спрос с него, да? В этом аспекте. В общем, стартапился и вернулся в Пэкер. Видимо, не очень стартапы. Как и Ромео Про, впрочем. Маленькая, наверное, в Европе живет, а вот и не угадали, она живет в Южной Африке. Она родилась в Иране, но потом переехала в Южную Африку. Слушай, у нее же был вчера флаг Эмиратов, если я не путаю, или нет. Не-не, Иран. А Иран? Да. Мисс Глобал Фитнес 2016 года, мисс Пауэр Вумен 2017 года, так что, помимо покерных достижений, еще и на таком уровне она соревнования выигрывала. Ну, а так браслет WSOP бит запрос по 1000 долларов был турнир в 2020 году в октябре, вот его она выиграла. Так что... Вот же Артурита, кто спрашивал. Да, да. Сколько что показали. Он слева... Медленно, кепочки Гуччи. Просто не все, видимо, могут мимо Мелики посмотреть и найти Артура. Сколько человек осталось в игре? 15. То есть мы как раз два вылета видели. Сейчас я проверю, конечно, в приложении... А, даже 14. Еще Педро Гораньяни вылетел, бразильский профессионал. Уитти, это же любитель, да? Ну, да. В таком составе, определено, да. То есть он часто играет именно на Кипре, играет дорого. У Артура здесь ситуация... Хорошая новость, плохая новость. Да, хорошая новость в том, что он прошел в призы в этом турнире. Плохая, что для этого вчера потребовалось пять входов сделать. Вот пятый как раз оказался удачным. Ну, ничего, Бен Сиби, он шесть входов сделал в Супер Миллин, вчера до Ходзап подошел в десятки, так что... Здесь в этом плане очень часто в чатике спрашивают, как так вот, как можно делать много входов, но это же каждый новый вход, как каждый новый турнир. То есть, ну, вот эти, да, первые четыре входа, их уже не вернуть, но пятый он вывел в плюс. То есть, если ожидания есть, то в чем проблема? У тебя какое максимальное количество входов в один турнир было? Слушай, да не знаю, сложно сказать, но может быть... Я, кстати, вот в офлайне, помню, на Кипре тоже был турнир, мейн-эвент, второй день, и там можно было рентриться, но он не очень дорогой был по меркам Кипра, за тысячу, по-моему, долларов. И поскольку катать было нечего в этот день, я, по-моему, вот там с 20, с 15 блайндами, там, может быть, рентри 6, 7, 8, там просто уже рентри рейдж начался. То есть это на самом деле было окей, плюсовый, то что там как бы было куча фишей, но вот что-то не сложилось. Это я прям вот ходил буквально там две раздачи в кассу. Жестоко. Кстати, а турнир же этот, извини, что перебил. Мы с тобой что-то как-то вот одновременно начинаем говорить, у нас прям с тобой стопроцентная синхронизация, надо чуть-чуть нам рассинхронизироваться. Этот турнир, он же проходит в Роэле, да, а не в Кристал Коуф. Ты был же, да, там на Кипре? Да, я был еще вот в Кристалле. Но Роэл, конечно, великолепен. Я как-то туда в СПА ходил, там ощущение такое, что в почивальню Цезаря ты зашел. Мрамор, роскошь. Да, да, это... Вообще, все нахваливают место проведения и в плане проживания, там, и то, что можно выйти на пляже, понежиться, и... там даже Тимати отдыхал, ты представляешь? Как-то. Он вроде и концерт там давал, что-то недостаточно. А здесь может отдыхать пойти чуть, и... Он запушил с первого, у него три блайнда было, и в принципе, я думаю, это нормальный пуш, учитывая, что это полная антенна, да, то есть он следующий раздачу подставлял половину стека, мне кажется, наверное, Дамо 8 неплохо было задвинуть. Но он попал под тузы, вчера он тоже попал, под тузы Джейсона Куна, но выиграл четвертый. Второй раз обыграть тузы турнир не сумел, вылетает он, 14-м. Еще один вылет, и у нас уже будет редро на два стола. 60,900 долл будет обеспечено для этого и тогда 6-к пейджемп начинает 66-4 на тап, ему же Виктор-то не показывают, то есть чипак турнира. Так он же на единственном не телевизионном столе. Ну вот и обидно, потому что как раз за него хочется болеть. Еще один вылет, и все будет. Терпение, терпение, игрок. Зачем Алленд Тузы, Михаил, там был рейс 300 тысяч из стека 325, то есть как бы и хольс на ББ. То есть вы предлагаете ему холл собирать, просто чтобы вот эти 25 тысяч никуда не ушли. То есть это чисто формальный Алленд. По факту он заколировал. 123 total entries just shy of the record-breaking 131 entries from event number one Ты как читаешь фамилию этой девушки Мали Кех или Мали Кен? Она вообще Милика Розови, но вот здесь вот не знаю, почему она так указана. То есть вообще она Розови. Но здесь может быть она сама попросила себя так указать. Может быть это Ник, она же стример, да, или ты говорила? Нет, стример это Эбоникен, а она оффлайн-профессионал. Инстаграм, ну давайте я просто ее хэндл скину на ютубе. Милика Розови несложно найти. Федя пошел под 3-бетить, в принципе, опять же, дефолтная, но, видимо, сейчас она выкинет. Штокола здесь у нее нет, может быть, 4-бет максимум. Как тебе кажется, борода Хольца идет? Не знаю, я не задумывался, честно говоря. Но он все равно выглядит так же молодо, то есть, ему борода, мне кажется, не меняет. Ему же действительно все еще... Хотя он старше, он старше Артура Мартиросяна. Так что... Обрати внимание, звукорежиссер решил воспользоваться возможностью потрогать Малику, делая вид, что микрофон поправляет. Спрашивают, где Эбони. Эбони вчера где-то за 4-5 человек до призов вылетела, но ей просто жесткий кулер раздали. Стивен Чидвик открылся, она закальвировала шестерками, еще Петро Гараньяни зашел, вышел флоп валет, валет 6, Чидвик конбет, Микол на месте Эбони с Фулхаусом, да, Гараньяни порейзил еще свое флешдро, мертвое, Чидвик кол, Микол, терн, туз, Чидвик маленькую поставил, мы с Фулхаусом снова, просто кол, Петро выкинул, Ривер полный бланк, Чидвик под бетал ин, и вот мы подумали, подумали и все-таки заплатили с шестерками и туз валет показался, Чидвик старший фулхаус, но тот факт, что реально она не снэпала, а еще думала на Ривере, показывает, что в целом не случайно она здесь оказалась. Да, неприятная ситуация у Артура, во вторлыне он оказывается, подожди, он, а, ну да, кол нажал. Ну да, там полтора блайнд и спиной было, так, ну что, надо немножко Артура подкормить, я считаю, достойный персонаж. Давайте восьмерочку, и будет интрига все равно. Ну вот теперь точно нужно восьмерочку, никак иначе. почему-то не любят нам показывать Ривер, со временем показывает лицо игрока, Артур вылетает на 13-м месяце, он сейчас ридро будет, вчера вот просто то же самое, финальной раздачи хедзапа, показывали лицо Патрика Антониуса, и там, честно говоря, вообще, я не понял, выиграл он или нет, потому что Патрика эмоций не было. Ну, Артур сколько там за 13-е полагается? 66 тысяч заработал? Интересно, Китинг отбил Король 7, то есть там же все-таки 10 ББ, ну, неожиданно. Так, я тут отвернулся, у нас тут с Баттона, да? Да, он с Баттона открылся, ему Алл-ин 10 блайдов, и он, король 7 разный, говорит, уже не могу выкинуть. Ну, плохой кол, плохой кол. Ну, американский профессионал, и этим все сказано. Да, это уже какой-то кол, он и вчера его на Бабле очень широко отбивал, и здесь, видимо, очень, очень хотел выбить Джейсона Куна так, в этом турнире, и действительно, но зато вот, глядя на такие колы, конечно, подумаешь еще пять раз, прежде чем что-либо рестелить в Китинга, потому что... Не, ну так, да, он же на Вейлю все равно, можно сказать, он ему Евэшку подарил. Жалко, конечно, что у нас самых приятных, ну, одних из самых приятных игроков выбивают. Кун тоже очень грамотный, харизматичный товарищ. Да, он еще очень здорово поддерживает беседу с столом. Федор Хольц с 93-го года, то есть, ему 29. Он аж на 4 года старше Артура Муртерасема. Мы сейчас небольшая пауза возьмут на 10, ждем, когда их рассадят с двумя столами, как раз теперь уже точно увидим. Энлайт, а как, кстати, стэк у Виктора с начала дня? Ну, чуть-чуть поменьше стало, но все равно хороший стэк, 2 миллиона 900 тысяч, 48 блайндов. Федор Хольц большой чип-лидер сейчас, ну, собственно, как раз вот это вы можете тоже увидеть. Федор, дальше Виктор и Алекс, Малико идет на 4-м месте. Средний стэк у нас 37 блайндов пока что. Не так плохо. Хотя как-то выглядит даже много. Ну, может быть, окей. Самый короткий Сэм Гринд, у него 8 блайндов. А, ну, у нас, кстати, дальше потом не так много коротких, то есть, потом у всех там почти 20 блайндов плюс. Так что, в принципе, уже вот на стадии двух столов должно поинтереснее быть. Пока что нам показывают Вайкин Йонга, который является трехкратным чемпионом серии Тритон Покер. Почти 10 миллионов заработал. Его мы еще не видели. Вайкин – это младший Йонг, да, то есть старший Йонг. Это Ричард Йонг, который сооснователь серии Тритон вместе с полом Фуа. Ну, Вайкин, по-моему, из трех-два титулов в Шордеке выиграл, если не ошибаюсь. Здесь в Шордеке основная специализация. Тут расписание такое на Кипре, что начало холдом у нас каждый день практически будем вещать с двух часов дня, а Шордек будет во второй половине. Насколько активно, кстати, гриндишь вообще в сентябре? Тебя серии дополнительно мотивируют или наоборот ты уже насмотрелся на серии? Ну, и то, и другое. С одной стороны, серии – это всегда такой как бы ажиотаж, да, то есть мечта, приятное предвкушение, да, возможного заноса. С другой стороны, да, насмотрелся за 13 лет на серии, и в целом не ошибка пропускать какие-то серии. Вот, но конкретно сейчас, в сентябре, у меня такое большое дело, релокейшн, так называемый, поэтому я тут на чемоданах, и особо не игра. Так что планирую уже за работу, за катку браться, когда перееду. Но, но, ради сегодняшней трансляции, конечно же, я бросил все дела, достал из чемодана микрофон свой, и вот я тут. Большое спасибо, это настоящая радость для меня. Мы с тобой первый раз комментируем, но вот я тогда слушал вас с Ваффи, и как раз тоже хотелось с тобой прокомментировать. Релокейшн, куда можешь ответить, или это секрет? Да нет, я в чате вот уже ответил, Черногорию? Это вообще не секрет, такое банальное, я бы сказал, уже по нынешним меркам направление. Да, действительно, сейчас, когда на покерах вижу черногорский флаг, то всегда страшно становится, потому что там очень много регуляров стало. Единственное, в чем я оригинален, это в способе добираться туда, то есть, возможно, я там по пальцам одной руки, да, можно пересчитать покериста, кто на машине туда поехал, и вот хочу поехать на машине. Уже распланировал машину. Как это вообще займет? Ну, в зависимости от того, как быстро ты будешь двигаться, я, как состоятельный человек, могу себе позволить никуда не спешить, поэтому я планирую немножко и как бы с отдыхом совместить, то есть, и в Грузии немножечко поотдыхать, в Турции, потом там еще по пути надо будет в Барселону слетать, Шенген открыть, ну и потом уже, когда вернусь в Турцию, поеду. Короче, где-то месяцок наверное займет дорога со всеми. Что-то я понимаю приключения. Да, будет круто. Так, рассадка есть? Смотрите, первый стол здесь, где Федор остался задним столом с Маликой, но теперь их поменяли местами, а здесь Виктор, чип-лидер вот этого стола, это, кстати, довольно удобно, да, да, ну, хороший, хороший стол у Кудина. В целом, оказаться просто за разными столами с Федором Хольцем, думаю, очень важная история, может быть, на этой стадии. 100%. Не биться, да, с чип-лидером, плюс есть Алекс Китинг, мы уже видели, что, ну, есть, есть вопросы к игре Алекса, Вайкин Йонг, думаю, для Нлайта тоже не самый страшный оппонент, и что там, Чильвик был, да, но у Чильвика стек пока поменьше, и пятый человек это испанский профессионал Игнасио Моррен. Я как-то не пытался найти его ник, но только на веб-плейне на каком-то нашел. Я его видел точно где-то, что-то он играл и на Покерок. Ну, это да, но Покерок как бы это... Там с Рилнеймом он, по-моему, играет. Ну, да, да, вот, интересно, то есть на других румах тоже. Как он по игре, кстати? Ну, со средним стеком вчера было, то есть то, что нужно было делать, делал, то есть вроде бы солидный регуляр, а в коротких столах в такой стадии, да, мы сможем побольше понять. Ну, и наконец-то вот сейчас увидим на экранах действительно Энлайта, вот он рядом с Чильвиком. Глезда со звездами на кофте. Реально без преувеличения скорее всего сильнейший или один из сильнейших в этом составе. Если уж кэш брать, так точно. Стивен Чидвик тоже очень мощный профессионал. конечно, Стивен. Легенда в принципе уже на высочайшем уровне выступает очень много лет. Как раз вчера мы рассуждали, что некоторым вот таким ребятам вроде Дэвида Питерса, Стива Удвайра есть вопросы по их технической подготовке в современных реалиях. Мне кажется, к Чидвику их по минимуму. Чидвик при этом еще четвертый в списке призовых оффлайн за всю историю. У него 43 миллиона в игре. Ну и первая раздача при участии Энлайта. Вчера он тоже кстати попал в призыв в турнире по 25 тысяч, но вот он с коротким стеком был и удвоил Эбони Кенни. Она запушила с первой позиции по-моему 8 блайнов и он с 2-3 ее отбил. Тус 10 были у Кенни. Троечка пришла на флопе, но тем десятка. Виктор получается с двух столах вчера вылетел. Доводилось много, конечно, видеть его игру в Сочи и как текстовому репортеру. Ты пересекался с ним где-то, может быть, в оффлайне? Да, ну, мы как бы в одном известном покерном фонде тренировали вместе, как бы его оффлайне тоже общались, дружили. Переписывались. Как-то даже я у него какие-то по кэшу помню вопросики выяснял. Очень компетентный оппонент. Сильнейший. Но, по-моему, да, ему как-то диспа не очень благосклонна, поэтому будем болеть за победу в этом турнире. Должно же когда-то отдать по-крупному. Ты как думаешь, кстати, он доли продавал на этот турнир? Я думаю, мог обмениваться с кем-то. то есть все-таки в таком составе. Я знаю, что помимо него среди кэш-специалистов Аврора еще играют на этой серии. Ну, ВБВ же А, или он... Ну, ВБВ он как Head's Up СНГ, да? Получается его специализация. А ты думаешь от себя? Ну, я думаю, тоже что-то продал. Ну, все-таки 25 ту матч. Ну, вернее, 30 даже. 30, да. Может быть, частично поменялся, частично продал. Бест кэш Виктор не такой большой, 131 тысяча, причем в этом году он до него добрался, он выиграл Супер Хайроидера в Сочи. Там в июле была отдельная серия и там был турнир на 20 ходов, где он первое место занял. Здесь получается для бест кэша потребуется дойти до седьмого места. Ну, а так, да, действительно, Виктор участвовал в супер дорогих кэш-играх на покерок, там, когда был бешеный экшен, особенно, я уже не помню, это год назад, полтора был, вот там он был среди участников. Да-да, помню, репортажики оттуда. Так, здесь у нас опять сингл рейс пот, большой блайнд чекнул, сейчас, видимо, конбет будет на всем диапазоне, и, видимо, продолжение чекрейзом или чекколом, да, от оппонента. Ну, скорее, чекколом, хотя так и так годится. Но здесь у него стэк более маленький, ОББ, поэтому он тут особо агрессивничать не замотивирован. Все-таки АСМ и все такое, поэтому кол более стандартный может быть. Видимо, чекрейз, да, полетит. Удач, крейзит испанец. Ну, в целом, у Киттинга здесь типа какой-то около нулевой кол должен пролазить. Учитывая, что он лузово на префлопе заколил, возможно, ну, нет, кстати, решил просто сдаться. Ну, видишь, не всегда есть последовательность целью. Иногда готов, там, поехать на постфлопе, широко, а постфлоп сложно играть не хочется. Да, то есть обычно просто, когда человек расхлябанно как-то при флоп играет, да, он всякие там такие пограничные раздачи и на постфлопе. Просто, да, по банальной логике может сыграть. так, ну, а мы переключаемся за другой стол, где Федор Хольц только богатеет какую-то большую раздачу. Он выиграл, судя по количеству фишек, которые собирают. Рич Гет Рича. Непонятно, кто пострадал, хотя можно попытаться смотреть по приложению, у кого стало меньше. У Мелики стало меньше, миллион триста у нее осталось, вот, кого обидел, Федя. Сейчас может даже и раздачу там увижу. Три Бэт Потт был у них с Меликой и на доске 5-4-6-6-4, то есть две Спарки, Федор поставил Канбет маленький, сыграл чек-колл терна и на Ривере прочекали, тузхай годился у Федора на дважды спаренной доске и банк. Миллион триста, короче, в этой раздаче отжал он у Мелики. Но это опять же, конечно, прекрасное приложение Тритона, где не только можно стэки смотреть, но еще и раздачи написано. так, ну и второй раунд их противостояния сразу же. стэки, потому что они не имеют оружие, чтобы просто раздражать Я обратил внимание на забавный момент, Бен Толериан играл в Распираторе. Но, видимо, это не из-за боязни ковида, а из-за того, что он хочет скрыть нижнюю часть лица. Интересно. Как раз вот в той раздаче я на него посмотрел, где он против Эннлайта. Вот эти вот знаменитые три барреля запихал, что с 10. Прекрасная карта по Тиону вышла, да. Иранки. Главное, чтобы Туза еще на ривере не нашли. Не, не нашли. Бэт, пас, следующая раздача. У нас какой размер ставки, да, она выберет? Ну, скорее большую. Добрать с доезда короля, да, потому что, условно, король все равно здесь рейзить не будет голый. Даже Туз-король какие-нибудь. Ну, если только мы не поставим там какую-то маленькую, да, по риверу сами. Какая-то, может быть, дама слабая заплатит, которая заподконтрольала по Терну. Ну, другой момент, что здесь прям блефов, да, они безумно много, то есть ФДшки. И может быть, какая-то там восьмерка, да, слабая, превращенная в блеф типа 8-9. Ну, или тройка. Хм, посмотрел, посмотрел, поиграл в гляделки, Федор, и отправил карты в пашу. Мутпокер — редкое мероприятие, где действительно можно, простите уж за выражение, таращиться на человека, и тебе никто ничего не скажет. Вот это же элемент игры. Но иногда такое приводит и к романтическим последствиям. Криссон Бикнул и Алекс Фоксон, наверное, так познакомились. Ну, сейчас она уже Криссон Фоксон, да. То есть, действительно, играли в покер. Сидели, сидели, глядели друг на друга. В итоге он уже женатый сейчас. Ну, на самом деле, реально достаточно стандартная история, да, то есть, как вот во времена наших родителей, да, там люди знакомились на работе, да, и вот женились на тех, с кем они там вместе. Так что вполне логично, что покеристы скрещиваются, так скажем. Ну, много говорил Криссон, да и Алекс, о том, как все-таки преимущество жизни с покеристом, что человек реально понимает, чем ты занимаешься, понимая, через что ты проходишь. Поэтому Бен Толерин открывается, Бен вообще, насколько ясно, я специалист по Амахе, играл в супердорогой кэш, на другом руме у него нет Бен 86, ну, тоже он там с давних времен играл, не знаю, насколько сейчас вообще, выезжает ли он куда-нибудь там в Канаду, Мексику, чтобы поиграть. Это здесь Сэм Гринвуд, собственно, запихался в открытие Бену, плохие новости для Сэма. Да, с фолдой ключи. Ну, ну, Гринвуд тоже. Матерый профессионал. Ну, лицо, кстати, у Гринвуда вообще никак не поменялось, как было такое грустное, так и осталось. Кстати, Люк, его брат, перестал в покер катать или как? Он меньше, меньше катает, то есть, в целом, у него, в принципе, АБ ниже, но не знаю. Ну, конкретно на этот ритон приехал только Сэм. Успел, кстати, Сэм уже сыграть флайт к мейн-эвенту WSP Online, покерок, вышел с большим стэком. Там второй день будет только 26 сентября, но ему уже беспокоиться не нужно, у него там стэк будет. Турнир-то, извините меня, с призовым фоном 20 миллионов долларов. Так что, такой, разумеется, Сэм пропускать не хотел. Я уверен, что и Фёдор будет играть, если ещё не играл флайты. Ну, этот турнир ещё много флайтов предоставит, ну и, конечно, сателлиты тоже есть, так что, если вдруг есть желание проводить добраться, то можно всё найти на покерок. В 150к short deck, 1 пулет, он завершил 4th, за 580к. Разумеется до 160к. Да, он один из тех, кто имеет 2 секунда места, не может получать победу. Может быть, с этим началом, если ты ударил 2 паера против 8к. Да, я не знаю. Ну, здесь будет Ал-Ин и, опять же, пас от Хольца. Ну, конечно же, некоторое раздумие перед Ал-Ином. Как они любят. В футболочке играл Бен. Сегодня решил утеплиться. Ну, или просто подарили толстовку Тритоновскую и решил не упуститься. Интересная структура выплат, если это, конечно, не опечатка. Я вчера, когда смотрел, удивился. То есть, за 10-е и 12-е место идут, да, выплаты. И почему-то 13-е место, вот оно одно, особняком. За него отдельный приз. И потом 14-е, 15-е, 16-е, 17-е тоже. Парные выплаты. Вот, я до сих пор в раздумьях, как так оно вообще получилось. Отдельная выплата для Артура Мартиросяна, получается. Может быть, цифра 13 такая, как бы, знаешь, ее решили выделить. Нет, здесь, на самом деле, 13-е для азиатов ничего не значит. Вот четверку, четверку они. У них четвертого стола, например, нет в турнире, потому что это не счастливое число. Так, ну, наверное, просто сбалансировали, да. То есть, где-то там или не хватало, или что-то. И вот одно место, действительно, то ли скинули, то ли наоборот накинули. Ну, а так очень плавная структура выплат поначалу, да. То есть, 58 минкэш, потом был по 61, 66, 75. То есть, пока только, считай, полбоины накинули с момента старта дня. То есть, все-таки все пиджампы традиционно на финал. У Бена 9,5 миллионов выиграно. Ну, опять же, да, меня поправили, что это призовые. Действительно, это не профит, но есть миллионы призовых на хен-мобе, в оффлайн-покере. Есть кэши еще с далеких там. Ну, кстати, нет, не таких далеких. 2008-го. Есть ребята, которые и подольше играют. Выигрывал турнир по 100 тысяч по Амахе. Это его бест-кэш супер-хай-роллеров в Вегасе по 100 тысяч третье место занимал. Ну, в целом, вот он часто появляется именно в Штатах, а в Европу не так часто собирается. Бен, я думаю, может еще и под какой-то дорогой кэш может на серии приезжать. Но, может быть, пока кэш-игра была не такая сладкая, хотя это тяжело представить. Скорее всего, она очень хорошая. Но решил в турнир тоже залететь. Да, вот Саша Искандер отмечает, что даже четвертого турнира у нас сегодня нет. Сначала третьего, потом пятого. Такое суеверие, действительно. У Гринвуда здесь, а, кстати, у нас новый уровень блайндов, да, то есть у него совсем мало. Угу. Что, нужно здесь Карл Семь? Не, не нужно. Шайт Федор. Что карты, ты думаешь, что там? Покет Аси? О, я надеюсь, не. Хе-хе-хе. Гринвуд? Гринвуд? Гринвуд, он выглядит как пакет-6. Куин-8. 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 Это будет, что на своем карте. Он говорит, что Куин и Куин-8 они разные цвета. Хорошо. Ну, не самый разговорчивый стол у нас. Вчера только ближе к развязке финалки, все подрасслабились, начали болтать немного. Вот Джейсон Кун, я уверен, мог бы разговаривать, но Джейсона быстро сегодня устранили. Так, Юрий пошел в атаку. Ну, Дзевельяске в целом, я думаю, справедливо можно назвать одним из сильнейших бразильских игроков. Их вообще много, которые играют точно дорого. Да, ну вот. The Nerd Guy. Как ты? Да, хороший оппонент. Хороший оппонент. Сильный. Посплеит усы Мустафы Канита. Я вообще вчера чуть ли не подумал, что Филип Грюсом вернулся. Ну да, да, кстати. Нашивочка из Рума и усы со стороны, когда показали, потом нет. Все-таки Дзевелевский. Осуждаем, кстати, его вот эту нашивку на рубашке. Спрашивают про Ante. Игра в оффлайне ведется с Ante. Просто Ante представляет один игрок на большом блайнде размером один большой блайнд за его стол. Один раз за круг, собственно. Это все равно, знаешь, что вот, когда друзья собираются в баре, допустим, с пятером, и вот, чтобы не каждый сам себе напиток покупал каждый раз, а вот просто за круг каждый платит. Вот примерно такой же принцип, но здесь, конечно, все это было изначально сделано не так давно, причем лет пять назад, чтобы ускорить игру. Потому что если с каждого собирать Ante каждую раздачу, это просто отнимает время. Так, Гринвуд, у него пятнадцать блайндов, что он над пушом размышляет против Reyes 1. Он тоже небольшой стак открылся. Нет, в итоге... Ну, потратил карточку таймбанка на это. А, нет, Девелевский играет на Поггерок, он в том числе и на Финаку Супер Миллис был, так что, нет, он продолжил катать. Так, ну, девушка наша, естественно, да, защитит здесь. О, какой флот. Да, Малико. Здесь, кстати, у него была опция литра смотреть на такой доске. Просто здесь довольно много чеков behind мы можем получать. Ну, видимо, чекрейс. И поехали. Куда делся стэк у Малико? Она проиграла 3 бет пот Федору Хольц. Не била туз хай на скрипке. Ну, видимо, да, просто чек пуш увидим. Ну, естественно, кол. И в скольких случаях из десяти здесь запушишь 4-5 Дима? Я к нему десять. Справлюсь. Я думаю, что это правильный ответ. Ну, кол она нажимает. Ну, кол как раз... Ну, кол ошибка, да. Тяжело играть будет, потому что доска может очень сильно испортиться. Как и для нас, так и... Ой, 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 ой. Так и EV не наживем, да, в итоге в этой раздаче. Ноль процентов. Так, друзья, вы не садитесь, да, все равно валын вы поедете. Да, здесь просто, грубо говоря, доска могла испортить так, что и Юрий перестал нам платить. Поэтому идея фастплеить для того, чтобы не дать такой руке отскочить. Но я думаю... Я погружаю. Вот он метит. Это нажимая, который может сделать заявку подpunkt Scotland С Penny. Savzione. Ей, был нам понадобилось заботиться. Ну, кстати, пошатилась. За разум, да? Чувствуя новую умираю. В терапинкали. Ну QUESTION. Да, radiка на городе. Да, у нее забирая ли он и друг ты огоньfold, thấy штаныimentos вермещиками, а дерево на газе. А она дFire. И вы не будете According to Дима-io Пере местаarrил и по обачеом. Чек-чек сыграли они, еще и такой ривер. Они что-то прям, да, удивляют. Что встал к своей раздаче, да. Почему мы чекаем здесь тут? Ну, видимо, он предполагает, что чек-кол как раз это очень слабый рейндж, да, то есть четверка какая-то, пятерка, семерка, которая выкинет на второй баррель и пытается добрать вот с каких-то потенциальных блефов. Либо там бет-чек-бетом добрать, либо добрать с ее блефов, которые она поставит. Потому что здесь SPR1, да, то есть он, в принципе, даже если чек-чек-ривер сыграет, он спокойно может запушить чек-чек-терн, вернее, да, он спокойно ривер запушит. То есть он здесь имеет возможность также весь тэк выиграть. Вчера, ну, понятно, не у меня идентичный спот, но, похоже, был у Линуса, когда он 59 на 400-доске допушил, и там оплатил ему две пары Фоггельсом. Ну и здесь Юрий идет за... Вэлю, конечно, добрал, но не все. Не добрал, фактически. Слушай, ну Малико-то как бы отскочило, по факту, да? Отскочило, отскочило, да. Своим не совсем оптимальным розыгрышем. То есть мы бы на месте иранской девушки сейчас бы остались вообще без тэка, а вот у нее на раскруточку шесть блайнов будет. Неприятно, конечно, неприятно увидеть такую руку. Я понимаю, что вот, конечно, тяжело представить, что ты вдруг с 4-5 окажешься на ривере вообще в такой ситуации, но если вдруг у тебя там судорогой свело руку, и ты вместо Аллына на флопе сыграл колл, и в итоге оказался на ривере, с 4-5 вообще что, мы уже отбиваем здесь? Ну, в целом, приемлемый Блавкетчер. То есть понятно, что мы там очень сильно капнуты. То есть в зависимости от оппонента, опять же, да, то есть если какой-то тайтовый любитель, то можно выкинуть. Но против агрессивного Рега, Холл, я думаю, ближе к стандартному. Просто все стриты она сама поставит, правильно? Очень часто будет вольюбетить. То есть у нее остаются только какие-то совсем слабые пары, то есть там голая 3х, там 5х рука какая-то. То есть если вот этот весь набор рук взять, то какой-нибудь условный доппер, это, ну, близко к одной из лучшей вообще руки, которая там может быть. Да, ну вот Зевелевского хороший стэк. Он был, кстати, и чип-лидером турнира по 25 тысяч, но там так все было близко, что он одну раздачу проиграл, тупо на десятке в девятке против Сета Дэвиса и вылетел на прямом бабле. Хотя там за 5 до денег был чипаком. Ну а здесь у TheNerdGuy все хорошо складывается. Возвращаемся на стол Виктора Кудина. Тут играется 5 макс, там 6 макс. Ну финалка 7 макс, соответственно. Изучает стэк соперника Алекс, ну, то есть у Читвика очень все удобно расставлено, несложно посчитать для опытного оффлайнера. Да, просто ол-ин. Как тебе такое решение Китинга? Так, я отвернулся на чат, что он сделал. Он с Кроль-8, Блайн-Блайн, Кроль-8 мастерые запушил против стэка 21бб. Ну, это точно не минусово. Но может быть есть пооптимальный вариант. Ну, в целом, как бы, пойдет. Понятно, что можно полимпить, можно порейзить. Есть единственная мысль, может быть, у Китинга, что вот это Чидвик, он же такой сильный, что сейчас начну играть с ним по слопу, он там меня где-то как-то запутает, поэтому хочу упрощать. Причем это, я без иронии говорю, в такой стратегии, когда вы действительно сталкиваетесь против оппонента, который технически вас превосходит, это, мне кажется, неплохой выбор, может быть, иногда. Как вылетел Артур, ну, по смыслу, у него просто стэк закончился. У него до спинноблайна было, он в автолыне оказался и не обыграл Федора Хольца. Так, что, трибетик? Да, да, узнаем, узнаем Виктора. Два лет три разные, уводит трибет против Котоффа. Ну и победа, явно, прихлоп. Да, я помню, когда первый раз похожий трибет увидел на трансляции, по-моему, от Робарта Романелло, я немножко удивился, но потом знающие люди мне объяснили, как много можно денег выигрывать, вводя эту часть ренджа в трибет. Теперь я уже не удивляюсь ответственно. Спрашивают, где Майкл Адам? Майкл Адам был в турнире, но не поверите, он не попал в призы, такое тоже бывает. Артур его вчера как раз выбил. Моккл на кнопку Стивена Чидвика. 6-3, без шутка. Дисциплинированный пас, видимо, увидим. Ну, конечно. Так, а здесь Виктор против стека 20 ББ. Да, он может и пушить, и рейзить, и лимпить. В целом все опции открыты. Выбрал комплит пока что. Да, вот в чатике уже отметили, что Майкл следующий турнир сел. Действительно. Следующий турнир, это 6 макс по 50 тысяч. Ну и, естественно, завтра тоже будет на наших экранах. Тебе, кстати, какой формат больше нравится, 6 макс или 8 макс? Ну, очевидно, что 6 макс веселее. Ну, опять же, если ты берешь какую-нибудь там сессию, да, стандартную, когда ты гриндишь, играешь 10-12 или там больше столов, то 6 макс они, конечно, отвлекают в этом плане. Если брать вот два турнира рядом, сравнить, конечно, 6 макс, всегда интереснее, больше экшена. Более динамично все происходит. Ну, это примерно как какой-нибудь там раш покер, да? Ну, там или фаст покер, или там зум покер, где как он называется, то есть ты постоянно в игре находишься. Выкинул, у тебя следующая раздача. Ну, это вот что-то среднее между рашем и 9 максом. Такой оптимальный вариант. В оффлайне у меня есть только одна вещь, которую я люто не люблю. Это 10 макс стало, когда приходится играть, когда бывает на местных сериях, не хватает мест. Да, это жесть. Очень тяжело, да. А 6 макс — это классно. Так, Виктор у нас в итоге, я просмотрел, он рейзил, да, при флоп? Не-не, он полимпил, и Чев Кол сыграл на флопе. Выбрасывает онлайт. Вчера другой Виктор Малиновский зажигал против Бен Сиби. Вообще яркая финалка в Супер Миллионс была, там выиграл белорусский любитель. Сумасшедший кулер был. Тускароль, тускароль разномастный. Вмассный в 3 максе выставились, и доехал флеш ему на одну карту против Ромастара. А Малиновский сыграл против Бен Сиби. Раздача он открылся с ранней. Бен Сиби защитил большой блайнд. На доске дамы 8-8 он сыграл чекрейс. Дамы 8-8 радуг. Виктор сыграл клик 3-бет. И Бен Сиби 4-бет на флопа поставил с туз 9. У Малиновского были туз Король, он не выбросил. Там Терн, по-моему, валет. Маленькая от Бен Сиби колл. И Ривер девятка пришла еще с трит на одну карту, закрылся. Фактически уже лучшая рука была у Бен Сиби, он там допушил. Но 4-бет в лопа не каждый день увидишь, честно говоря. Так что, конечно, зажигали, ребята. Да-да, очень креативная раздача тоже сегодня читал. Улыбнулся. Виктор открывает сильную руку с баттона. Ну, тут... Ну, давай хотя бы колл. Может, и выкинет. Да, защитился Вакин Йон. Хороший флоп для Виктора, он здесь близко к... И не туп будет ставить конбет. Один ББ, наверное, да, или сколько? Да, здоровенько один ББ. Вот шарит Виктор. Что, в принципе, неудивительно. У Вакин Йонга суммарно 11 миллионов призовых в оффлайне, но это во многом все-таки сумма связана с тем, что он сразу довольно дорогие турниры играл. Еще раз напомню, что это Йонг-младший, да? То есть его отец это Ричард Йонг, который, в принципе, тоже известен как участник супердорогих турниров. Кстати, сейчас он пореже играет. Не знаю уж, интерес потерял или что-то еще, но вот сейчас семью больше младшей представляет. Это трехкратный чемпион Тритона, приезжал в Сочи, кстати. Ну, там почти все тритонцы в марте 2020 года приезжали на крупную серию, и там как раз я комментировал турнир, который он выиграл по шордеку в хедзапе и обыграл Фил Айви. Ну что, Вайкин, лимб давай. Да, Игорь Хьянн отмечается, что с Девилевским часто встречался на сериях. Ну, The Nerd Guy, настоящий гриндер, действительно, он за лидерборды может бороться. А, просто алоэн поставил, ну, реально упрощает игру, здесь уже в 30 блайндах. Ну, там не 30, там чуть меньше. 26, наверное, да, было в Айкин. 22 миллиона. Ну да, где-то 27-28. То есть понятно, что это как бы не минусово, да, но не лучший розыгрыш, то, что колов от рук хуже мы явно не получим. Включаемся на другой стол, продолжаем сразу за двумя столами наблюдать, ну и, собственно, видите. О, добавили, кстати, да, вот не обратил внимание, вчера многие зарегистрировали, что действительно добавили строчку количества участников. Так что вот у нас 11 игроков. Угу, удобно. Сейчас я спрашиваю про раздачу, свалят 9, а Артура против Хольца, не знаю, в какой раздаче идет речь. Ой-ой-ой. Тяжелая, тяжелая для Амалики. В тузы Федора она попадает. Нужно Снеговичка звать. Ну она что-то знает, да, то есть 5-4 отскок был, значит, сейчас как бы Снеговика реально ждем. Да и просто, ну, разбавить финалку женским полом никогда не ошибка. Семерка была перспективной, но, к сожалению, ничего к ней интересно не положили, так что только черная восьмерка. Ну давайте, давайте восьмерку, не жадничайте. Нет. Эх, жалко. Ну, неплохо играла в целом, все равно понятно. Общение с Никитой дает свои плоды. Да. Произвела впечатление на чат, определенно. 11 место занимает Маликар Зави. 75 тысяч долларов выплаты ее в этом турнире. Интересно, будет ли играть она на турниры подороже? Ну, было бы интересно ее увидеть, если, может, какой-то бэкинг есть. Будем еще ждать ее возвращения. Надеюсь, у нас 10 человек осталось, но еще раз напомню, что так как это 6 макс турнир, то нужно дойти до 7, прежде чем мы перейдем на официальный финальный стол. Да, у Федора Тузы, кстати, на регулярной основе сегодня появляются. Начинают вспоминать старые приемчики свои. По выигрыванию турниров пачками. Ну, стэк уже еле-еле в бокс помещается, конечно. Ну, благо, что 6 макс, да, позволяет сидеть подальше друг от друга. Канапон здесь ставит АЛЛА. Очень улыбчивый молодой человек. Да, я тоже обратил внимание. На фоне там Гринвуда всяких. Там был рейс еще от Федора. Это я вот точно вижу 200 тысяч выставленные. То есть это рейс, да, вот 200 тысяч рейс от Хольца. АЛЛИН от Тонера Тракула. Ну, Гринвуд закроет. Ну, да, просто Давида думает. Что у Федора было, мы так и не узнаем. Абсолютно не расстроен он колом. Ну, в целом, монетка. Но он вчера так же... Не самая худшая. Да, на финальном столе, когда Выстосов в Афлип, вот такой же довольный сидел. Ну, типа понимает, что как бы префлоп старше, да, то есть что грустить. Так, следим. Сходит ли улыбка с лица. После вылета из турнира. Ну, так выдохнул немножко. Такой добродушный, приятный парень. Ну, он еще и попал в призы в двух турнирах из двух, так что серия в целом неплохо идет для Канапонго Тонера Тракула. Это профессионал, да, какой-то тайландский? Мы пока еще не до конца определились, честно говоря. Он появился в Мадриде на серии Тритона. То есть, да, он играет до этого оффлайн. То есть, ну, скорее, да, но какие-то там тайтовые, излишне тайтовые фолды от него были. Но пока что он явно только начинает свой путь в покере. И какой-то большой базы данных о нем нет. Ну, уже где-то в четвертый раз попал в призы на сериях Тритон Покер. Так что не теряется в таких составах. Интересно, да, теперь еще и у Гринвуда степ появляется. Если получается, у нас 4 человека остались, Девилевский, Толерант, Гринвуд и Хольц. Часы с рулеткой, кстати, не знаю, у кого красивые, которые Артур, по-моему, или Алик Зас, не помню. Ой, какую раздали. Интересно, что он таким, да, увеличенным сайзом открывается с баттона, несмотря на то, что стэк короткий. Не знаю, насколько много в этом смысла. Ну, а Машист, они же любят побольше открываться. Это я шучу, конечно, насчет того, что это... Ну, здесь, я думаю, Сэмпрус, да, поставит Аллен Хольц, выкинет... Ну, так, типа, посчитать попросил, на всякий случай. Чисто, чтобы этот профилактический Гринвуд не расхолаживался с Алленами. Да, вот Дженни Гридуков отмечает, что Канапонг является амбассадором Natural Aid, то есть тоже оператора сети Джи Джи Покер. Получается профессионал тогда. Хотя, нет, статус амбассадора уже не обязательно профессионалам дается. Просто дополнительный факт, ее в биографию добавляем. Ну, здесь почти 30 блайндов задвинул Гринвуд. Так, ну Хольц что-то это... попутал. О чем он тут здесь думает, не очень понятно. Простой пас у него с тузвалетом. То есть, как бы, наличие каких-то рук хуже не дает нам право здесь колить тузвалет. Потому что количество этих рук будет не очень большое. Да я бы не сказал, что тав. Ой, Федя, ты куда? Федя, да! Неси-то другого, сломался. И, как бы... Очень простая ситуация, конечно, да, странно увидеть такую ошибку жесткую от Хольца. Это ж не ПКО. За Гринвуда денег не дают, он окажет. Ну да. Понятная идея в том, что вот он убрал, что вот у Гринвуда нет там верхушки, да, что он даже там туз-король еще будет расширять. Видимо, действительно застартапился Хольц. Так, ну что увидим... У Гринвуда немало аутов. ...магию Хольца. Нет, это фулл-хаус для Бена. Бен утраивается. А Гринвуд проиграл. Ну, кстати, Хольц забрал сайдпот, и он проиграл не так мало. Он не так много. Всего 10 блайнов эта раздача проиграл, учитывая, что могло произойти. Да, но вообще, конечно... То есть, видимо, он решил, что у Гринвуда здесь будет достаточно еще и айксов младше в Пуше, то есть там туз-8, туз-9, туз-10 ему все туда заложил. Король Даму просто как еще оправдать? Не, ну тут же ICM, то есть как бы тут близко к невозможному увидеть Плюсе такую руку. Да, вот нам подсказывают, что у Канапонга часы на руке, которые 700 тысяч долларов стоят. То есть обеспеченный молодой человек, когда действительно... Можно предположить, что эти турниры он играет больше из соревновательного такого момента. Где-то за второе место еще одни часы можно купить. Так, три человека осталось за тем столом, а здесь у нас вроде пятеро должно быть. Да, то есть сейчас кого-то заберут с этого стола и будем играть бабл финально. Финально. Только-только я сказал, что у Гринвудда стэк появился, можно будет посмотреть, но нет. Отправили его в кассу. По логике Виктора должны забрать, он на большом блайнде, но может быть на Тритоне как-то по-другому? Ну, пересадка осуществляется. Не, 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 смотри. Все четко я прочитал. Вот это, кстати, так себе пересадка для Энлайта. Я думаю, за этим столом поприятнее было оставаться. Если бы Хольц выбил сейчас обои, то призовые по стэку рассчитали бы для двух проигравших. Кто меньше стэк, то ты меньше получил бы именно так. То есть, грубо говоря, они вдвоем вылетают, тогда девятое место занимает Бен, а восьмое место Сэм. Там, причем, в пейджампе, кстати, 30 тысяч, так, между девятым и восьмым был. Чидвик, я думаю, точно не против, что Энлайта убрали у него слева. Чидвик так технический в этих ситуациях. Не, Рэнди, просто авторитетный фигур, в том числе, как навигать, даже наиболее сутки. Я вера как такой. Все атрибуты очки, надпись на футболке «Ботаник», косят под «Ботаник». Ну, «Ботаник» здесь, на самом деле, за другим столом. «The Nerd Guy», никнейм Дзевелеско, это, в принципе, можно перевести именно как «Ботаник». Про Чидвик, я вспоминаю забавную историю от Никиты Баляковского, когда вот был такой покерный бум на момент начала изоляции. Многие пошли играть дорогие турниры в онлайне, и Стивен сначала продолжил играть в одном из приложений, дорогую игру в Short Deck. И там приложение было как раз вот в том числе, где какие-то тритоновские ребята сидели с веб-камерами. То есть ты играешь и вот транслируешь, что это ты. Ну, вот Никита рассказал, что у Чидвика обычно в камере всегда только лысина было видно. Я, кстати, помню эти даже, ну, то ли какие-то видео были. То есть да, он так как-то это вниз смотрит. Причем это было вот не как на ГГ сейчас, да, то есть возможность добровольно, да, просто, по-фан, показать камеру, а именно вот фулл стрим. Обязаловка такая. Ну, типа там, чтобы Телзу видеть. Ну, здесь, я думаю, в первую очередь больше для того, чтобы было подтверждение, что играет тот, кто играет. Ну, да, да. Так как это ограниченный круг был. Ну, и были, помнишь, были истории, где Билл Перкинс выяснил, что против него там играл Джанглман? Да, да, помню. С чужого аккаунта, так что. Здесь максимально неинтересная раздача. Лимпот, три влайнда в банке и еще и делят они этот банк. Самая скучная раздача, которую мы сегодня увидим. Такой прогноз, да? Ну, не считая, может, какого-нибудь Вока. Хотя нет, Вок не такой скучный, он быстрее просто будет. Так, ну, переходим с другой стол, а куда посадили Виктора? В позицию на Федора хотя бы, да. Ну, то есть, это 4 макс, но три из четырех раздачи он, по крайней мере, в позиции будет. За круг. Слушай, а может быть в той раздаче, где этот вылетел Чидвик, может быть там блайнды были 50-100 уже, и неправильная инфографика отобразилась, поэтому он 200 зарейзил. И типа тогда получается, что... Ну, это меняет, да. Гринвуд уже более короткий стек пушит. То есть, 22 блайна, да, там, 2200. Ты внимательно смотри на эту раздачу, попробуй сейчас проследовать. Посмотреть там на размеры... Ну, Телерен открылся. Хольц на блокерах потребетил на правах чип-лидера. Виктор, кстати, может здесь задуматься над пушем, но нет, дисциплинированно выкидывает. Ну, у Бена, кстати, интересное решение. Тут, в принципе, затолкать-то не ошибка, 45 блайндов не так много. Но, может быть, он захочет и пассивнее сыграть, учитывая, да, что такие стеки у них, чип-лидерские. То есть, по факту, это, наверное, второй против первого. Нет, все-таки даже расширять хочет. Ну, в целом, не ошибка, святой, тускароль. Еще и против такого оппонента, который, в целом, способный себе что-то напридумывать. Теперь вопрос, отъедет ли Хольц. Хольц, он здесь точно не будет, да? То есть, у него здесь как бы либо пасс, либо пуш, но нет. Да-да-да. Слушай, вот что значит МТТ-эксперт. Действительно, я проверил, посмотрел, МТС-100 стояло, блайнды 50-100. То есть, сдачи, при этом, мелкие были, да, могли тоже. Действительно, уже 50-100. Соответственно, Бен открылся два блайнда. Гринвуд запушил 23. Но 23-е-то все-таки уже чуть получше. 23-е-то не 29. Конечно, да. Это очень много меняет. Но все равно можно выкинуть, наверное. Ну, да, да. Ну, видимо, то есть, как бы нельзя исключать, что какие-то нотсы, естественно, есть, да? Что вот он там широко рестилит, шире, чем надо, к примеру, да? И тогда у нас, естественно, будет пролазить уже какая-то нижняя часть вот этих колов, репушей с тузбалетами. Ну, просто, да, странно. То есть, Хольц не должен такие, как бы, грубые ошибки делать. То есть, понятно, что там перерыв, не перерыв, но разучиться настолько тяжело. Конечно, усталость, волнение, но... Не, ну, усталость, я думаю, усталость вряд ли должна быть. Они играют, они не так давно начали сегодня, да, то есть... Соглашусь. Здесь, скорее, ну, он же очень активно старается играть, и чем активнее ты играешь, тем тебе может казаться, активный диапазон ты можешь соперникам положить, да? То есть, если он думает, ага, вот мне 23 блайнда, тут куча Аликсов, я бы на его месте запушил, и так далее, и... Ну, 23, наверное, все-таки, действительно, уже можно... Да, 23, это точно, как бы, не ужасно, это, скорее, ближе к под вопросом, да, но... Ну, то есть, это в чип ЕВ, скорее всего, там, грубо говоря, даже должно приносить нам деньги, но... В чип ЕВ и 30 ББ это плюсово, да, но здесь надо понимать, что ICM, то есть, ценность стека довольно высока, учитывая, что он на пол стека, да, этот репуш делает. Ну, да, и там еще все-таки есть Razer, хоть и у него меньше стек... Четыре макс, здесь Туздаун в крыле раздали, в глубине 20 блайндов, никуда, Игнасио, не отскочит. Вот, в чате пишет человек, ну, видимо, может быть, про эту, да, раздачу, что... Почему бы не подумать, что он пытается сформировать к финалке репутацию Луза? Ну, видимо, Луза у игрока, это, видимо, про Хольца, комментарий. Но здесь нет смысла создавать репутацию, потому что эти люди играют друг с другом огромное количество турниров и кучу лет, и даже если он будет час все фолдить, да, то есть он репутацию не та все равно не заслужит, да, потому что люди поймут, что, ну, видимо, кардет, да, и просто не заходят. А здесь заходит испанцу Ллойд, он один из своих трех аутов, и Лайкин Йонг под угрозой остаться самым коротким. Да, действительно, удваивается Игнасио Чаверо. Знаешь, на что обратил внимание, что здесь как-то вот нет вот этой интриги, да, с медленным открыванием карты Рьюера тоже там... Да, согласен, очень быстро открывают. Ну, видимо, Shark Clock и все такое, то есть не хотят затягивать игру вот этими действиями. Не, я думаю, это больше, опять же, может быть, и фидбэк игроков, то есть если там любителям или профессионалам... Я думаю, профессионалам точно норм, что быстрее, соответственно. Все-таки вот Тритон, он очень ориентируется непосредственно на желание... Участников серии. Просто когда ты проводишь серию там на 60-70 человек, тебе фидбэк собрать не так сложно, чем если это было бы тысяча. Понятно, тысяча ты никогда не угодишь, потому что там у всех свое будет. А вот когда все-таки ограничены игру, там попроще. Так, Рейс. Ну, Виктор здесь защищаться, скорее всего, будет. То есть так слишком сильно рука, чтобы ее выкидывать. Колдон. Тем более, Рейс небольшой, то есть такой 2.4х. Странно, кстати, что он не рейзит больше, учитывая, что он АББ компетентный игрок, который широко здесь будет защищаться. Ну, то есть фолд-эквити, да, как будто не пытаются особо создавать. Ну, кстати, я не уверен, насколько Хольц с Энлайтом много пересекался, но Максио не видится на предыдущем кипрском Тритоне тоже. Не, ну он должен как минимум узнать, что это кашевик, да, который умеет играть пост-флоп. Я помню, когда первый раз Виктор приехал на Тритон, и как раз с Адама они пересеклись, и история вроде такая, что Адама вычислил, кто это там. То ли по... чуть ли не по линии, которую он сыграл, то ли просто, грубо говоря, не так много вариантов было, кто это мог быть из российских игроков. Но вот Адама сказал, а ты онлайн? Точнее, он парил на ему, да, его, потому что они играли кэш. И действительно, опознал, опознал. Вычислил в скобочках, загуглил. Тогда еще не было на киперприложения, но в Мадриде появилось. А приложение какого ты имеешь в виду? Ну, где рассадка видна, кто с кем ты играешь. Ну, обычно это в листах каких-то перед турниром. Нет, ну это же второй день, да, а это же был первый у них там. Не, ну может, подсмотрел карточку. Может, просто подсмотрел, да. Ну, странно, если он тогда подсмотрел и уточнял. Может, решил понтануться. Продолжает здесь 10 хай тянуть Виктора, у него есть гадшот. Ну да, Хольц решил изобразить даму какую-то, да, поставил отложенный кантбет, но вопрос теперь будет ли он Ривер, да, без эквити здесь ставить. Не факт. Хотя понятно, что у него низ диапазона. Ну, естественно, на чек Виктор будет блефовать. Все-таки 10 хай, не очень много шоу-даун-вэлю здесь. Хотя понятно, что у каких-то рук мы здесь выиграем, да, то есть у тех же вот 6-4 там, собственно. Ну, Федор все-таки сам ставит Ривер. Ну, я думаю, что Виктор выкинет здесь опция только зарейзить в блеф, но это очень, как бы, такое... Сомнительное действие, рискованное. Пока он не торопится. Этой истории Федора он не сильно верит. То есть понятно, что у него там блокер есть неплохой и все такое, то есть у нас стрит на тот же. И нельзя сказать, да, что у него нет диапазоне валет 10, например, или трипса какого-нибудь. В другой момент, будет ли он здесь рейзить трипс, да, то есть в такую линию. То есть по факту, если он здесь рейзит, он скорее валет 10 изображает. Просто слабый трипс, он рейзить не должен, да, а сильный трипс, ну, то есть король валет. Он скрывает его по 10 хай, он скрывает его по 10 хай, и абсолютно прав, Виктор. Красиво. Потрясающе. Понятно, что это игра в супер широких рейнжах, но... Ну, возможно, какие-то нотсы у него были, но мне, если честно, не нравятся. То есть проблема же в том, что мы здесь часть блефов просто тупо не бьем, да, какие-нибудь валет 9 условные. То есть просто какой-то рандомный валет хай блеф. То есть мне вот так вот на глаз больше скорее рейз, что ли, ривер нравится, либо пас. Но победителя не судят, результат на табло, как говорится. В конце концов, может быть, прочитал по Телзам. Да, американский комбинатор, конечно, тоже впечатлением. Унизительный колл такой для педи. Один из самых гангстерских коллов, что видел в Виталине Жад. Ну, а для стека, на самом деле, очень важная раздача, Виктор. Короче, эти раздачи, эти вот подобные коллы, они всегда полярный имидж имеют, да, вот впоследствии. То есть ты либо заколешь и будешь полным дураком, да, когда тебе покажут какой-нибудь там, не знаю, валет 3, да, которые блефовали так. Либо заколешь и будешь полным гением. Но в данном случае, Виктор, решил выбрать второй вариант. Да, ну и такой колл, я думаю, стоит поддержать лайком на Ютубе. У нас не так мало зрителей уже и на Ютубе, и на Твиче, и будем рады, если поддержите нашу трансляцию. Даже можно не только лайком, но еще и подпиской и репостом. Это, конечно, приветствуется, учитывая, что это только вторая трансляция, а всего запланировано 9. Так, вот за велеской здесь интересная рука, то есть с ней можно и 3-бет рассмотреть, и даже колл, и даже алл-ин. Ну, лужовенько так на 24 блайнда, но рука не самая плохая. То есть какие-нибудь Король-10 с Ютовой там прям весело летят, но вот Король-9С все-таки на 24 ББ, ну очень граничненько. Ну, видишь, опять же, тот фактор, про который я часто вспоминаю, большой антэ в 4-максе в оффлайне. Поэтому, может быть, граница чуть-чуть расширяется, когда есть полный антэ. А сколько там оно, один блайнд? Один блайнд, да, да. Ну, это стандартный антэ в целом, да, если мы даже полный стол бы брали. То есть это же не биг антэ-турнир, да, где оно там 400. То есть все равно стэк большой. Риск-реворд не очень хороший. Ну, то есть ты пушишь 2,4 миллиона за банк, сколько там, 500 тысяч. Да, ну и есть Вайкин Йонг там с шестью блайндом, с другим столом тоже. А мне, кстати, не помню, в прошлой раздаче на СБ был, соответственно, Бен, да, на ББ кто был? Нет, Бен был на ББ. На СБ же, нет? Нет, Бен сейчас на малом блайнде. А, понял. А на ББ был? Ой, на СБ был? На СБ был, Юрий. Ну, то есть был опенс баттон, и он на СБ запустил. Так я и говорю, а на ББ кто был? А, Бен, да, 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 все правильно. Я не выспался сегодня. Ну, то есть здесь еще, видишь, ситуация вот в прошлой раздаче такая, что два сильных оппонента, и Виктор там, ну, явно не будет сильно заранее выходить. То есть, ну, сложно предположить, что там прям будет очень широкого опеня по этой причине, да, как бы, К9С. Ну, в целом пойдет, короче. Вот при комментировании самое тяжелое, это когда вот такие вот АБЦ раздачи раздают, да, как на первый взгляд кажется, что combat pass, но Хольц решает исправиться. Пойти в переигровочку. Да. И внести немножко креатива в стандартные истории. Ну, в целом, кстати, кол на самом деле не какой-то ужасный. Я бы сказал, даже он ближе к тому, что можно заколить, не знаю уж какой там будет плюс. То есть у него есть бэкдоры. Я почему-то сначала подумал, что он против баттона играет. Вот, то есть он в позиции, пикушечка тоже добавляет тэквити. То есть на один ББ, особенно учитывая, что... А, ну нет, кстати, он здесь не покрывает. То есть то, что он не покрывает, это скорее аргумент запас. Да, накормил. Или может быть даже рейс, кстати. Может быть, кстати, это даже рейс здесь. Имеет смысл иногда. Ну и... Забрал? Да. Был план. Федоров большую поставил, забрал. Отмечаю, честно, что лузовая игра пошла. Но все-таки они играют 4 макс. То есть... Всем короткие столы и, соответственно, широкие рНЖ очень. Ну, в отличие от онлайна, стадия Бабла финального стола нет синхронных раздачей. То есть в онлайне, действительно, там... Хэнд фо хэнд играется в турнирах такой ситуации, здесь же нет. Ну, есть все-таки шот-клок, да? Поэтому в любом случае будет близко по времени. Я знаю, что меня удив... Извини, что перебил, ты говори. Да, не-не-не, я ты говорил. Ага. Меня удивляет, как много вот до сих пор в чате людей пишут, что Малика – это бывшая Бадиковского. У меня один вопрос. То есть я не в курсе. Откуда все эти люди в курсе? О личной жизни звезд? Ну, следят за Никитой. Какие-то журналы читают гламурные. Где об этом пишут? Мне интересно просто. Ну, видимо, на форумах обсуждают, может быть, не знаю, о каких-то материалах, тоже на покерном сайте что-то упоминалось. Интересно. Мимо меня, в общем, прошла эта вот история. Так, лимпот у нас против Хольца. Хольц, видимо, лимпуш задумал, но... Не получилось. Ну, на ставку, понятно, Виктор здесь сюда выкинет. Кстати, такая легкая дрожь в руке была у Федора. Интересно, сейчас обратил внимание. Ну, раздача не очень приятная была с предыдущей, вроде Фикторов. Конечно, по 10 хай не очень приятно получать кавы. Конечно, Федор понимает, какой у него имидж. У него такой имидж всю сознательную оффлайн-карьеру. Человек, который играет активно, много блефует. Ну, опять же, нельзя сказать, что вот этот его блеф 6-4, он прям плохой какой-то. То есть, как минимум, он вот целился выбивать те же там Т9, Ж9, которые, в принципе, могут выкинуть часто. Может быть, даже дамы иногда, да? Ну, даму совсем сложно. Тут уже от размера ставки зависит. В конце концов, там, по-моему, какая была доска король-дама 3, да? Король, ну, то есть, там, тройку какую-нибудь тоже как бы выбить вполне можно. Зачем к Ж9 ехать на Тритон? Там очень хорошие каши игры собираются. Всегда, поэтому. Есть люди, которые просто проезжают каши поиграть, но там пару раз забегают в самые крупные турниры. Там какой-нибудь Хенрик Хеклин так проезжает. Ну, вот, не знаю, сейчас Хольц, да, явно для вида думает, совсем слабая рука у него. Виктор Пасс, Зевелевский, ну, либо Кол, либо Рестил. Алынам. Новый уровень блайнов, да, отмечу, что 50-125? Да, у него, по сути, 20 блайндов с небольшим. То есть, Алын здесь вполне разумная опция. Тем более, что разномастная король-дама. Ну, выбрал Кол. Ну, Кол тоже окей. Понятно, что это плюсово, то есть, он оставляет все доминации у Бена. Всякие там дамы-валеты разномастные, король-10. Кол тоже годится. Просто обычно разномастные такие руки, они скорее в Рестил уходят. Здесь какие-нибудь король-дамы с Ютат получше поколит, чем разномастные. Здесь, знаешь, что интересно, что у Юрия на данный момент четвертый стек в турнире из восьми. При его 20-ти блайндах. Да. То есть, структурка... Сколько у нас средний стек? Средний стек 25 блайндов, но это все-таки там вот есть три стека побольше. Но это же 30 минут в оффлайне этот турб. Ну да, такое турбо реально. Есть четыре блайнда всего сейчас у Вайкин Йонга, и у мистера-обладателя лучшей бороды в турнире Алекса Хитинга 10 блайндов. Бенчик второй баррель, в принципе, может поставить на вэлью для протекта. Может, конечно, и чекнуть, да, но в целом второй баррель не очень плохо здесь смотрится. Слишком много всяких оверкард там будет приходить. Так, ну, Дзевелевский чекает, у него шоу-даун вэлью здесь есть. Похоже, да, что... И, да, и Бен выигрывает раздачу. Проверяйте. Спрашивают про вэлью. Артем вчера был в призах, был в десятом. В этом турнире тоже участвовал, но вылетел до ИТ. С надеждой свой король хай продемонстрировал, но не годится. А Бен чипует в турнире, собственно. Все благодаря этой раздаче, где... Да, мы десятки в тус валет на трех последних позициях раздали. Так, ну, возвращаемся за тот стол. Он по локе даже интереснее должен быть, потому что... Именно на нем вот все самые короткие стеки. Вайкин Йонг. И Китинг. Чавера поддавливает на короткие стеки Алынан. С мастевым королем. Да, ну Чавера повезло. Тут даму в короле выиграть после этого, конечно. Стал капитаном стола. И, получается, помимо того, что там удвоение заработало, еще и получил возможность дальше обижать менее обеспеченных стеком соперников. У тебя, Дима, есть мечта сыграть Тритон? Супер хай роллер какой-нибудь такой вот? Или ты к этому относишься как к чему-то нереальному? Это как-то, да, кажется нереальным. Это, грубо говоря, когда ты там только на... Ну, это кажется вот слишком еще много ступеней впереди. То есть это какая-то пока вот... Пока есть ачивки какие-то более близкие. Да, то есть сыграть какой-нибудь мейн-эвент, WSUP в онлайне, да, то есть отобраться. Ну или просто у меня самый дорогой турнир, который я играл, это был 1100 евро, да. То есть может быть что-то дороже сыграть в онлайне или в оффлайне, сыграть какой-нибудь мейн. То есть... Но пока это очень далеко и с трудом вообще можно представить, что это происходит. А у тебя какой самый дорогой бейн, в котором ты... Слушай, наверное, 5К. Я очень дисциплинированно в плане банкролл-менеджмента. Подхожу к вопросу. Да, вот есть у нас в чате люди, которые тоже 5К играли вчера. Чаверро здесь open push сыграл, то есть там три короткие стека у него все за столом, и Вайкин Йонг с тремя с небольшими блайндами туздейт находит, и то еще и не лучшая рука у него здесь. Играет кикер, и, соответственно, Вайкин Йонг два неудачных вставления против Игнасио Чаверро получил и занимает восьмое место в этом турнире. У нас определился финальный стол. Сейчас, я думаю, будет пауза минут на десять плюс-минус, но мы пообщаемся, конечно, с вами. Ну, а хорошо, ты сказал, что самый дорогой 5 тысяч, но для тебя есть мечта вот в таком турнире поучаствовать? Ну да, ну на самом деле в плане скилла как бы вообще изи готов запрыгнуть, но лень не искать бэкеров, значит, заморачиваться с этими историями. Ну и потом, мне кажется, это как-то, ну, немножко странно, что ли, непоследовательно, там, в онлайне условный, там, оби-200 играть и что-то вдруг запрыгнуть в 25К, да? Ну, то есть сначала надо в онлайне доехать нормально, да, чтобы банкролл был, чтобы как бы не 95% продавать на эти турниры. То, что я лично в оффлайне люблю, когда побольше от себя. Чисто психологически, что с точки зрения интереса, приятнее играть. Не, ну, мейн, да, в усыпи онлайн выглядит как хороший банкролл, билдер потенциальный, вот, Фиат выиграл в прошлом году, вышел в 8 миллионов. Турнир хороший. Никита Кузнецов, семизнак там оформил год, играл как раз в одном турнире. Так что, как вариант, будешь какие-то саты играть или, может, продавать? Да не знаю, на самом деле, не ошибка и напрямую запрыгнуть туда. То есть это такой турнир, который раз в год для банкролла, это, по сути, никакого значения не имеет. То есть можно и саты покатать. То есть, ну, скатаю, наверное. У меня проблема в том, что я в эти даты второго дня могу находиться в Испании, и как бы, ну, типа неудобно будет. Ну да. А так сыграю, конечно же. В Андору разве что придется заехать. Ну, типа ВПН, наверное, все-таки не стоит, да, типа, езжать? Ну да, конечно. Хотя на ГГ же лояльно к этому относятся, там, типа. Часто я вижу каких-то там аргентинцев, которые под русскими флагами катаются. Это отрицательный фрилл все-таки. Ну, в целом соглашусь. Не, ну, вот, допустим, Артур, когда был в Мадриде, он выезжал в Андорру. И оттуда играл, то есть. Ну, как вариант. Спрашивают, нормально ли 40 баинов для оффлайн. Ну, кстати, как раз у нас реклама мейн-эвента, про которую я говорил, что здесь у нас сателлиты начинаются от одного доллара. Там, конечно, много степов придется пройти. 40 баинов для оффлайна – это очень мало. То есть, ну, подумайте сами. Допустим, Артур в этот турнир 5 баинов только внес. Ну, если вы... Даже если вы будете играть аккуратно, все равно 40 баинов – это очень мало. Если вы именно профессионально хотите играть, если вы, там, любитель, грубо говоря, который, там, готов какую-то сумму вложить, это окей. То есть, вам не жалко ее. Но для профессионального подхода 40-0. Очень мало. Ну, все равно есть нюансы, то есть, смотря о чем мы говорим, да. То есть, если ты все время играешь турниры, там, не знаю, по 300, по 200, по 400, и вот раз в год, да, какой-нибудь там условный супермажор, там, что-нибудь типа, вот, Мейн оф Сопа, ну, предположим, да, что такой оффлайне будет турнир, то ничего страшного как бы не случится. Вот. Ну, понятно, что если ты, как бы, на регулярной основе хочешь Тысячники гриндить, тогда, конечно, это будет ошибкой. Ну, да, я про второй вариант именно имел в виду. Да, кстати, показывают различных спонсоров серии. Вот в Secret Lab есть такие стулья на серии, но они только в хедзапе появляются. То есть, нужно добраться до хедзапа, чтобы вот максимальный комфорт испытать. Хотя, в целом, это все равно понятно. И так очень хорошее... Ну, выглядит очень обычное кресло, да, как тот же DX Racer какой-то. Ну, идем, пока не сядешь. Не поймешь. Когда и почем будет Мэйн в Сопа на ГГ, спрашивают. 5К? Ну, и будет, уже идут. Он уже стартовал, да? Второй день, там, какого-то 26, что ли, сентября. Слушай, кстати, мне интересно, он как фрезаут идет, то есть, если ты один день засадил, ты уже не можешь в другой зайти? Или можешь? Можешь, можешь, то есть. Можешь, да. Можешь, да. По крайней мере, вот в прошлом году там было уточнение по количеству. В этом никаких уточнений нет, так что я уверен, что здесь можно заходить иначе, но это как-то бы указывалось. О, а здесь запушил у нас тем временем 16 ББ. Опять у него в прошлый раз вот он сидел, ничего не делал, запушил в начале сегодняшнего дня Туз Валет, по-моему, с такой же позиции. Так это же хайлайты. А, это хайлайты, точно. Сюда. Дежавю, дежавю, да, то есть, как матрица. Да, это хайлайты начала дня, кто пропустил, может посмотреть, как у нас первые вылеты были. Еще я бы выделил из турниров, которые на этой серии проводятся, Колоссус по 400 долларов с гарантией 3 миллиона, тоже много флайтов. Понятно, в мейне там мега структура, там уровни по 30 минут, по-моему, вообще, это великолепная структура для онлайна, очень редко такая попадается, но здорово, что именно для мейна такая особая. Колоссус 12 минут, но это все равно нормальная структура, и 400 долларов и 3 миллиона гарантия, при этом, правда, аж 20 уровней в первый день играется. То есть, там, второй день это практически ИТМ должен быть сразу же. Кстати, ты вот в воскресенье это, наверное, стримил, да, эти 10к? Ну, я смотрел первый день, да, на канале FFM. Вот, а тем временем, параллельно, ну, ты, наверное, в курсе, этот Вудуш от ГГ катал тоже мейн. То есть, ему дали 5к билет, и, ну, вот, насколько все-таки, даже, да, не будучи там каким-то профессионалом, играя один стол, человек может харизматично это делать и удерживать аудиторию. То есть, я прям, вот, с большим удовольствием посмотрел, послушал. Да, я согласен, Саша очень крутой стример, и, то есть, когда он играет в героев, даже потому, что я сам в героев играл, я очень слабо понимаю, что происходит. То есть, наверное, как раз и те люди, которые только комбинации в покере выучили, иногда могут зайти на покерный стрим, что, какой СПР, чего там они, какой ФГС. Вот так же и я смотрю героев и не совсем понимаю, что именно он и элементы тактики обсуждает, но на покере вообще шикарнейший стрим был. Жаль, жаль, что не дотащил стек до второго дня, но я уверен, что мы еще увидим в крупных турнирах. Я знаю, что удивило, то есть, насколько большой был онлайн, то есть, у него, по сути, в пике там 10к плюс было, ну, то есть, это как бы явно больше, чем у него на обычных стримах, его профильных. То есть, ну, у людей реально есть интерес к покеру, и это радует. Да, это в целом, конечно, хорошая история, потому что все-таки в покере игра живет за счет новых игроков, и понятно, что регуляры они есть и будут, но для экологии покера важно, чтобы игра нравилась и любителям, соответственно, когда новые люди знакомятся с игрой и влюбляются в нее прекрасно для всех. Мне очень нравится, как он на всякие элементарные, ну, такие типа смешные вопросы, а что такое ББ, да, ну, вот в таком стиле, насколько он так дружелюбно, терпеливо и понятно отвечает, да, то есть, в этом плане он, конечно, как популяризатор, вот для любителей он очень хороший представитель. Еще забавная история с ним была тоже вот, ну, недавно буквально, должен быть, по-моему, 15-го, что ли, сентября какой-то в Сочи оффлайн-эвент среди стримеров, который заключается именно в том, что они играют, ну, я не знаю, сколько там, ну, видимо, одностоловый турнир с каким-то там призовым фондом, ну, условно, там, миллион рублей. Вот, и я это увидел и, ну, решил просто по приколу написать ему в удушу на почту, типа, привет, как бы, не хочешь подготовиться, как бы, говорит, ну, один из моих любимых стримеров, с удовольствием тебе помогу, отвечу на какие-то вопросы. Вот он мне ответил, что нет, как бы, потому что, ну, там сугубо такой фановый турнир, и там, ну, якобы половину стримеров вообще там, типа, комбинации не знают, поэтому, ну, в этом особого смысла нет. Ну, у него, кстати, достаточно неплохо сохранился тот бэкграунд, который у него накопился, да, вот когда он был профессиональным игроком много лет назад. То есть, понятно, что он очень нитого катал, но в целом все равно понимание окей, да, то есть, если бы сложилось, то есть, вполне он запросто вышел бы и на финалку, и турнир бы выиграл. Хороший тому пример тот же вот этот Ники Беларус, который 10к выиграл. То есть, он тоже очень нитовый, да, но что-то там раздухарился, когда стэк получил. Понятно, что там какие-то ужасные раздачи наиграл, да, там с четверками, что-то там на 25 бэбэ отколил, арестил. На 20, но все равно жаско. Да, но все равно жаско, да. Ну, как бы, то есть, вот этим покер и прекрасен, да, что каким бы ты ни был кривым, так скажем, игроком, не в обиду, да, никому будет сказано, то шанс есть у любого в отдельно взятом турнире. По факту, это фулл рандом. Так, раз, последние мгновения игры Артура в этом турнире сейчас увидели. Ребят, у нас хайлайты идут, то есть мы все эти раздачи уже прокомментировали, вы можете просто понаблюдать их, если пропустили. Но второй раз, я думаю, в большом смысле комментировать, как Китинг ужасно отколил по 2-7. Нет смысла. Спрашиваю, почему такая турбоструктура? Ну, здесь два момента. Ну, вот, конкретно про этот турнир. Первый, в принципе, что Тритон Покер изначально пытается удовлетворить интересы игроков-любителей, которые приезжают на турниры. А любители не любят играть там супердолг, поэтому им, наоборот, вот такая структура по кайфу. Соответственно, это первый момент. А второй, ну, это все-таки своего рода разминочные турниры, да, то есть самые дешевые бои на серии, 25 и 30 тысяч вчера и сегодня. Дальше по 50 тысяч будут уже уровни по 40 минут. Мэйне и вот в этом особом турнире по 200 тысяч уровни будут уже по 50. То есть там уже будет поглубже. Конечно, совершенно уникальнейший турнир нас ждет. В субботу начнется, с воскресенья будем его показывать. Коин Реветт Инвитейшнл, турнир, в котором 50% составят бизнесмены. И профессионалы могли попасть только при наличии каких-то друзей, ну, или просто договорившись с кем-то из бизнесменов, потому что работает так, что вот бизнесмен регистрируется в турнире, и он может одного человека пригласить. Естественно, вот Артур договорился его, пригласил Али Резафа Техи. Никиту, тайский игрок, позвал Никиту Баряковского. Алексей Паников тоже будет, Виктор Малиновский. Ну, в принципе, там все звезды практически. Но именно количество игроков-любителей впечатляет этот турнир, и там особые правила. Первый день бизнесмен играет с бизнесменами, профессионал с профессионалами. Второй день они объединяются. Все должны играть со старта турнира. И есть один ре-ентри, но его нужно сделать в течение получаса после своего вылета. То есть нет возможности... Ага, ты вылетел и на 20 ББ в суперпозднюю прыгнул. Нет, нет. Если ты вылетел, то у тебя полчаса, чтобы вернуться в турнир, и если нет, то все. В целом... Да, это очень классный формат. Реально очень хороший в плане разбавить финалку любителями, и дать более равные шансы побороться за призы. Ну, ГГ вообще в этом плане молодцы. Да, то есть какие-то новые форматы придумывают. Тот же Мистери Баунти. Вот насколько я безэмоциональный такой сухарь в покере, да, то есть могу там выиграть какой-нибудь топ-1 в регулярке, и даже не улыбнуться особо. Типа сказать, что ну зарплату платят. Вот, но Мистери меня, например, воодушевил. Да, то есть я прям вот... Почему-то вот во мне какая-то гэмблерская жилка, когда я его играл, она заиграла. Интересно, да. Ну, еще другой вот такой гэмблерский турнир был в Flip'n'Go, который браслет разыграли буквально в понедельник, где вот первая стадия — это вот этот флип ты играешь, да, а второй где три карты раздают, одну нужно скинуть. И вот там Лимитлес, конечно, очень вложился в этот турнир, сыграл множество флипов, найдется огромный стартовый стэк на второй день. А второй день — это обычный турнир. Но не получилось. Дойти до браслета и окупить турнир тоже не вышло. Но опять же там кажется, что он очень много баинов внес, но по факту для него это там просто один вход в какую-то двадцать пятку. Даже меньше, я думаю, там не двадцать пять он грузил. Так что в целом, кто-кто, а он может себе позволить. Тем более у него вот восьмая финалка Супер Миллинс была по десятке с начала лет. С июня до этой недели восемь раз он выходил на финальный стой турнир по десять тысяч, так что в турнирах все хорошо. У Виктора ждем его здесь, на Кипре. Он заявлен на турнир по двести тысяч, но вот в турнирах подешевле он не играл. А, вот Даша подсказывает, что Лимитли снес баинов на тринадцать тысяч. Ну, то есть вообще, то есть так как-то. Чуть больше баина в Супер Миллинс. Интересно, конечно, что на этой серии больше русскоязычных игроков, чем до этого было на Тритоне. То есть мы привыкли уже видеть Артура и Никиту, Алексей Паников тоже был. Вот к ним присоединились Артем Виженков на этой серии. Ну, Эн Лайт тоже, Виктор Кудин. Окей, Вячеслав Булдыгин и до этого играл дорогие турниры. Он не новичок. Но кто? Андрей Заиченко был еще в турнире по тридцать тысяч. Сейчас изучу тоже состав, кто вчера вылетал. Дамир Жургалин, игрок из Казахстана. Да, это хороший регуляр. Он же в фан-фарме был у нас раньше. У него, кстати, был какой-то доезд на Кипре как раз. Ну так, я не знаю. Ну, наверное, это не секретная инфа. Типа Акула, Акула Гейм, по-моему, никнейм. Ну, вот и он, Барон Тритона. Еще один бывший фан-фармовец, это Алмаз Жданов. Который выиграл браслет WSFP на текущей серии WSFP Online. Да, сумасшедший результат тоже. Поздравляем. Это Алистер, соответственно, уникнейм. Он до этого выиграл Main Battle of Malta в самом конце июля. Последний день июля, а в последний день августа выиграл браслет. Ну, повезло, что мейн-эвент, повезло остальным игрокам, что мейн-эвент WSFP не в последний день сентября заканчивается, так что есть шансы у кого-то кроме Алистера его выиграть. Так, у нас, я думаю, финалка буквально через минуту начнется. Я тогда отбегу, может, ты с чатиком пообщаешься на минуту и представляешь финалист. Мне вот как раз интересно стало раздача, которую Виктор сыграл, если кто видел, с Т9, где он по 10 хай нажал кол. Вот хочу залезть в калькулятор и проверить, насколько хотя бы там в чипе ВИА это имеет смысл. Блайндов 25, по-моему, было ли около того. В финалке ВИА будет? Нет, в этом турнире ВИА, я не знаю, играл, не играл, но в начале сегодняшнего дня его не было, и в конце прошлого дня, вчерашнего, тоже не было. Поэтому, соответственно, не будет. Я играл. Ну да, значит, вылетел где-то в середине вчерашнего дня. Так, я уже вернулся. Все видели, да, как кольца унизили, согласен. Это было... Это было больно. А я говорю, я пошел проверять раздачу эту, энлайтерскую, с Т9. Чипьевая хотя бы, интересно, стомал. Так, а к этому доска была король-дама 3, да? По-моему, король-дама 2. А, ну, кстати, сейчас, ты ее выкладывай. Я тебе сейчас скину скрин доски, это интересно. Если нужно. С мастями и прочим. Там вроде радуга была, то есть там, по-моему, даже фдшек никаких не было. Поэтому пофиг. Так, Хольц нормально почекал флоп. Виктор нормально почекал флоп. Фд было, собственно, так? Да? На флопе, да, было фд, окей. Король-дама 2, червова фд. Угу. Сейчас проверим. Флоп, в общем, сыграли с Олверна. Ну, если чипьевая, да, брать режим. Угу. Дальше. Терн. Хольц ставит. Есть такой розыгрыш. Один в бэ. Виктор, естественно, коллирует с полным весом. Т9. Довольно плюсовый колл там. Ну, то есть, несмотря на то, что 10 хай, но он в позиции. Он реально может быть старше. Плюс есть какое-то эквити, да, на гатшот. Ну, на десятку, на девятку, кстати, тоже. Вполне может быть старше. Так, Ривер. Хольц. Ну, практически всегда здесь хочет дублефовывать. А сколько он поставил там, что-то типа полбанка или... М-м-м, сейчас я думаю, что... Он 390 в 900? А, то есть маленькую? Так, это 300. Э-э-э, 930 он поставил 390. Ну, типа, чуть меньше полбанка. Мы будем считать, что полбанк. И, кстати, софтвер тут очень часто коллирует. Так что... Но это, правда, нулевой колл. То есть, по Евэшке это реально ноль. Но эта рука коллируется практически всегда. То есть, холдится там всего лишь в 10% этих случаев. Ну, не знаю. То есть, здесь понятно, что с одной стороны холдится, может переблефовывать. Но с другой стороны, все-таки в ICM здесь нам больше запас нужен будет для колла. Поэтому за чистую монету эти результаты из ЧПВ-калькулятора, конечно, брать нельзя. Ну, красавчик. В любом случае, колл был красивый. То есть, возможно, одна из пока что красивейших сегодня раздач, которые мы видели. Угу. Да, в чате. Как? Что вы там комментируете, когда такой экшен? Еще раз обращу внимание, что в данный момент на экране у вас повтор того, что уже произошло. Того, что мы уже прокомментировали. И мы ждем начала финального стола. Так что... Если хотите узнать мнение Грега Пэт и раздачи, тут нужно чуть-чуть отмотать трансляцию на ютубе. Вот. Закончился. Ну, если что, там колл нажала Маликой. Еще остались у нее фишки. Потом она их проиграла восьмерки в тузы Федору. Смотрю я рассадку. Нам тоже, я думаю, сейчас покажут. Получается, что в позиции над Дзевелевского и Игнасиус Виктор. И через одного у него Бэн и Федор. Ну, в целом, тут будет зависеть сильно, как стэки будут перекочевывать. Поэтому пока что, наверное, рассадку больших выводов делать не будем. Ну, собственно, я представлю еще раз всех финалистов. Совсем скоро мы их уже увидим. Да, вот и рассадка, и вы видите, да. Бенджамин Толеран, американский профессионал, играет в хайстейк весьма давно. Специализируется, вроде бы, все-таки на Амахе. Но у Холдами, из-за того, что мы видели, все сыграл неплохо. Утроился сегодня с дамами. За счет этого, в принципе, и получил первый стэк в турнире. Игнасио Морон-Чаверро. Тоже профессионал. Не Морон, наверное, а Морон. Ну, Морон, да. Действительно. Ему повезло выиграть в выставлении туздамы в Королеве. Потому что он там на весь стэк поехал у стола и нашел туза. Благодаря этому в турнире, в турнире со вторым стэком. Он пока не так много дорогих байнос наиграл, но, опять же, точно регулярно. Федор Хольц, амбассадор Джи-Джи-Покер. Чемпион множества серий турниров регулярно, в том числе и Тритон Покера. Вот, может быть, там в онлайне на бегами играет Хольц по настроению. Но Тритоны не пропускает. Он на Мадриде был, и на Кипр до этого поезжал. То есть, явно в таких составах ему очень интересно играть. Поэтому вживую всегда вырывается. Виктор Кудинов, российский игрок, четвертый у него стэк. Известен под никнеймом «Энлайт». Специалист по дорогой кэш-игре. Но в МТТ Виктор достаточно играет. Понимая, что происходит за столом, мы уже видели как раз блестящий колл по 10 х от него. Плате Фольца, который мы только что обсуждали. Юрий Дзевилевский, пятый стэк. Бразильский топ-рек. Один из сильнейших бразильских игроков, в принципе. В МТТ, сеньор Гай, его никнейм известный. Много его видели и на трансляциях «Супер Миллионс». Так что Юрий привык играть в самый сложный состав. Смотрится там хорошо. Стивен Чидвик. Вообще, в принципе, близок к статусу легенды покера. Отмечал я, что у него больше 40 миллионов призовых. И в своей стране, и вообще в Европе, один из сильнейших будет. Так что Стивен очень крут по-прежнему. Ну и самый короткий Алекс Киттинг. Американский оффлайнер. Это в плане, конечно, технического оснащения. Скорее, не комплимент. Играют тоже давно. Но вот он все-таки здесь показал себя не с лучшей стороны в плане некоторых решений. Готов был гэмблить. И ему придется гэмблить, потому что у него самый короткий стэк. Что добавишь про финалистов, Грек? Да в целом, что сказать. То есть Реговский у нас финальный стол выдался. Составчик интересный. Но средний стэк, конечно, не очень большой. Вот, поэтому сейчас... Еще особенность в том, что вот эти три стэка, да, чип лидерских, они друг против друга-то не особо зарубаться хотят. И вот забавно будет смотреть, как они тут будут перетягивать на себя вот это одеяло. С активностью. То есть понятно, что вот эти стэки 22, 20, 18 BB, у них тоже все не очень приятно, потому что каждый пейджап на счету, так скажем, имеет смысл пересидеть того же Киттинга. Но посмотрим, как будут раздавать картишки. Болеем, естественно, за Виктора, как и за единственного оставшегося соотечественника, ну и просто замечательного человека. И, возможно, одного из сильнейших, опять же, да, за этой финалкой. Я бы, наверное, здесь выделил тройку Виктор, Юрий и Стивен. Ну, в целом, да, то есть, ну, Хольц, наверное, там где-то тоже близко болтается. Ну, Хольц, опять же, мы отмечали, что все-таки у него сейчас меньше наигрышей, и он сам себя уже не позиционирует как регуляра, просто вот считает, безусловно, себя сильным игроком, но играет в свое удовольствие. Ну, у Бен, кстати, это в порядке тоже, абсолютно. Ну, пока, ну, мы не видели у него сложных, что-нибудь, да, то есть посмотрим, что будет. Ну, в целом он шарит, причем он еще такой, как бы, ну, грубо говоря, задрот, то есть он там все много чего считает. То есть он такой, на самом деле, еще трудолюбивый товарищ. Ну, подожди, это не Бен Сиби, если что. Я знаю, естественно, что... Просто я запутался тут в чате, Даша написал. Нет, она написала, это Бен... А, Бенчик, я думал, что это я сказал Бенчик, и поэтому она написала, что да. А это ты про Бен Сиби говорил, да? Не-не-не. То, что у нас на финалке не Бен Сиби, а Бен Толерен, это другой человек, другой Бенчик. Нет, она спросила, Бенчик это Бен Толерен? Бен 86, ну, то есть, я говорю, да. Ну, да. А, он, все, Бен 86, да. Да-да, это его ник. Понял, все. Это я уже теперь запутал, прошу прощения. Ну что, Чидвик открывается и получает просто ауэн от Чавэра. Ну да, стандартный рейс-пасс. А, подсказывает, что Игнасио... Это реак оппонента Нлайта в кэше. Как понимаю, Сергей Декман подсказывает. Ну, отлично, тогда, значит, явно интересный постфлоп у нас будет, если в хедзап они выйдут. Тут же нельзя, да, делить? Можно. Можно. Просто это очень редко происходит, но вот в прошлом мейновейте в Мадриде поделил. Здесь, опять же, все, что захотят игроки, Тритон всегда подстраивается под желание участников. Так, пошел у нас прогноз на балкану на Твиче. Спешите поучасшую, 5 минут у вас. Можно выбрать две команды. Нлайт и Дзевелески против Хольц и Чидвик. Так, Чидвик задумался над 3-бетом. 3-бет пасом. Пристилить, по идее, он здесь не должен. Слишком ранние позиции для этого. Ну, подожди. Сколько 4 блайна с копеечками поставим? Потому что у нас совсем короткий стак. 2 миллиона же у него. Это 18. А, ты имеешь в виду, сколько 3-бет? Ну, 5, да, 5, 4,5. Но тут у Хольца, как у Чипака, да, одного из Чипаков широкий, будет спектр открытий, поэтому там по факту без разницы, сколько 3-бетит, то есть он много чего выкинет. То есть вот если у него там король валет разный, он с ними все равно, что вот на 3-х 3-бет, да, что на 2-х 3-бет он сделать особо ничего не может. Ну и, видимо, да, решает он 3-бет поставить. Ну, вот тебе 2 и там, сколько, 5-х, чуть меньше. Нормальное решение в целом. Ну, лузоватенько, то есть понятно, что там тус-9 мы точно выкидываем. То есть лузоватенько, возможно, даже это как бы немножко за ранжом. Ну, опять же, да, то есть, как ты сказал, что Хольц как бы излишне активно играл, то есть как эксплой, да, против как бы переопена, то есть вполне может быть хорошо. Так, Стиви поддавливает взглядом. Да, вот этот человек, с которым в гляделки я бы точно не стал играть. Такой покерный стетхан. При этом, реально, вот Чидвик, раньше был Майк Макдональд и его знаменитый взгляд, сейчас, наверное, вот это Чидвик и Алекс Фоксон, которые больше всего любят вот так вот посмотреть на оппонента. Так, ну, еще одна попытка будет у Федора открыт. Джоанда, ну, Джоанда не так много играет сейчас, поэтому его тяжело в этот список включить. Ну, вот раз просто Блайн забирает Федор. А Чидвик все проверяет в приложении, да, то есть если кто-то там посматривает вниз телефон, это потому что у игроков есть доступ к приложению Тритона, который в реальном времени стеки обновляет, и даже вот задним столом игроки пользуются, чтобы там с точностью до Блайнда знать все стеки. Понятно, это суперудобно. Китинг перед каждым решением берет паузу, то есть там Дамы 10, он немгновенно выбросил после рейкзи 3б, и здесь Дамы 2. Чуть-чуть подумал. Ну, и здесь никому не раздали руку, но, в принципе, все равно. Нет. Решил не играть низ рейнджа против Федора. На покерок, кстати, есть такой сервис, называется Спроси Федора, который анализирует раздачу. Там не на все раздачи он работает, то есть там, по-моему, не накалывает. А нет, поза не работает. Ну, из-за того, что, типа, тяжело считать 8 макс. Да-да-да. Первые две не работают позже. Угу. То есть 6 макс. Ну, это, на самом деле, очень больше для кэша, как раз очень удобно. Там 6 макс, он все считает, да. То есть как раз, когда какой-то вот Russian Cache NL100 играл, там ради интереса баловался и спрашивал. То есть там каждое действие на каждой улице там по 5-ти звездочной системе оценивается. Говорится, какое действие могло быть лучше. То есть интересная такая система. То есть как такое забавное приложение, оно полезно и какие-то моменты может подсказать, но разумеется, ничего не сравнится с персональной тренировкой, где тебе тренер всю информацию лично донесет, как кашу с ложечки. Да что, поддавить на картыша Хольц, ну у Чидвика хороший. Аликс Китинг у него 10-бэг линз. Я чувствую, что А7 суда просто будет так часто против этого игрока. Так, что-то я тут на чатик отвлекся. Хольц у нас рейзит с СБ в Чидвика. Ну, Чидвик для кола хорошая рука. Я думаю, что он рестилит здесь не будет ее. Хотя рестил, понятно, плюсовый. Но просто слишком постфлоп она хорошо играет. То есть мы как раз средние световые тузы хотим колить. То есть тут 7 можно рестилить, разномастные. Но он один фиг, да, пихает. Ну, тоже не ошибка, как бы. Ну, солвер здесь колет. Потому что я помню. Все-таки здесь у нас в игре есть и более короткий стэк, и равные стэки. И какие-то тузыксы мы хотим здесь иметь на постфлопе, да, чтобы не было такого, что мы кольнули. Все тузыксы у нас при флоп фристили, и у нас на туз-хай-доске провал. Да, напоминаю, что продолжается серия WCP онлайн на G-Poker на покерок, соответственно, до 27 сентября она будет идти, 15 браслетов в 33-х не разыгранных. Но один сегодня разыграет в Амахе 5000-ники, там второй день бой. Нет, Алекс Китинг, насколько я знаю, не является родственником Алана Китинга, который супердорогой кэш катает. Алекс играл, может быть, сейчас что-то играет, под ником Мистакул, на другом руме на фултилте у него был ник Кадабра, и вот, да, что-то среди его достижений, что он там выиграл турнир в ТОПС 9 августа 2007-го года, то есть это больше 15 лет назад Гринзил онлайн, тогда и бороды у него еще не было. В чат, кстати, на ютуб пришел некто Анатолий Филатов, возможно, это даже настоящий Анатолий Филатов, спрашивает, кто с Димой комментит, комментит Грег, который Григорий родин. Привет, Толик. Кстати, говоря, недавно смотрел как раз как ты комментировал вторничный этот Миллианс, где Беларусь выиграл, но обратил внимание, что ты прям это делал так аккуратно, шепотом, то есть явно боялся, видимо, разбудить своих домашних. да, в чате отвечаю, что Хольц Лорену напоминает, но была история у Феги, который Лорен, что его как-то спутали в штатах с Хольцем так. А в целом все равно я вот не до конца нашел их сходство, у кого-то, видимо, как-то с каким-то углом они совпадают. Нет, ну как бы если выбирать на кого больше похож Лорен, на Читвик или на Хольц, да, ну как бы ответ очевиден. То есть из-за логики в целом можно согласиться. На Бадуги. Да. Бадуги это более бюджетная версия Лорена. Спокойно разыгрывают здесь топ-пару Читвик. Да, вот Дарья пишет, что Толя вчера прекрасно выглядел. Но она, видимо, имеет в виду то, что Толя вчера без вебки комментировал 10к просто фотку какую-то красивую сделал на портретную в портретном режиме айфона, да, судя по замыленному заднему фону. Вот, действительно, неплохая. Пытается добрать король хай с маленькой ставочкой. Третье. Так, это вообще совсем пропустил экшен. Лимпованный даблбанк. Так, ну сейчас я точно скажу. видимо, бэтфлоп, чек-чек, терн и валибет ривера. Да, 1бб был на флопе, чек-чек и добрал. Король хай действительно. Не самый плохой плохой блоф-кетчер здесь, наверное. Ну, если 10 хай не самый плохой блоф-кетчер, то король хай подавно. Вообще, снап колл. зацепи, 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 Чиверо на top. Зачем колл. с король хай? Ну, потоци, неплохие. Опять же, какие-то блефы могут быть. да то ли вчера преуспел сделал ставку на белорусского любителя за хороший коэффициент посмотрел интересную финалку еще и денег заработал очень хочется явно китингу куда-то внедриться да и находит возможность это сделать здесь блайндер пуш из дома валет но тут есть кому встретить со второй вообще пролезает так это у нас 7 макс же да ну скорее нет ну то есть даже ближе к точно нет ну то есть понятно что это как бы гранично натускин там король дама или король валет разные то мы можем уже запихать но все-таки здесь i7 то есть если он фолдит все равно не нулевая вероятность что кто-то с кем-то зарубится учитывая там два там или три даст так по 20 бб ну то есть не обязательно ну то есть скорее плохо на финалке ну он уже как бы делал такие плохие при флоп действия до лузовой поэтому ну как бы слабо удивительно просто у меня мысль была в такой же позиции выкинуть и вот проверил ну тут может быть даже контрейс пас на самом деле будет лучше сыграть по его чем у пуш просто чтобы не до когда хорош тогда что просто что от меня хотите бен уже подвинул фишки ну там разумно дастер на аутах не было ну и смотрите у нас совсем коротких нет теперь получается что 18 блайндов юрий дзевилецкий это самый короткий стек при этом у игнасио который чипует 41 блайн то есть очень близкие стеки интересное интересное распределение фишек вот здесь кстати антэ у нас какое полное всю дорогу полный в хозапе полный а тут же blind антэ да 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 даже не собирают с детства за in light а пишут нам в чате тут как бы согласен полностью с данным комментарием так у бена пересчет всех ранжей ведется с учетом стека просевшего выбрасывать король 10 но тоже да нормальный пас понимаемый то есть в картошей абсолют ног зафолдить и дать им опять же повыдувать друг понятно что это близко да то есть король валет уже там и должны открывать король 10 такая около нулевая борода так игнасио сейчас получит в табло и выкинет ну да не так страшно если бы он open push выбрал алексей спрашивает чё вера кто такой ну судя по всему какой-то кошевик который в турнир поигрывает да нормально принципе недалеко от истины таких составах джавелевский пишет похож на бадуги ну кстати да тактика сидят спрашивают китинг ну напряжение большое финальный стол отвечает на федор так чавер на этот раз посильнее получил руку сдам с ютовой с этой он уже не против кого-нибудь закрыть будет они еще собственно обсуждали там финальный стол неофициальный финальный стол то есть то что они играют 7 макс а турнир 6 макс для меня вообще не было непонятно как зачем есть какой-то неофициальный финальный стол это последний стол это финальный стол что там официальный официальный так посмотри сейчас произойдет у нас такой же экшен как прошлой раздачи но на этот раз без крови не обойдется да скорее всего тут еще расширил кстати ну да то есть ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ну чавера значит отскок может здесь запросто найти а вот зевелевский уже не найдет да довольно быстро объявляет аллен онлайн не видится что там что-то танчить ну пока что он просит проверить да он как раз вот судя по всему должен с онлайтом быть знаком лучше всех здесь если они в кэше сражаются ну ты знаешь вот в офлайне я не знаю как здесь они же телефонами не пользуются ну и то есть тяжело стекса считать на глаз то есть это же может быть просто полезно в плане того чтобы уточнить стек сколько там вообще блайндов то есть даже не с целью коллировать конечно можно просто у человека спросить да но некоторые там не отвечают например не здесь можно можно достать телефон и открыть приложение ну и там же она опять же не инста обновляется правильно ну максимального сразу после раздачи а ну тогда подачи хорошо ну я имею ввиду старые времена когда еще не было приложений ну или как от серии там локальная дома туда играете то есть реально же очень тяжело стеки разглядывать там ну что выставление за большой стеки да за виктора топин давайте бэкдор флэш будет справедливо ну или бэкдор стрит ну или просто короля хотя нет бэкдор стрит это дележка так все по плану хорошая карта это легкая это легкая для нас давайте крестушку нет это банк жалко и да к сожалению виктор занимает седьмое место ну здесь вообще ничего нельзя было сделать ну стандартная история да тупо кому раздадут столкновение комбинаций как говорит 164 тысячи получает онлайн отзывлевский помните я говорил он самый короткий стэк был две раздачи назад поставил 3-бет пуш удвоился и он чип-лидер за две раздачи ну причем эти раздачи они сами себя играют да то есть тут как бы скилла никакого не надо то есть кого хочешь посади то есть ну возможно он просто там какой-то любитель он запушит этих валетов да но я имею ввиду результат рент ничего не поменяется ну да то есть если он 3-бет пуш играет то есть все равно виктор его закрывает смастерую тускароль и ну что ты за кого здесь болеешь кто тебе импонирует больше всех ну ну честно говоря акции в леску мы давно хорошо нашусь ошибка не акнец не цвет если что его то есть его стиль игры в онлайн еще давно импонировал ну и в принципе хольц наверное такие из оставшихся ну давай я тогда возьму чидвика и бэна угу да снова не сложилось у викторов поздний согласен рано или поздно уверен увидим мы его а вот марон что-то грустил явно потому что никто из нас его не выбрал расстроился но при этом туз 2 разные не забыл по 3-бетить рейзами наживать не получается решил 3-бетами наживать какое-то ну странненькое действие в скобочках плохое все-таки ранние позиции против чапака с каким-то мусорным тузом ну амбициозно ну считай что федор многовато будет открывать ну повезло опять же что попал в нижнюю часть диапазона но причем обрати внимание да обрати внимание что пока что ну вот хольц никакой там странной мусорной руки не показал в опене ну то есть там валет всякие это как бы нормальная история открыть то есть как бы на основе чего мы идем там туз 2 3-бетить не очень понятно причем хольц же как бы еще может и там 4-бет поставить затолкать запушить там заколить ну то есть ну не знаю зачем нам со вторым да или какой у него там стэк 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 делать это нет там получается ну да третий второй стэк они ну типа вытаскивать фишки стэк просто гамбл какой-то типа скучно сидеть называется пойду потребляю туз 2 да то есть просто если мы вообще там столько тузов разномастно готовы 3-бетить то может быть немножечко перебор выйдет так ну китинг тоже я уверен по многому играть по принципу скучно сидеть то есть здесь оптимистичный рейс в двух таких игроков с меньшим стэком да согласен тоже как бы здесь дисциплину надо проявлять и выкидывать наказан за сомнительный open хотел еще раз говорить как-то соседи пустого алекс не получилось там только обсудили финальный официальный официальный все и дальше начали сурово молчать ох уж эти профики ну на банекене вчера американская стримерша играла она там пританцовывала немножко получала удовольствие здесь все как на работу пришли без малике хотел сказать что скучно на финалке да я согласен это точно было бы веселее замечательно раздают дзевилевского там в углу экрана можно заметить слева от камеры еще одного бородатого мужчину это педро гараньяни он тоже попал в призвездном турнире пришел я думаю поболеть за дзевилевского так ну бенчик здесь если хочет играть наверное скорее три бетом но он по чипе вешному пошел колу нажимать когда турнир по 200 тысяч начнется в субботу показывать мы его будем с воскресенье но так здесь с чем как раз той самой субботы каждый день трансляции в 2 часа дня они начинаются вплоть до 14 сентября очень много всего покажем 3-way организовали ну да ну префлоп у всех стандартно единственное под вопросом колбенчика то есть не факт что он здесь хочет коллировать ну то есть там у него три опции ну в а7 скорее 3-бет ну ладно допустим кол ну нашел способ выиграть раздачи на самом деле отрезал торрент это конечно говорит понятно потребитель получил бы пуш выкинул а так вот добрался до туза будут ли другие дисциплины кроме холдема только шордек он чуть-чуть вынесено будет трансляция по-моему 19 сентября если я правильно помню а так тут первая половина даже чуть больше серии это все холдем там будет одна амаха но она параллельно с турниром по 200 тысяч поэтому в объективы камер не попадет видим здесь чек колу видим на небольшой бет тут в чате вот спрашивают не слишком ли хороший туз для 3 бета ну понятно что в чипе в такой аргумент можно применить но все-таки здесь жесткий айсием и в жестком айсиеме часто вообще там без колов например страта выглядят опять же да я не могу там гарантировать на 200 процентов что это так но с большой долей вероятности тут мало колов вполне возможно туз 8s три бетить надо а не колить но можно проверить посчитать как-нибудь эту раздачу потом так тут меня на твиче спрашивают когда будут новые стримы когда я закончу relocation слэш переезд и соберу из сумки назад свое рабочее место что сегодня мне вот как бы просто это сделал да просто микрофон достал воткнул в ноутбук и вот как бы я здесь а для стримов нужно и монитор подключать и все остальное ну то есть как бы ждите в конце сентября но подписаться на канал можно прямо сейчас да согласен так что если наши модераторы несложно киньте пожалуйста ссылочку на канал грега на твиче чтобы уже можно было подписаться блокбеттик поставил в 10 процентов на ривере дзевелески но ждет его рейс не 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 ты сам решил тебе нельзя ага меня забанили ну да стандартная тема твиче чисто на оптимизме так ну вот парни поддержали меня в чате так ну вот парни поддержали меня в чате наверное не поменьше мне кажется миллион двести ну не жадничает ну я жадный может быть миллиона два тяжело потому что мы не ожидаем тузов много сильных то есть мы добираем с более слабой части диапазона угу ну в целом согласен есть аргументы за более маленький рейс ну юрия по идее не знаю то есть он тоже думает о том да что он такую маленькую очень провокационную ставку поставил 1бб дамы правда мне кажется прилично блочит диапазон блефов дамы валет король дамы ну просто по идее он не должен там дамы валет король дамы рейзить то что он блочит фолды в свою очередь да то есть он как бы короли дамы выбить хочет я имею ввиду толеран да и получает оплату на ривере бэн он не покупал то что толерин продавал и это получается стоимость для него он снова восхищает после победителя это это для Юрия вы удивлены видеть Юрия после этого довольно большого рейса в конце я понимаю, что рейса у Юрия одна из сильнейших рук с которыми он тут дошел и блокбейтит да привернул дорогая раздача получилась все равно ну и хороший сайдинг подобрал получается не уверен, что все-таки 2 миллиона потянул бы бразилец у него хороший игрок вы понимаете, что он способен больших блокбейт вы понимаете, что интересное это маленький блокбейт заколит как подруги если после рейса получит пуш, он наверное свои тус 8 выкидывает ну это супер редкая ситуация даже вот ты прям прочитал то, что я в чате начал писать и стер да, что очень редкая ситуация неприятная но не факт опять же, что выкинул бы ну да все-таки он блочит как раз доезды в сет, например ну блин, правда сет флоп не будет чеколить ну не факт бы, что выкинул хотя понятно, да, что там очень неприятно получить трибет пуш так, ну китинг рейзит с хайджака ну опять же, широковатенько но пойдет лучше, чем пуш, дам и валет пятерых что думаешь, все-таки прокол с дамами на рейс? да, да да фиг знает ну то есть понятно, что там какие-то андерпары, которые мы блочим и там должны колить, да, с точки зрения теории может быть и неплохая рука потому что по идее как раз рейзер не должен там вот бродвейные руки рейзить то есть в этом плане получается, что он он блочит блефы там какие-то не знаю, с покетами там с чем-то таким ну блин там просто сложность раздачи в том, что там ну реально не должно быть практически диапазона кола и вот как бы анализировать диапазон в котором ноль рук в идеале да, очень сложно то есть понятно, что против какого-то оппонента это будет плохой кол, да и надо будет всегда пас нажимать потому что там нет блефов против какого-то там петушного который хлебом не корми да там дай порызить блокбет это будет как бы прекрасный кол ну то есть вот иди угадывай какая у них там предыстория ну бен то есть понятно, что он ну скорее всего вот ближе ко второму типу он все-таки, я уверен найдет, чтобы лиховать нет, ну найдет, да ну будет ли там прям овер много этих рук как бы вопрос ну вот видимо и стараются как-то там плюс-минус поготошки откатать что-то там в ноль заколить заблокетчить и так далее Декман считает Бена 86 тайтовичком поэтому говорит, что против него кол в минус миллион ну может быть и так да, он вроде как раз реально не похож на какого-то лузового такого безумного агроманьяка помнили раздачу Виктора комментаторы англоязычные они говорят, знаете, чтобы разбудил этот стол если кто-то с 10 хай за кадром не, ну Юрий тоже сделал херокол по сути просто комбинация получше смотрелась но по факту там просто еще же в потоцы да, все упирается потому что там банк-то 3200 да, и он доставляет по факту миллион ну типа 3 к 1 там еще не так часто надо быть старше в 25 процентах ну Чаверокол наверное жмякнет ну Чаверокол хотя опять же да, ну это типа скорее хороший пас он сделал имея картошей за спиной ну как бы тут широко заходить не особо со вторым там или какой у него стек он горит желанием так что думаю что скорее пас хороший чем плохой ну если так вот да, строго ICM придерживаться Два американца здесь сошлись агрессивный чек от Алекса Ванчик Конбет Да, сегодня тоже уровни по 30 минут так что все довольно быстро должно развиваться вчера мы дошли до уровня 250-500 ну там крытыши удваивались просто раз в 8 или даже больше ну алекс стандартный кол делает а ничего интересного не происходит ждем экшн-карту терна а вот и она куда ж более экшн то есть я думаю что Бен здесь близко к 100% будет ставить эту руку возможно именно 100% и вопрос вот здесь будет в том будет ли китинг чекпушить свою руку ну на такую ставку и та и другая опция на самом деле имеют смысл то есть можно и заколить на месте китинга да и дать оппоненту деблифовать можно и зачекпушить чтобы защититься от дров просто реализовать эквити запротектить получить кол да от тех же там туз король тузов и так далее в блеф использует карточку тайм банка я так тоже не ну тут реально есть о чем подумать на самом деле то есть не я просто не исключаю что он уже решение приняло просто делает вид что для него сложное решение может быть конечно ты прав ну может быть и так да интересный момент в том будет ли допушивать вот этого средненького короля бен на ривере ну то есть по идее на самом деле тут уже как бы будет под вопросом хотя если придет какой то совсем бланк да там типа двойка какая нибудь там четверка то я думаю всегда допушит потому что у китинга у него много дам да которые блавкетчерами являются ну да он чекпушит ну и у бена здесь неприятное решение ну колл все таки нажимается ну да типа потокса там доставить совсем немного ну там просто тупо может быть рука типа там из-за дамы 9 пики какая нибудь которую он там немножко там переиграл даже тройку слэш-дром мне кажется он может ну типа того да то есть какие-то такие немножко переигранные руки опять фулл хауса китинга второй фулл хаус сегодня собираясь дамы валет он против туз король фулл хаус собрал как раз против бена вчера на прямом бабле он с туз четыре питера артса отколил тоже фулл хаус собрал так что в принципе если ты все время фулл хаус и вален их собираешь то у тебя все хорошо будет в жизни там кстати два бразильца пришли поболеть за велеску там помимо педа гараня еще и бруно волк он сидит интересно что они пока решили поболеть а не прыгнуть пораньше в турнир в пятьдесят тысяч бруно вчера кстати на двух трансляциях на этом канале появился сначала в дне два турнира по двадцать пять тысяч здесь на тритоне а вечером играл в качестве чип-лидера супер милинс минут на пять у него его подвел кипрский интернет он там вылетал а так в итоге флипом все закончился на четвертом месте для него но он не так далеко как чип-лидер если вы посмотрите на тритон-покер 40 входов есть уже в следующий турнир в пятьдесят тысяч адриан матеус а не адриан матеус уже был еще я тоже играл вот джонатан джафи подъехал его не было о виктор малиновский появился на серии лимитис уже играет артем меженков играет полтинник алексей боровков играет и милика розови тоже пятьдесят тысяч со старта правило сыграть этот турнир напомню мы завтра будем смотреть да колл антониуса мы с грегом действительно обсуждали в самом начале трансляции и в принципе очень похожее с эллен дилан мнение игрок высказал что колл на самом деле не такой сложный как может показаться ну понятно что в i7 все вот эти как бы чпвшные коллы они ну типа идут под неким с некой скидкой да то есть все это скидка сложнее делать то что рискуешь турнирной жизнью ну частично но как бы понятно что лузовый колл но логику короче можно там отследить не то чтобы это какое-то безумие да у бруно забавно действительно он вчера своеобразно наигрался в двадцать пятки он в рейс любителя с первой на бб поставил алым с четверками стеком один с блайндов не выбил король даму разномастную супер милинс он вылетел против четверых то есть роковая петинг сыграл минбет и получил логичный колл от бена так а что там на терне было ага ну гадшот на кренере пошел гадшотик дохленький пошел угу ну бен мог и терн поставить на самом деле здесь есть вэлью защита гадшот гадшот закрылся но очень такой он гадшот но по вскоре бет колл понятно от сайдинга зависит но вряд ли с десятка там много будет вгружать поэтому есть подозрение что ну скорее да типа чек колл а сам решает добрать ну кстати может быть это и не так плохо да потому что здесь есть диапазон там шестерка какая-нибудь семерка бэкдорная какая-нибудь доехавшая типа семь восемь например да какие-нибудь которые так сыграли да ну такой маленький флеш не будет рейзить бэн ну а китинг по факту сэкономил я думаю ну да да бэн по большему постав это прикольный розыгрыш да 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 миссия миссия Слушай, реально очень быстро обновляют, прикольно. Вообще круто. Ну, я про приложение Тритона сейчас говорю, для телефона. То есть эстейки на столе и вот раздача, вот я кликнул, да, после раздачи она уже как бы там загружена. Можно посмотреть. Ну, учитывая стоимость турниров, наверное, было бы странно, да, если бы у них не было офигенного приложения. Да, ну вот Читвик именно в это приложение и смотрится сейчас. Изучает. Ну, Юрич тоже как бы по острию ножа открылся. Скорее это надо выкидывать. Троих бэкстэков. Ну, здесь из хороших новостей на Баттоне это Китинг. Его мы меньше боимся. Ну, хрен знает. Он как бы колом может полезть там на каких-то король валет там разномастных. Ну, то есть как раз это не очень аргумент. Хорошо, согласился. То есть то, что он играет криво, не означает, что его мы не боимся, да, потому что он может как раз кривой игрой, ну, условно, да, создавать нам проблемы, которые нас утягивают в минус. То есть одно дело, когда там нит, да, то есть да, но как бы когда лузовый такой расхлябанный братюня, не факт. Пропустил комбет с Велевским, а все равно не флэш-дроп поехал для Федора, для Юрия. Да, интересная карта. Ну, видимо, бэт колл. И по риверу будем смотреть. Сразу большую ставит, Федор. Не удивлён, кстати. Ну, холик, кстати, может и ривер тут, наверное, задуматься, по крайней мере, над пушем. То есть понятно, что он фалды блочит какие-то, но просто там ФДшек туз-5 бубей, туз-2 бубей их не так много. Зато есть всякие ФДшки постарше, да, которые мы тоже не против выбить. Ну, там те же туз валет, туз-10. Так что вполне возможно он ещё и допихает. Да, Федор не сладится тем, что останавливается. Всё-таки семёрок на ББ у него довольно много. Ну, здесь он ШД получил, поэтому он будет чекать то, что он теперь туз валет, туз-10 обыгрывает. И, ну, нет смысла такую руку блафить. Только если в какой-то лютый эксплойт. Ну, навряд ли он так отморозится. У него просто здесь очень много блефов, то есть ЖТ, Ж9, Т9 там всякие. И вот, кстати, интересно на месте Дзевилевского, типа, имеет ли смысл здесь ему блефовать. Потому что по факту, ну, туз-хай и какие-то ухольцы там будут довольно редко. А какие-то Ж9, Т9 он и так обыгрывает, да, если они чекнули. При том, что там короля условно сложно будет выбить. Дама так не сыграет, скорее всего, таким конским бетом потерну. То есть там либо король, либо мы. Ну, плюс-минус старше. Ну, типа, на всякий случай блефануть, конечно, он может, да, типа там туз-5 бубей выбить, да. Ну, или там ЖТ выбить, или там туз-7 бубей какие-нибудь. Ну, не туз-7, туз-8 бубей, да, что-нибудь такое. Так, ну, это тоже интересно, потому что... Теперь Федор блефовал, а к риверу его рука превратилась в блефкетчер. И прошел, прошел. Угу. Ну, типа, да, плюс блефа в том, что мы нацфдшки выбиваем какие-то, которые Хольц так мог сыграть. Да, но Федор посчитал, что очень сильная у Юрия, что такая линия, что он прочекал. Ну да. Ну реально не блефовал. Он еще поставил такой сайз, да, на ривере. По-моему, треть была. Да. То есть там даже не заманился, не задумался толком о блефкетчупе сразу. Ну, согласен, да, линия не блефовая. Ну, Юрий не обнаружил себя, но я увидел, что действительно все было хорошо. Но уровень блайндов, тем временем, опять же, очень стремительно они повышаются каждые 30 минут. И 21,5 блайнд у Бэна на баттеле. И он просто all-in ставит. Там короткие стаки, да, до спины? У Федора... У Читвика точно, да. А вот у Федора... Ну, сейчас можно посмотреть, что, да? Наложите, сколько у него ставилось. Да, 2,1 у Федора. Федора 3,4. Да? Угу. Ну, то есть... Получается... У меня же приложение есть. Там только в приложении есть... Федора 27 по инфографике. Не, это по блайндам, но у нас уровень 100-200, на самом деле. Там блайнды не обновились. У него стак 3,4 действительно просто это 17 блайнд. Угу. Так, я там отдал тебе таймбанк, да? Я его использовал? Да. Все, не забрал, забирай. Юра. Юрий... Подшакарил карточку таймбанка спорную. Недисциплинированный Туз-9. Не стал открываться через весь стол. Много хоровских сейчас уже на этом уровне. Я обнаружил, кстати, что в кепке прикольно играть в оффлайне. Слишком свет во время многочасовой катки бьет по глазам. А здесь тем более, здесь телевизионный стол, у него света еще больше. Ну и плюс с кепкой как бонус можно прятаться. Так, чисто козырек опустил и все. У лица не видно. В чате кто-то отмечал, что, дескать, топ-реги мало кто в очках солнечных играет. Ну, есть несколько все-таки. То есть, Никита Бадиковский, у него свои системы, он в очках играет, когда у него какая-то крупная раздача начинается. То есть, он просто сидит без очков, а когда раз, то... Да, причем забавно это выглядит, то что он их так часто как бы снимает-одевает, да, что такое это рутина. Но самое забавное в этом плане, что Гарик Томасян по системе обратного Бадиковского играет. Вот на Багамах, это он был в турнире по 10 тысяч. То есть, он просто сидит в очках, а когда начинается раздача, он их снимает, чтобы лучше видеть. Вот это... Это покер в зазеркалье. Да, Вера вчера был в крутых очках, был такой. Так, чё, Вера... Ну, Open Pass не ошибка. Какие-то низы мы здесь можем вполне порыть. Всякие там 8-2, 9-3. Ну нет, как бы неуважительно относятся к МДТшникам. Пошёл лимпить. Юрий, по идее, чакает здесь такую руку. Слишком хороша она для постфлопа. Ну, вернее, наоборот. Хорошо играет постфлоп, жалко её рейспасить. Нет, всё равно рейзит, да? Ну, в целом, пойдёт. Ну, вот если такую у нас изолит, то с 9-4 совсем... Ну, на самом деле, это может быть и не такой там прям плохой изолейт, но всё-таки как будто бы ближе к чеку. Не, ну, я имею в виду, что если там... Эта рука входит в изолейт, то он достаточно будет частый, чтобы мы 9-4 просто вообще не разыгрывали на месте Игнасия. Угу. Угу. Ну, типа, с каким-то весом, кстати, она изолируется. Я сейчас попробовал найти похожую какую-то раздачу айсемную. То есть, в целом, это не то, чтобы прям безумный какой-то выход там за рейндж. Ну, чаще, конечно, чекается. Пока ты тут рассуждаешь о диапазонах, англоязычные комментаторы рассуждают о количестве лайков, которые Дзевелевский получил бы, если бы зарегистрировал аккаунт на Кипре в Тиндере. Так что здесь разная аналитика. У Хольца неприятный финал, кстати, потому что его третий раз по 3-бетели. Он открыл король 10, дама валет и король валет. Каждый раз он прилетел 3-бет. Защитил там мастевую, да, 5-2 тоже проиграл. То есть, в целом, всегда не очень приятно, когда ты открываешь и получаешь 3-бет. Вот, в каждом случае. И у тебя еще именно как раз такая рука, которую ты всегда строго рейс-пасс играешь в этих скрипах. Угу. Ну, дисциплину надо проявлять. А с чем Дзевелевский расстелил? Тут с 10 мастевой. Единственное, вот в инфографике почему-то не пишут, да, руки? Только экшен. Угу. Ну, они их пишут, когда был шоу-даун, грубо говоря. Угу. Да могли бы всегда писать просто. Ну, типа, смысл не писать эту инфу? Нет, я тебе объясню. Инфографика заполняется в живом времени. То есть мы ее видим с задержкой специальной трансляции. Она заполняется в реальном времени, и люди просто не знают, которые заполняют инфографику, какие руки бы. Понял. Я просто думал, у них инста, как бы, инфа по картам приходит. Ну, там же датчики. Это две разных команды, получается. Одна вот обеспечивает трансляцию, другая именно лайф статистику. Ну, согласись, типа, несложно как бы это совместить. Ну, и да, и нет, потому что в момент вот показа карт, он… Там есть момент безопасности. Чем меньше людей, грубо говоря, чем меньше круг людей обладает этой информацией, тем безопаснее. Ну, согласен. То есть если еще люди, которые там стэки набивают… Ну, да, это разумный аргумент. Причем, знаешь еще почему? Потому что игроки-то тогда тоже без задержки будут получать информацию. У них же это приложение открыто. То есть они выкинули, и сразу в приложении увидели, какая рука была у соперника. Тоже неправильно. У них же информация без задержки. Так что… Так вот, Чидвик нормально, рейс-пасс пошел играть вместо пуша. Бен что, над рестилом задумался? Ну, Хольц тоже пасс. Давайте следующий. Да. Ну, слон про мы не осуждаем, если что. А насчет того, что в принципе можно лайкнуть, это можете лайкнуть еще нашу трансляцию на ютубе. У нас там почти 900 зрителей, да, и будем благодарны за вашу поддержку. Это наша вторая трансляция серии Тритон Покер из 9, причем 8 трансляций будет в течение 9 дней. Настоящий праздник живого покера, потому что, честно, на мой взгляд, нет вообще более качественных трансляций, чем Тритон сейчас. Просто потому что состав классный, очень много известных ребят, и при этом продакшен на высочайшем уровне. Команда Шерхен снимает турнир, это команда из Прибалтики, но они давно уже считаются лучшими в деле именно показа живого покера. Они не эксклюзивно работают, они и на многих других сериях, и в том числе и в Россию приезжают. Конечно, ребята очень классные. Так, наконец-то Федя зашла, ну наконец-то. Ну, пас тоже. Давайте следующую. Ну да, то есть, то здесь мастерия, она, конечно, симпатичная, но мы с первой открыли, нам прилетел ССБ, стеки близкие, ничего не потерпят. И считается, что шеверро. И ИСМ является очень важным, поэтому... Вы можете его вести очень важную, вы знаете, чтобы вы велики в амбассах. Потенция более, что более, вы знаете, когда вы уснуть в амбассах, вы еще будете более шевертов, или более мощные силы, чтобы вы ситуацию без того, чтобы вы не поднимали все эти вещи во всех. ИСМ обычно диктать так, чтобы вы хотите быть самым, не самым, что вы не делаете его самым. Чидвик сейчас самый короткий, но ему на финалке вообще пока не заходит. Один раз он, по-моему, в 3-way зашел, еще какую-то раздачу Блайн на Блайн сыграл и все. Юрия, на самом деле, очень популярное имя в Бразилии, так что это как раз не удивляет. Фамилия у него, как я понимаю, польская. Имя не удивляет. Вот так, да, он бразилец, родился в Бразилии. Все семейное древо не знаю, если возраст интересует, то ему 31. Как думаешь, что Вера будет защищаться здесь? Да. Не уверен, что это сильно нужно нам при таких близких стэках, но просто Чаверо явно уверен в своем послопе. Но судя по Лимпу с 9-4 разномастными, да. Кстати, у Дзевилевского есть два браслета мировой серии, но ни один из них не был выигран в холдами. Первый в... Да, все. Минбет он забрал. Первый он взял в 19-м году в Лас-Вегасе миксд Амахи Хайлоу и стадо Хайлоу. А второй в 20-м году на Джи-Покер он выиграл Плосус по 400 долларов, турнир по Амахе, на 4356 входов. В Мэйн-Ивенте до 28-го места доходил. В Мэйн-Ивенте Дэбл-Скриэм. Так что... Опять же, он очень-очень много и активно играет, и вживую, и в онлайн. А, ну ладно. Если у нас главный специалист по бразильгерскому, Юрий не популярный, я просто нескольких, как раз, еще двух Юрий знаю, но, видимо, так совпало. Да, вот. Давайте уже какой-нибудь интересный флопец. В таких стадиях реально, когда реги сидят компетентно, игра довольно скучно выглядит. Потому что все сугубо по ранджам, и все очень аккуратненько, так скажем, прилично. Да, вот чат, как обычно все знает, что бабушка из Польши у Юрия Дзевелевского. Интересно, что Бен ставит такой достаточно небольшой конбет. Хотя доска ему по понятным причинам подошла гораздо лучше, и она очень скоординированная. То есть здесь можно и покрупнее ставить. Да, и отличный терн для Дзевелевского. Правда, 4 стрит доска не способствует дальнейшему разгону банка. Ну, Бен может поставить просто как бы протект, блокбет, вывалюбет, да, с каких-то там доперов худших. Но чек, понятно, тоже окей, потому что рука у нас все равно 3 улицы не может играть. Ну, и сейчас будет по риверу думать на ставку, что делать. Да, семикарточный стрит у Дзевелевского получается. Мечают комбинаторы. У него надс абсолютный, никакой руки он здесь не проигрывает. Допер тут не платил, по идее, пишет в чате. А, ну что-то здесь должно платить. Ну да, там же могут быть какие-то блефы. Там валет, допустим, или десятка, превращенные в блеф. Просто если здесь не платит допер, то здесь примерно ничего не платит практически. Но огромный бет он ставит. Ровно банк. Потому что ты знаешь, что я не знаю, когда я проверю. Да. Или, что я не должен. М-м-м. Левелинг. Большое, что-то в высоких стихах покер, это смотреть эти парни, использовать их стратегии, и видеть их нюансы, based на динамику в финал табель. Лев покер. Лейз его вниз. Да, толерен. Да, толерен. Толерен. Но 4-лайнер и, конечно, ace. Спитерси, бро. Ну, понимаемый пас, то есть очень дорогое решение будет для стека, да, по факту на пол стека ему надо будет заколировать здесь. Для турнирной жизни это так себе перспектива. Ну, хорошо, конечно, идет финал. Единственное, что вот он с дамами там чуть-чуть сам себя жизнь усложнил, когда Рейс Ривера заплатил Бену на блокп. Ну, дальше. Ну, выиграл, собственно, ключевую монетку, да, у Виктора. Потом он после лоб заблефовал Федора, и здесь доехал очень удачно. мы потерну. Извините, Федор Холз и Стивен Чидвик. Погнали. А еще можно стрелочкой подгонять. Ну, это специфика в оффлайн, но при этом они не супер медленно играют. То есть все-таки есть люди на Кипре в этом здании, которые побольше бы танчили. Согласен. Ну, я такой товарищ нетерпеливый, поэтому вот мне тяжко. Там комментаторы немножко перевозбудились, потому что подумали, что Чавера поставил ол-ин с баттоном. На самом деле он открылся, Китинг поставил ол-ин и показал. Вот у меня хорошая была, у меня туз-5, я на плохих не играл. Ну, на самом деле, да, неплохой рестил. Плюс-минус стандартный даже. Спасибо, что показал, Верит Игнася. Да, про Фагель Санга я говорил, он играл в турнир, просто не прошел. Так, Бен решил что-то поменять для себя и снял кепку. Ого, нифига, он седой? Или это он покрасился? Ну, знаешь, покер игра стрессовая. Ну, да. Вообще, Бену 35. То есть, в целом, вроде бы... Ну, я его помню еще с темными волосами. Когда играешь очень высокие лимиты, видимо, сидеешь уже 35. Согласен. Как в том меме, да, мне там сколько? 25 и я чувствую себя отлично. Именно так, именно так. В этом плане почему-то про Артура Мартиросяна тоже были аналогичные шутки. Ну, Артур, к счастью, еще не седой. Угу. Ну, тоже в кепке начал играть. Люди любят расширить уровень большого лимита против 20 больших лимитов. У него руки, где, если вы получите лимит, не чувствуешь плохо, не видеть флоп. Бен решил поизолетить Алекса, но я вот не уверен, что Алекс здесь будет сдаваться с коннектором, даже разномастным. Ну, вообще должен, то есть по-хорошему надо выкидывать на 3x. То есть это, опять же, не чип ЕВ здесь. Эти все вынимания фишек и стэка, это такое себе занятие. Угу. 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 Очень удобно, так и точно. Угу. Да, в шестером они достаточно долго уже играют, при том, что, опять же, у Чидвика 12 блайндов. Ну, был где-то час, где настоящие кулера раздавали, да, при флоп. Последнее время чуть поспокойнее. Ну, Бен на просторе стил. Давайте следующую раздачу. Две всероссийские мастера. В следующем турнире по 50 тысяч. В этом закончили выступление. А у них часы на финалки ставятся же так же, да? Или они без ограничений, думаю? Не-не, у них на каждое решение время и вот эти карточки таймбанк. Там по-разному на разных улицах. Не Алыном решил, кстати, поставить. Интересно. Ну, типа, он 3-бет пасс играет. Не знаю, мне кажется, слишком сильная рука для 3-бет пасса. Ну, то есть, как бы понятно, да, что это близко к низу. То есть, король валет мы там навряд ли уже пихать захотим. Но мне кажется, просто слишком топовые блокеры, чтобы не пихать. Ну, просто, условно, там Зевелевский сейчас может взять какую-нибудь сьютовую туза и засунуть. Ну, и король дамы не может, как бы, Аллен колить. Восьмерки условные он, то есть... Да, да, то есть... Поэтому, ну, не знаю, я бы какую-нибудь послабее руку выбрал для 3-бета. Гусар, первый стек, да. Гусар, мушкетер, как... Это не самые плохие прозвища. У Юрия Зевелевского, учитывая, что его никнейм в онлайне означает «Ботаник». Ну, никнейм-то он давно. Брал тогда еще усов, наверное, не было. Так, Китинг у нас с Эс Кингом. Часы, кстати, показывали. Их получают два чемпиона мейн-эвентов по Hold'em и по Short Deck. Специальное коллаб-пись для Sea of Man. Виктория от... Дрид? 5 лидер, а ты 50 долларов? Ой. Этот... Алекс, ты куда? Зачем так много? Я понимаю, что там Чидвик, да, на большом блайнде короткий, но... Ну, ладно, не важно. Не важно. Ну, причем у нас еще как бы рука, с которой мы хотим 3-бет получить, да, или там рестил. А мы как бы... Ну, и даже колл, на самом деле. 2-75. Американская школа. Ну, аргумент, да, за увеличенный рейс, то, что Чидвик как бы короткий, да, он там широко должен дефать. Ну, не знаю, то есть там, мне кажется, больше чем 2.5x, нам все равно здесь не надо рейзить. Возможно, все еще какие-нибудь там 2x, ну, просто потому что у нас, ну, очень сильная рука. То есть мы даже не против флопа глянуть, несмотря на то, что она не готовая. Он говорит, я бы, я бы всегда коллировал, просто на всякий случай стейк проверил, ну... Типа, я не слоу-ролил. На всякий случай это как? То есть если у Чидвика, допустим, 30 бб, он типа не колил бы? Чтобы знать, сколько останется, если проиграется. Удваивается, Стивен. Так ему скажут, сколько отсчитать, если он проиграет. Ну, чтобы ты когда в олыне, ты уже представлял, сколько у тебя останется в лучшем случае. Ясно. Я думаю, что... Хотя, конечно... Ну да, это же еще и пиджам. Короче, за Чидвика в этом олыне болел только Чидвик. За этим столом. Я в этом не сомневаюсь. Потому что... Конечно, Федор не особо рад, что там Чидвик сейчас у него слева... Удывал стэк и... и пиджам не прилетел. А, ну это я за столом говорю. В чате понятно, за Чидвика болели сильно. Тут все понятно. Потому что прогноз такой-нибудь сейчас. Проверял приложение, получается. Аликс тоже сказал, что я хотел убедиться, что у тебя ему столько, сколько там написано было, что нет ошибок. Такой бета-тестер приложения Тритона. Да. Кстати, интересно посчитать, сколько здесь отцов на финалке. Как минимум, я знаю, что у Бена есть сын или там дочка. Ну, кто-то. И у Чидвика. А вот насчет остальных не уверен. Ну, Хольц точно у нас. Без детей. Ну, у Киттинга взял тотал больше полтора, у Чавера тотал меньше взял. Потому что испанцы в целом, у них такая культура, что они до 30 вообще изи с родителями могут жить. Ну, наверное, Чавера может себе позволить отдельное жилье, да? В целом, что там в среднем возрасте женить бы довольно поздние уроки. У Киттинга больше трех должно быть, судя по бороде. Ну, я бы не удивился вообще. Ну, Чавера, кстати, залез под два с половиной икс оупен. Ну, то есть, это уже как бы тоже префлоп. Очень сомнительно. Даже с таким стеком. Разве у Покер Про бывают дети? Им же некогда всегда спрашивают. В смысле? А как же пятиминутный перерыв в онлайн-турнирах? Просто в том, что потом, когда они в оффлайне, ухаживать придется за детьми. Жанну. О, Дарья пишет, что у Юрия есть ребенок даже. Ну, Юрий вообще выглядит чуть ли не самым молодым среди всех. Так что это как бы даже прикольно. Узнать о таком. Не, ну, ему 31 будет в ноябре. Хольцу 28, по-моему. Я вроде говорил сегодня, уже сам забыл, сколько назвал. 29 уже исполнилось, окей. Ну, хотя Игнасио может быть моложе, но вот про Игнасио у меня нет информации. Я слышу звонки? Нет. Лимп-стратегия? Ты работаешь? Нет. Я не думаю, да? Так что происходит немножко. Окей, хорошо. Не-не, все. Все выкинули. Блайндзап у нас, и у Чидвика уже меньше двадцати блайндов. Я вижу, что Чидвик вообще оптит... ...по... 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 ...тебе как, Дима, офлайн вообще нравится? Когда, я имею в виду, сам ты играешь. Скорее, да. То есть, опять же, есть эти моменты, как десять макс, и какие-то другие вещи. Но... ...сейчас и больше к онлайну, наверное, проникся. Ну, то есть, мне и онлайн всегда нравилось играть, но сейчас, так как у меня с... ...зебразаврусом был разбор базы, у меня какие-то конкретные цели поставили передо мной, у меня есть больше мотивации. Просто вообще нет времени пока что поиграть. Но вот в октябре, когда закончится, там, и тритоны освещения WCP онлайн у меня рабочие, ну, в октябре смогу побольше. А так, не, ну, тут все просто. В онлайне, all time, учитывая, что я очень долго играл как любитель, я в минусе, хоть и небольшом. В оффлайне я все-таки выиграл. Тысяч 15 профит у меня имеются, так что понятно, офлайн, конечно, приятнее сам по себе. А у тебя какие предпочтения? Ну, ты знаешь, как бы, как-то с возрастом поменялось оно. То есть, в начале карьеры, ну, где-то в первой половине, так скажем, да, первые, там, 6-7 лет, я как-то старался миксовать. То есть, я часто вот на Кипр сам ездил, и была вот эта романтика, да, что ты вот садился в турнир, и у тебя было обязательно такое предчувствие, совсем другое, да, как в онлайне ты играешь, то есть было ощущение, что ты вот должен выиграть турнир. Ведь ты же в нем, как бы, вживую сидишь, и там много денег за первое. Ну, с опытом, как бы, пришло понимание, что, на самом деле, это примерно как в Сан-Де-Миле они садиться, и наивно верить, что ты его затащишь вот прям сегодня. То есть, также диспа огромная, поэтому, ну, последнее время, скорее, тоже к онлайну больше склоняюсь. Хотя, в качестве экзотики разнообразие вполне покатал. Просто вот чисто как-то сменить, короче, вид деятельности. Ну, оффлайн еще отличается тем, что при одинаковом боине в оффлайне всегда будет состав более благоприятный, да, то есть сравнить турниры по 1000 долларов в интернете 1000 долларов вживую, это просто разный мир. Да, ну, по поводу оффлайна я для себя вот, как бы, такую вывел закономерность, да, что все-таки оффлайн лучше для каких-то экстравертов, да, людей, которые любят общаться, то есть вот Толик Филатов, наверное, хороший пример, яркий. То есть интроверту, ну, тяжело. Ну, мне, по крайней мере, то есть мне просто очень скучно становится часто. То есть сами победы, конечно, да, когда ты выигрываешь турнир, понятно, что ощущение гораздо ярче, да, чем в онлайне, потому что там тебя фоткают, тебя поздравляют реальные люди, тебе куча внимания, да, у тебя там адреналин какой-то после финалки. Но в точно такой же степени по амплитуде неприятно попадать в стрики в оффлайне, да, потому что в онлайне ты скатал 20 турниров, ну, и, как бы, это обычная сессия, да, без заноса. А в оффлайне эти 20 турниров, это, как бы, целая серия, которая длится там, условно, ну, неделю, например, а то и больше. И терпеть, конечно, ну, вот эти вот грустные вылеты довольно тяжко. Да, Артур Мартиросян играет, турнир по 50 тысяч, написал себе в Тереге, что уже второй вход потребовался. Китинг закроет? Ну да, здесь, здесь кулер. Так, ну давайте за Китинга болеть, потому что он так, как бы, более нестандартно играет, чем остальные оппоненты. То есть, интересно будет посмотреть на его творчество в 3-максе или там в хаджапе. Можно поделить. Тройка, семерка или восьмерка нужна Чаверро. Но нет, это удвоение для Китинга. И совсем короткий стэк останется у Игнасио. Кстати, удалось таки найти с помощью Жени Гайдукова никнейм Игнасио Начо 124441. И он играет супердорогой кэш как раз с Линусами, с Авророй, с Беррис Витом, с Мэйк Баппеном, со всеми этими ребятами. Это на гага никнейм? Нет, это на другом уровне. Вроде на джи-покер у него реалнейп. Угу. Это Тильтумр Терсян? Да нет, в смысле. Он проиграл король в дамы в первом фоне. Ничего такого. Рабочая ситуация. Ну да, на джи-покер я отмечаю, что у него не Чаверу, а Морон. В чате пишут, что Филатов Лудоман. Ну, не знаю откуда, но помню историю, когда где-то в коридоре какого-то отеля он с каким-то другим регом, короче, кидал фишку кэшевую на ковре. И вот у них был Амаза, кто там, типа, ближе к линии в ковре отеля добросит на деньги. Что, возможно, есть немного. Ну, там суммы-то как раз не те, которые угрожают благополучию семьи Анатолия. Ну, в целом, да. Даже случалось, что и меня на деньги разводил Тори. Примерно в таких Амазах, так что. Просто тонназартный. Это неплохо, да, ну, то есть как бы в определенном смысле, если это в меру делать, добавляет каких-то эмоций. Теперь немножко поменялась ситуация и динамика за столом, потому что есть очень короткий стэк. И здесь, конечно, Бен имеет право очень широко пушить. Ну, 15 ББ тут без вариантов. А, хотя нет, не 15, он уже блайнд забыл. Да, 12. Он не торопится, но нет, он обязан. 12,5. Ну да, пас, я думаю, скорее хороший. Тем более, что Марон в игре. То есть даже если бы, ну, имею в виду, у которого 5 блайндов, правильно? Да, 5 блайндов. То есть даже если бы у Марона было там, не знаю, в 2 раза больше, я думаю, что все равно там валет надо выкидывать. Да, ну, на Нока сказал, что это чипевая кол, но это же у нас вообще максимально далеко от чипевая ситуация. Я хотел бы сыграть эту раздачу в других условиях, в другой ситуации. Так, ну, что выразить, довольно широко будет двигаться. Первый, потому что из-за ББ Антэ в оффлайне у него фолдек ведь и сильно поменяется. Ну, тост 2 закрывает. Чидвик. Чидвик, конечно же, в другом положении, чем Фейдор, 40% эквити имеется у испанца. Посмотрим, как лавыных играет. Ну, похоже, неплохо, по крайней мере, по флопу. Но опенпуш-то, кстати, скорее плохой. То есть у него, конечно, меньше чем... Три с половиной блайнда, и мы два из них отдаем в следующую раздачу. То есть проблема в том, что... Ну, да. То есть я думаю, если это был бы турнир с обычным Антэ, да, ну, онлайн, то это немножко другая была бы ситуация. То есть... Ну, может, и да. Но вот если в обычном раскладе, да, где, так скажем, ну, стандартный Антэ, где берется с каждого игрока, ну, если про онлайн, то, наверное, надо выкидывать, потому что... То есть смотри, если мы поехали за 2 миллиона 100, а представь, вот в следующей раздаче там СБ пушит мы колл, мы уже едем, у нас остается, считай, два с половиной блайнда, да, то есть за там шесть блайнда, получается там шесть с половиной. Нет, ну понятно, что какие-то аргументы, их можно, да, всегда в любой ситуации привести, но в данном случае мы же своим пасом еще имеем возможность получить кулер кого-то там, кто за спиной сидит. Угу. То есть стеки-то короткие, то есть там, ну, вот, пуск король в дамы раздадут, и все, как бы они никуда не денутся. Ну, а на следующем, ну, вот этом блайнде, ну, закалируем там по патотсам. Ну, то есть просто, ну, слишком слабый разномастный король, мне кажется. Ну, то есть... Думаю, что это за границей. Интересно, будет ли Бен увеличивать сайдинг, учитывая, что Игнасио на большом блайнде? Да, вроде чуть-чуть больше, да, 600 дал. На большом блайнде же Чидвик. Не, Чидвик на СБ. А, все-все-все, я подумал, что Талерен на батоне. Ну, вообще у него, как бы, для OpenPush хорошая ситуация. Там же стеки 11, 16, 7. Угу. Ну, то есть, я думаю, что Пуш лучше. Ну, типа, мы огромное давление оказываем на вот эти стеки 11, 16, которые Игнасио как раз ждут. Ну, опять же, типа, ну, слабая слишком рука для кола, на мой взгляд. Ну, Кашевик, он, опять же, уверен в постфлопе. Ну, что, мы поймали гадшот на доске. Ну, чек пасс, как бы, играем. Поймали гадшот, но играем чек пасс, да, в этом, как бы, проблема кола. Причем тут проблема в том, что, ну, Талерен, как бы, просто не даст нам сейчас, как бы, даже маленький конбет увидеть, да? То есть, просто Аллын воткнет и все. Не, смотри, гадшота нам хватило. Подожди, а что он сделал? Донг Пуш сыграл? Он же Донг Пуш. Боже, какой позор. С ББ, правильно, он играл? Да, да, да. А Лина Жад говорит, что он туза изображал, но нет, я думаю, что он просто... Бред какой-то. Ну, то есть, вообще, не его доска, зачем там Донг Пушить. То есть, там, в 100% у нас конбет прилетит в нас. Минбетом, там, или Аллыном. Ну, то есть, вообще... Ну, это плохой просто Донг Пуш, не знаю. Ну, тут, возможно, как раз играет роль то, что он кашевик, и он как раз, ну, не понимает, как в коротких стеках играть. Почему я думаю, что это даже в ЧПВ минусово, ну, не говоря про ECM. Ну, то есть, ЧПВ, наверное, может быть, мы еще и защитим 4-3 с таким стеком. Не, префлоп это понятно, защитим. Я имею в виду Донг Пуш-флопа. Угу. Ну, то есть, просто ахинея, потому что мы изображаем хрень с хренью. То есть, вот примерно вот так. Потому что даже в восьмерке там нет смысла так играть, например. Потому что восьмерка там спокойно, ну, например, ЧПВ, да, сыграть может. Добрать, например, с глифового конбета. Или там тройка та же, там, что там было на доске, я не помню. Двойка. Ну, и опять же, у нас ужасное эквити, когда нас колят. При том, что нас там, ну, не знаю, реально могут заколить какому-нибудь там король валету с пиквухой, например. Да, Миракл тут, кстати, у нас в чатике тоже. Привет, Дамир. Попал в руку, которая фолдит. Молодец. Теоретически Донг Пуш появляется, когда оппонент чекбекает две оверкарты к восьмерке. Чтобы не дать им доехать бесплатно, мы Донг Пушим. Да никто не будет чекать то с хайдорского, когда там фулл жесткий перевес по эквити. Ну, т.е. там реально стопроцентный конбат будет. Через один ББ или через там алын какой-нибудь. Китинг продавает играть очень смело. Миракл пишет, алын им поставит и придется скинуть. Ну, так в этом и проблема кола при флопше. Просто пас нажимаем. А что такого? Ну да, мы типа не по шансам колем алын, поэтому выкидываем. Все правильно. Что они смотрят вверху, спрашивают Егор. Там вверху табло турнира, соответственно, на нем пейджампы. Информация о том, сколько осталось до конца уровня. Такая техническая информация. Те же блайнды перепроверить, да? Перед тем, как нажимать рейс. Вот я согласен с Дамиром именно в аспекте последовательности. Если мы так широко лезем защищаться в Цеме, то придется нам и широко сразу пушить. Нет, я думаю, что это неправильная аргументация, потому что, ну то есть мы на префлопе, допустим, сделали ошибку. Сыграли, да, в какой-то минус. То есть когда мы делаем на флопе Донг Пуш, мы типа на эту ошибку еще сверху наваливаем еще большую ошибку. То есть, ну как бы здесь логика какая может быть. Если мы мискликнули, да, и заколили префлоп, то правильным действием будет просто чек пас. Потому что все остальные действия будут как бы еще более плохие. Ну как бы и не усугублять проблему, да, понимаешь аргументы. Ну я, по крайней мере, это так вижу. Не, ну здесь-то понятно, мы не мискликнули. То есть мы изначально... Ну понятно, но я вообще говорю, да, что типа если тебя заставили заколить, потом спрашивают, а что делать, если вдруг я вот попал на флоп. Ну чек пас играй. Нет, ну то есть понятно, что там можно всегда, да, в любой ситуации притянуть за уши какие-то там, ну, невообразимые и нереалистичные аргументы, что там вот он широко откроет, а он вот много выкинет на Донг Пуш. Но здесь компетентный оппонент и, ну, абсолютно нелогичный Донг Пуш в доску, которая Рейзеру очень хорошо подходит. То есть если бы он за Донг Пушил какую-нибудь доску типа 5, 6, допустим, 9 со нижним OSD, это еще можно было бы понять. Потому что на этой доске реально будет много чек-бехайндов, к примеру. Ну, по крайней мере больше, да, чем на туз-хай. У нас новый уровень блайндов? Да. Ладно, давайте закончим с этой раздачей. На самом деле покер этим прекрасен, да, что вот одну раздачу можно довольно долго обсуждать и с разных сторон ее крутить. Угу. В целом, я думаю, не так много у нас сейчас этих раздач еще будет, потому что в данный момент у чип-лидера Юрия Дзвилецкого 20 блайндов, у Бена 17 блайндов, у Китинга 14, 13 у Чидвика, 9 у Федора и 8 у Игнасио. То есть вот в такой глубине мы сейчас остались, но просто никто не вылетает в 6 максимум. Турнир с уровнем по 30 минут, конечно, к этому мы должны были прийти. Хммм, интересная, кстати. Это очень интересный спот, мне кажется. Юрия Дзвилецкий, и он сейчас поставит максимум максимум. Это второй стэк сейчас у Бена. Что думаешь, можно вообще здесь отбивать или... Думаю, что нет. Пас просто. Ну просто нельзя, и всё. Такой байн-турнир? Байн-турнир 30 тысяч, и это один из самых небольших байнов на этой серии, поэтому и структура побыстрее. То есть в мейне будет уже по 50 минут, мейн по 100 тысяч. Ну, единственное, может быть, там Бен сейчас типа а-ля кашевической логикой подумает, что ну я сейчас типа на первое место катаю, нафиг мне там эти ICM-ы, кольну, удвоюсь, чё сидеть тошнить. Но с точки зрения ICM, думаю, ошибкой будет колить. Мне кажется, у нас ещё и не будет такого огромного перевеса за столом, где у всех 9 блайндов. Ну да, но опять же, то есть это не означает, что кол от этого плюсом становится. Ну то есть вот сейчас вот он, допустим, заколет, они поедут там сколько? 35 на 65, ну там 40 на 60. Ну то есть это же типа катастрофа. Ну то есть... Конечно. Когда у нас второй стэк. Там у Завелевского есть двойки, тройки, там всякие 8-9 мастевые, например. Ну то есть это просто типа бред в монетку ставить в турнирную жизнь. Таким стэком. Ну именно, учитывая, да, что коротыши сидят. Тут пишет, какой шутер, что какой пас у него король 6, он же не видит. Знаете, тут ирония в том, что даже если король 6 в открытую Юрий показал, то скорее всего Бен все равно не смог бы заколировать. Уже потянулся за фишками. Но остановил себя. Ну это просто вот чисто... Нет, нет, дисциплина, дисциплина. Чисто привычка, что ой, красивая рука, как же выкинуть. Говорит, я понятия не имею, что я должен был делать. Но... Еще раз напомню, что у Бена главная дисциплина все-таки Амаха. на мелочи, как он подходит, как он готов. Он уже собирался заколировать, говорит Федор. Не выгонять их, что ты собираешься сделать. да читы говорит а вы видели как юрий обрадовался когда-то закова потянулся бен горит нею юрий конечно не хотел чтобы я калиру так у стиви 13 блайндов виде король 6 он снепнул о чем о чем вернул давайте спросим грега то есть он видишь у него 60 процентов но 40 процентах он вылезет от турнира будучи со со вторым стеком может делать кол не знаю сложный вопрос у читвика интересное решение скорее всего он будет мин рейзить все-таки 13 ббс mp2 может быть многовато заталкивать ну тут как бы плюсово конечно но скорее рейс пас мне больше нравится ну читвик в теме ожидаемо но здесь раздача закончена фига инвалид фига инвалид фига инвалид бен шел кому-то писать Проверяет нормальный пасс, может у кого-то из американских друзей. Просто у нас второй стек, а разница между шестым и вторым, если что, 400 тысяч долларов. Шестой 215, второй 627. Я не говорю, конечно, что со вторым стеком мы выкидываем на второе обеспечение, но... Наш стек просто очень много стоит. Так, че, Верон, аутэгэс, король 4с, почему он занимался? Алекс заколировал бы с тузуалет? Я думаю, кстати, да, вот Алекс не выкинул бы там тузуалет. Ну, Алекс-то, понятно. Топ-1 получает, сейчас скажу сколько, 930, по-моему, да, 930 тысяч. United States Dollars. Так, ну, Чаверро что-то отъехал с опенрейзом. Ну, теперь можно кошевиков постебать, да, в своем аквариуме. Опять же, как я люблю говорить о таких ситуациях, наказан за неправильный рейс. Субтитры, что, Субтитры создавал только эту тузуалет. Субтитры создавал и видим, что в этом тузуалет там полиции с тузуалет. Тузуалет. На символизирует два рейс, с половиной пик лайн, у него наверняка, пластутая, а всё равно не подойдет. что мы здесь можем кодироваться с такого стека там все равно spr было просто push там нет диапазона cola просто принципе физически не должно быть по крайней мере 2 блин и сейчас добровольно отдал иссо стак игнаши еще сейчас два заберут насильно на большой взрослые убивали в гонки взрослые и когда в 那ом году надо будет откроет Так вот, в чате ты сейчас спрашиваешь, треню ли я еще в фан-фарм, да, треню. Все так же, как и куча лет назад. Китинг не может пропустить, сейчас свой стэк пересчитывает. Просталом ставит. Да, проходит этот пуш. А у Чаверро там пять блайндов, по-моему, остается после этой раздачи, то есть половину стэка, собственно, проиграл. Да, и потому что как шар Шаверро, он как Федор Холтс, который не может даже поиграть, что он не может поиграть, потому что он не может поиграть. Он не может поиграть. Эта большая рука, где второй игрок взял четыре таймбанка, чтобы хэш-эш-эш, это просто показывает и напоминает людям, что людям нужно играть очень-оченько. Что, когда будет выставление в такой глубине, как бы не так много нужно для этого? Тают, товарищи тают на глазах, вместе со средним стэком. Ощущение, как будто Нлайт вылетел просто неделю назад. Так, ну, Чаверро пуш, дама десять, наверное, против пяти бабраков. Да, ну, что маят колл за ньордгай. Да, нажимает колл за ньордгай. Флоп максимально неинтересный. Терн тоже, все те же ауты, которые были, они остаются у Звелецкого. Шесть аутов, чтобы сократить количество участников финального стола. И одержи приходит, Юрий Звелецкий ловит десятку, и Игнасио Марон Чаверро занимает шестое место. Несколько интересных раздач он успел наиграть в итоге на финалке, конечно. И защита с 4-3. И Open потом с совсем коротким стэком. В итоге, 215 тысяч долларов получает Игнасио. Пейджамп сейчас 60 тысяч. Ну, следующий, собственно, пейджамп до 3-макса по 60 тысяч, так было и в прошлом турнире. А потом, очень большие призамы, триматься. Суверн. Викторе. Суверн. Суверн. Кладу. Урия! 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 Урия, он держит многое положение на него. Урия, 6-7. Урия, 3-5. Урия, китинг, Това, Рейн. Урия, китинг, Шесть хитинг. Урия, нашим моборон, динаме. Так, бенчик рейзет, нормальное действие, китинг будет коллировать ожидаемо. Угу. Стаки такие неудобные, что тут как бы вот отчасти еристил можно рассмотреть. Если закладывать, да, какие-то рейз-пассы. Да. Но это, кстати, не так плохо, как может показаться. Всю дорогу упрощал, да. То есть, если помните, когда в трех столах он там тоже, в ситуациях, где можно выбрать там опцию неолыновую, больше нажимал кнопку «олын» и заканчивал раздачу сразу. Да. Просто король валет прекрасно здесь тем разномастный, что вот, грубо говоря, Бен не может туз валет разный, туз 10 разный, здесь колл играть, да. То есть, и мы выбиваем руки сильнее, какой тег ведь от всяких этих световых тузов. То есть, в целом, ну, скорее мне даже нравится его аристил. Хотя понятно, что колл так как бы, если не уверен, будет, наверное, более стандартно сыграть. Аристил тоже прикольно выглядит. Тем более, мы блочим еще надцы какие-то, да, то есть карманные короли, карманные валеты, туз король. 7 блайндов у Федора, 5 Макс Толл. Думаю, что за пуша здесь. Ну, может, не до пуш какой-то сыграет. Ну, я думаю, кстати, на самом деле это гораздо ближе, чем может показаться. Единственное, да, здесь вот этот вот Блайн Танте, который тоже как-то меняет диапазоны. Интересно, кстати, есть какой-то калькулятор, который вот умеет это считать? Хороший вопрос. И вот это понятно, что это супер плюсово, но... Таурус, можно чипкаунт всех игроков смотреть в приложении Triton Poker? И он обновляется именно с той же задержкой, что и трансляция. То есть там нет спойлеров и, естественно, очень удобно. Тоже очень неприятное близкое решение. Он хотел уже перевернуть, но он говорит, подожди, у меня еще 500 осталось. Чего после лоб получается поиграли? Да, это бы был огромный ошибок, в самом деле. Ох уж эти формальности, да, ну пошли бы сразу Оленда и все. Не, ну идея-то понятна у Федора, там, на какие-нибудь два пуша за спиной он может еще и выкинуть. Да, это, конечно, полная духота, да, когда вот такие стэки никто не вылетает. Я представляю, как там средним стэком, как они проклинают, да, отсутствие кулеронов. Ну тут вставляются понятно уже и... Три аута у Фольца. 62 не поехал, а сейчас едет в 42. Ну, вообще-то там он рисковал турнирной жизнью, и там у него не 62. Это против конкретной руки у него там было 62. Против диапазона нам этого запросто не хватит. Это может быть вообще такая ситуация, что там 80 плюс процентов эквити мы хотим иметь, а не монетку. Хольц, конечно, максимально попытался здесь подлый прием применить. Ушел со стола, уже попрощался до того, как Ривер открылся. То есть он реально ушел уже, но не сработал. Включил обиженку. Пятое место вынимает Федор Хольц. В какой-то момент был большим чип-лидером где-то в двух столах, но финалка сложилась так себе. Я отмечал, что много раз его потребители, разочек заблифовали. Его младшее совпадение. Верти спрашивает на ютубе, в чем смысл недопуша. Недопуша смысл в том, что если какой-то лютый экшен начнется после нашего вот этого действия, допустим три олына, грубо говоря, два олына, мы можем просто выкинуть и оставить себе вот эти вот кусочек, пару блайндов и посмотреть, как кто-то вылетит. Получить пейджамп. Китингу хорошую руку для пуша раздали. Практически энциклопедическую. А, кстати, действительно, тут отлично не было аутов. Действительно, не было аутов. У него король валет было не ту-семь. Я такое первый раз вижу, честно говоря. То есть он король валет запушил префлоп. Не понял, как это... Только что, вот когда он вылетел, он король валет в король даму вылетел просто. Действительно. Наблюдательные зрители отметили, то есть... А почему тус-семь тогда? Тус-семь просто это ошибка графики. Так что он ушел по делу, он ушел по делу. Но с король валет это хороший пуш. Король валет, наверное, даже лучше пуш, чем с тус-семь разными. У меня теперь будет фобия. Я вроде всегда верил этой программе, то что теоретически она может обычно ошибаться, только если там карта изначально была забита неверно, мы тогда всю дорогу будем неправильно. Или с соседнего бокса считалось. Но тут этого быть не могло, поэтому... Хольц на Лешаке катает, походу. Считалось в рукаве. Тус-семь. Я не понял, что здесь произошло у нас. Да, для меня тоже, Валентин, уточняю, для меня тоже полная загадка, что мы увидели. Будем считать, что это аномалия просто случилась. Да, напоминаем, что продолжается серия WCP Online на Покерок. До 27 сентября он еще будет идти. Еще 15 браслетных ивентов. Точнее, 14 впереди. Да, в одном рега уже закрыто. В Амахе. Ну и помимо этого, просто в регулярной сетке турниров очень много сайд-эвентов с повышенными гарантиями, так что есть, есть что играть каждый день. Амахе. В, в янке, в неделе. Амахе. У нас ещё со мной, irgendwie не мое место. Амахе. Вот интересно. Китинг изолит низ диапазона? Нет. Не факт, что это собственно нужно дело против чип-лидера, просто было любопытно. Здесь Дзевелевский тормозит. Китинг, по идее, ставить должен. Ну, может быть, конечно, он со вторым стэком захочет запот контролить, чтобы какой-нибудь там чекрейс не получить. Ну и Юрий, я так понимаю, скорее, наверное, пас будет рассматривать. Понятно, что он какие-то 9-6 там, да, 9-10. Валет 9, валет 10 обыгрывает. В зависимости от размера ставки. Да, даже не думая выкидывает, в принципе, понимаемо. Да, все-таки Китинг в целом. Какие-то сложных линии блефов мы от него почти не видели. Понятно, что и раздачи в такой глубине постлоп их мало. Так, все бразильцы резко как-то стали убежать. Не знаю, это у нас перерыв или побежали в 50 тысяч. Похоже, все-таки у нас. Да. Просто по уровню. То есть сейчас еще будет, после первого, 200-400 на следующем уровне. Опять же, у чип-лидера снова будет меньше 20 влаймов на новом уровне. Так что, в целом, я думаю, мы к развязке-то близки, учитывая размер стэков. Ну, что, в игре еще Юрий Зевелевский, который, в принципе, в последний час вроде бы не терял первый стэк Аликс Китинг. К которому в нужном, наверное, сложилось в валынах Бен Тодерант, который проявил дисциплину и, по крайней мере, два пейджампа после этого пережил. Ну, у нас, на самом деле, обе финалки такие, и сегодня и вчера получаются. Но 30 минут уровня – это реально очень быстро для оффлайна. Я думаю, Китинг, вот, например, ему, может, и неплохо, да, что вот такая структура, ему меньше сложных решений как раз. Вот, кстати, вот Артема Виженкова можно было видеть там за спиной Алини Жадо. Да, вот, напоминает призовые, кстати, на экране сейчас, быстренько показали. Это все было из приложения Тритона, которое доступно и для зрителей. Да, приложение реально кайфовое, причем там и трансляцию можно смотреть. Я прямо был, так сказать, удивлен его прекрасностью. Пока что нам в очередной раздуме покажут рекламу и хайлайты. Я думаю, что самое время напомнить, какие трансляции у нас еще запланированы с этой серией, потому что это трансляция номер два и турнир номер два. Там впереди еще очень много интересного. Завтра в 14.00 мы посмотрим второй день турнира по 50 тысяч, тоже, кстати, в формате 6 макс. Послезавтра, в пятницу, решающий день турнира по 75 тысяч, который будет уже в формате 8 макс полных столов. В субботу день отдыха русскоязычной трансляции. А в воскресенье вот этот тот самый особый турнир по приглашениям, CoinRevet Invitational. Двести тысяч боин, и при этом 50% состава турнира будут любители. В воскресенье, соответственно, это будет предфинальный день турнира, а в понедельник финалку. Смотрим. Ну, естественно, это у нас 11-12 сентября, 13-14, это второй и третий день мейн-эвента. Мейн-эвент здесь, по-моему, 100 тысяч. В последних двух турнирах уже по 50 минут уровня будут. Опять же, это более глубокая структура, но не сравните ее там с каким-нибудь мейн-эвентом WCP, где вообще по 90 минут уровня, но все это связано с тем, что структура делается в первую очередь под игроков-любителей, которым супердлинные турниры и не нравятся. Соответственно, получается вот такой баланс. Потом начнется шордек, и с шордека мы покажем только мейн-эвент, который закончится 19 сентября. Так что, если вам нравится смотреть такие трансляции на регулярной основе, можете поддержать нас лайком на YouTube, потому что, опять же, это один из показателей, который видит начальство, которое потом решает в будущем о количестве трансляций расписаний. Так что, чем больше лайков, тем больше можно сказать, смотрите, вот у нас хороший онлайн, много лайков, поэтому давайте показывать Тритон еще больше в следующий раз. Куда пропал Людовик Гелих? Он играет просто в оффлайне, играет турнир подешевле, и в онлайн катает. Вот так, вроде, все нормально у него. Да-да, и трансляции общедоступные, бесплатные, ничего. Не требуется за подписку там что-то, так что действительно... Приложение, по которому мы говорим, называется Тритон Покер Плюс. Он тоже, естественно, бесплатный. Может служить вам как источник информации и как такой дополнительный девайс для просмотра трансляции. Это нет, там трансляция-то не наша, поэтому нет, это как раз не надо там смотреть. Смотрите с нами, конечно. Но можно там чит-каунты, результаты и так далее. Просто я так понимаю, Покер Рок же он не все абсолютно серии Тритона стримит, или все? Ну, с этого года мы начали. То есть это наша вторая серия, которую мы показываем живую, ну, и планируем дальше продолжать. Это просто не каждый день какие-то мы все-таки пропустим. Но, опять же, мы расширили расписание. В прошлый раз были только финалки, а здесь уже будут две предфиналки. Соответственно, увеличивается количество трансляций постепенно. Ну, и можно заодно сейчас в перерыве посмотреть, как дела там в следующем турнире. В турнире 50 тысяч. Там идет уровень еще 2 тысячи. Это у нас четвертый уровень. Позднее открыто будет 10 уровней. То есть на этом уровне еще стартер стэк 100 блайдов. 53 входа. 52 человека в игре, то есть всего один вылет был. Стива Дуайр первым зарыбалился. Там, может быть, еще не учтен. Ну да, там тоже с задержкой этот турнир обновляется. Так что там, может быть, не учтен второй вход Артура. Но в любом случае... Ситуация такая. Брайан Камферст голландец лидирует. Второй стэк у Виктора Малиновского лимитлеса. Третий у Никиты Бадиковского. Понятно, тут суперранняя стадия. И там еще кучу раз все поменяется. Ну и, кстати, рассадка тоже есть в приложении, да. Например, можно посмотреть, какие столы. Артур играет с Стивом Эдвайером, Эбони Кенни, Кристофом Фоггельсом и Томасом Муфлокером. Там Уэйн Лайта, такой стол. Федор Хольц. К ним присоединился Ласло Буйтус от Омаха Фороллс. Уэйн Хоун, Матия Сайбингер, Кейл Бёрнс. Понятно, что здесь какой стол не открывай. Они все будут максимально плотные по составу. Дело в том, что Блокбетс, это, что иногда ты индустрируешь рейзи, и ты начинаешь левелировать себя и сделаешь какие-то crazy колдоны. Я имею в виду, что это стон, минимум-сайзный бет, 150 000 на реке, и я не думаю, что Толерене... Ну, пока что можно полюбоваться на хайлайты тех раздач, которые уже были на финалке, да. На самом деле, мы много что отыграли на финалке. Так, я покину вас на парочку минут, если что-то... С Грэгом можете пообщаться, кинуть вопросики. Да, я подменю как раз. Да, я пойду там, у меня вода закончилась как раз. Сысоев вылетел уже, спрашивает, да. Главная звезда серии Тритон. По факту. У Дина в строю. Нет, Николай, к сожалению, уже не в строю. Монетку проиграл на финалке, там где-то в топ-6, что ли, или там в топ-5. А, седьмым даже, вот пишут. Внимательно комментирую в скобочках. Где посмотреть расписание стримов? Ну, наверное, в телеграм-канале по кирка. Самое первое, что приходит на ум. Тут вот в чате теории на Твиче о том, что Сысоев живет за донаты. Интересно, кстати, сколько донатами можно поднимать в месяц вместе с Сысоевым. Аликс, конечно, Сысоев играл. Так, ну давайте немножко посмотрим за раздачей, которую мы уже видели. Как вы думаете, Китинг ходит к Барберу для того, чтобы оформлять свою бороду, или вот она как-то растет у нее сама по себе, как растет? Ну, просто сам покер обсуждать уже нет смысла, да, мы это все видели. Поэтому предлагаю обсудить вот тему стрижек. В какой-то момент он точно у него был, потому что борода точно была длиннее пару лет назад. Это еще не максимум. В целом, сложно сказать. Выглядит все вот как выросло, так выросло. Вот всегда интересно, жены таких мужчин не напрыгает, такая борода, ну то есть там же, не знаю, как-то целоваться, наверное, не очень удобно. То есть, понятно, что там, типа, выглядит брутально, да, и все такое, но может просто это банально неудобно в быту? Несмотря на, кстати, седину, да, в волосах Бена, лицо у него довольно молодо выглядел, да, то есть такой прям... Не видно, что возрастной товарищ. Вот, на ютубе кто-то со знанием дела сказал, что у него такая же борода, и это не мешает. Ага, понял, ну все, буду знать. Ну просто интересно было реально. То, что вот Дзевелевский ходит в барбершоп, тут, я думаю, со мной не мало, да. Вот нам сообщают, что 4 человека осталось в игре. Да, собственно, призовые тоже видны здесь. 63% зарядка. Примерно как у Туз Валет Сьютет против Король 6. Смотри, почему вы не уходите на перерыв, пока идут хайлайты, ну просто... Не хотим вас бросать. Да, да. Потому что я знаю, вот раньше, допустим, когда я какие-то живые серии комментировал с местом, то обычно там комментаторы уходят в этот момент. И потом в чате всегда 10 минут, типа, а где комментаторы? А почему английский комментатор? Потому что обычно крутится же дорожка в зарубежной. Вот эту вот табличку хайлайты никто никогда не замечает. Я, видимо, сложнее обнаружу, чем пароль на фривол, который может быть на экране. Да, вот даже от девушек пришел комментарий от девушки, что борода лучше, чем царапучая шетина. Все-таки оформление студии очень красивое. Да, да, конечно. Очень элитненько смотрится. Борода ему к общему образу подходит? Да, я его увидел без бороды, там вообще я другой человек. Так он смотрится брутально, а там он просто такой уже ближе к ботанику. Правда, без бороды, конечно, была фотография 2010 года. Свердлевости ради. Скажем ему, что у Чпитера 19 блайндов возвращается, ребята, в столу. Одно удвоение Чпитерка отделяет от первого места, так что все близко. Один небольшой кулер, и можно стремительно отправиться в направлении хэдзап. Ну, вчера закончили на 250-500, в этом турнире даже чуть меньше пишек, да? Здесь было 123 входа, вчера 131. То есть, плюс-минус похоже на структуре окончания. Когда старт турнира по 200 тысяч, в субботу они начинают, там любители будут играть с любителями профессионалами, а в воскресенье, второй день, мы его здесь обязательно покажем на этих каналах, так что подписывайтесь обязательно на Твич, Ютуб, чтобы не пропустить такое событие. То есть, турниры с большими баинами, они, конечно, не уникальны. Даже вот 200 тысяч таких турниров несколько в году. Но вот именно с такой структурой участия, что только по приглашениям и половина это бизнесмены, такого турнира не было с тех пор, как вот миллионник был, тоже от Тритона, в Лондоне. Там очень схожая была история. Там тоже сначала регистрировался бизнесмен, а потом приглашал кого-то из профессионала. Так что это уже оттуда придуманное. Кизин, ничего, 100 с дамой разными. Прошел не придумывать, просто запушил. И сразу же забрал. Сколько человек осталось? Ну вот сколько насчитаешь, застало, минус дилер. Столько и осталось. Ну вообще 4, да. Поехали. Ну вы только что. Но я не думаю, что это 카렸ус. Я думаю, что это реально, но, я думаю, это будет больше лететь на его слушать. Но не думай, что ты стараешься, чтобы его раздельно открываться. Вы считаете, что это первое утешение? И снова Аллен, вот это, кстати, хотя там два стека меньше, конечно. Да, абсолютно стандартный Аллен, они же друг друга пересиживать будут. Там 12-11 же, да, судя по инфографике. Световый король, хорошая рука. Ну и как я говорил, если удвоится Читвик, то станет Чип-лидером. Ох, какой флоп. Еще два аута. Убрал соперника Стивен. Так, ну что, Китинг покажет магию? Нет, не покажет. Нет, нет. Флэш собирает. Стивен и становится новым Чип-лидером, а Китинг самый короткий. Ну, опять же, вот такие стеки, что здесь на выставлении все и должно решиться. Как думаешь, хедзап продлится больше 10 раздач или меньше? Чуть у вас средний стек. Ну, я возьму, наверное, меньше, хотя в целом хедзап это несложно поиграть подольше. Просто я здесь как-то комментировал в мае, вот мадридская серия Тритон, мы комментировали с Катон, Спартаком, хедзап. Никита Баляковского и Дэнни Тенка почти три часа врага. Два с половиной или два пятьдесят. Там они начинали, у них, конечно, было 120 блайндов на двоих, или даже 140. Там дошли до двадцати пяти на двоих. Но здесь, в целом, мне кажется, близкое должно все равно по ожиданию. Потому что мы представим, что сейчас, допустим, два стека по двенадцать миллионов образуется, да? То есть, ну, по крайней мере, по тридцать ББ все-таки десять раздач можно справиться, сыграть легко. А ты бы взял больше или меньше? Да, фиг знает. Ну, давай возьму больше, а если ты взял меньше? Ну, интрига, да, будем считать. Давайте как раз голосование модеры. Не, у нас прогноз-то есть. Кстати, интересный прогноз на будущее, да. Хотя, кто у нас остался? Девелевский человек? Ну, теоретически, если он закончится, то это прикольный прогноз, да? Вот перед хедзапом же обычно будет пауза на две-три минуты, как минимум, и на количество раздач больше-меньше. Хорошую идею ты подогнал. Ну, может быть, только скорректировать там не десять, а пятнадцать, что-нибудь такое. Более пограничное. Когти орла отправились пас. Вернее, когти петуха. Да-да-да, ты знаешь матча. Ну, как бы, обязан по долгу службы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Из-за вот тех караташей на Юрия. Первый раз за сегодня Стивен со мной защиплетен турнир. И вот первый раздача в качестве капитана стола. Рейс, он, мит. Все возможные опции. Тут вполне возможно, что вообще там практически без пассов он хочет играть. В рейс. В i75x. Ну, в целом нормальный сайз. Ну, Юрия кол должен здесь пролазить. Слишком хороший коннектор с Ютовой. Даже несмотря на ИСМ давление. Ол-ин, да, он решает сыграть. Ну, как будто бы нестандартное действие, учитывая, что он в позиции, у него нет блокеров. Не знаю. Мне кажется, кол лучше, чем ол-ин. Просто ол-инить больше, чаще надо то, что плохо постфлоп играет. Да, то есть тузыксы какие-нибудь там с блокерами. А то, что хорошо играют постфлоп в позиции, жмякаем кол. И спокойненько себе там разбираемся. Хороший пас от Бена. Ну, а то, что-то. Теперь, к кнопке Кидвик. Сиди второй. Пой-неград. Пой-неград. Кто-то сказал Стиви чтобы пой-неград? Кто это? Я убил. Я думаю, что Кидин сказал Юрия, может быть, что пой-неград. О, ок. Да, Кидин говорит Юрия. Пой-неград, пой-неград. О, Лин. Пас он, да, сыграл? И какой там стэк? Ты четвертый? Ну... Ну, слушай, такой суровый мужчина говорит, take it easy. Видимо, напугал. Ну да, такая как бы... Страшил. Вот здесь вспоминаем, о чем вот там еще, по-моему, Костя Лаван написал. Может быть, мы чуть реже хотим давить на Кидинга, потому что он может не выкинуть то, что мы хотим, чтоб он выкинул. Если мы там через рейс, грубо говоря, хотим сыграть, да? Оу. Оу. Ну, тут слишком сильный против слишком слабый. Но при этом стэки в них сравняются после этой раздачи. Несмотря на короткие стэки, все равно интересно много очень раздач, да, вот этих пограничных, спорных. Наверное, даже если не забуду, хочется посчитать потом все эти споты в калькуляторе. Проверить. Проверить. На самом деле, в каком-то аспекте... Ну, то есть это, естественно, больше такая тренировка ICM, но вот все-таки в глубоких стэках те споты, которые мы можем увидеть в дорогих турнирах, они не часто могут пригодиться на микролимитах, грубо говоря. Просто потому что там поле играет иначе, и там какие-то сложные блефы, тонкие доборы, они могут меньше вэлью иметь. А вот просто ICM, да, на финалках, он и на микролимитах ICM, и там в коротких стэках игра тоже будет, в принципе, как раз уже ближе к тому, что мы видим. Что думаешь насчет такой мысли? Ну, согласен, да, то есть эти раздачи гораздо более денежные, чем там в начальной стадии какие-нибудь там чип-евашные блефы. Вот это просто open push во весь стол играет Юрий, потому что у Чидвига такой же стэк, то есть он рискует всем стэк. Ну, практически. Ну, король валет, инстапасс получаем, так что понятно, что действие точно не минусовая. Ну и тут, опять же. все так близко, что просто два банка небольших, причем даже без флопа, выиграл Юрий и вернул себе первый стэк. Бэну наконец-то дали руку для... А здесь такие баяны прям раздают, что даже вот как-то, не знаю, стыдно их комментировать. Либо очень хорошее, либо мусор, да, то есть как бы суперпростые решения. Вот ты в чате пишешь, что за неделю, конечно, нереально выучить покер, а вот как тренер скажет, какой минимальный вообще отрезок времени нужен, чтобы именно вот выучить, ну, может не досконально, но превратиться в очень сильного игрока с... Мы не берем там вообще, чтобы правило не знало, чтобы ты, допустим, там, играл в мелкие лимиты, пришел в фонд, и вот сколько нужно времени. Ну, это, естественно, при условии, если человек там максимум усилий прилагает. Ну, зависит от человека, да, все довольно индивидуально, то есть кто-то быстрее схватывает информацию, да, и готов делать то, что ему скажут. А кто-то есть даже опытные игроки, которым ты даешь какой-то совет, например, да, или там что-то поменять, а человеку психологически просто сложно, да, то есть он вот как бы в этом консерватизме находится, и он понимает, что вот так делать с точки зрения логики, допустим, лучше или плюсовее, но не может себя заставить это сделать, потому что, ну, дискомфорт, да, то есть зона комфорта покидает. Поэтому сложно сказать. Я прекрасно понимаю, да, потому что вот у меня тоже, когда что-то говорят, это действительно какие-то вещи вызывают в меня дискомфорт, там, какие-то овербеты, например, мне все время кажется, что я их там... То, что я вот в голове понимаю, что я не забалансирую, вот, я очень тяжело... Но вот именно на твоих глазах, понятно, что есть какие-то уникамы, какой вот примерно вот максимальный прогресс ты видел, сколько вот, чтобы человек... Не могу сказать, потому что я никогда не работал с нуля, да, то есть с новичками, то есть вот когда в фонд берут человека, там, на какие-то микролимиты, ну, и не следил, и не интересовался этим моментом, к сожалению, там, или к счастью, то есть у меня же, получается, игроки все средние лимиты, либо высокие, то есть я как бы уже работаю с какой-то базой неплохой, и улучшаю ее. Возможно, у фанфарма есть сведения, статистику, просить у них надо. Но, да, есть споты, которые, вот как ты говоришь, они дискомфортные, и даже у меня они были, но я как бы для себя понял, что тут надо просто долбиться в эти споты, постоянно их как бы изучать, проверять, и в какой-то момент оно, знаешь, как бы начинает как будто бы в крови. В кровь к тебе проникать, вот именно до понимания какого-то, да, что вот ты прям почувствовал логику этого действия, тогда ты его начинаешь делать. А если, конечно, это поверхностно намазано, да, что вот на, типа ставь овербет, и ты такой, ой, сел катать, а тебе как бы страшно, некомфортно, и ты не понимаешь вообще, не уверен, да, что это правильно или хорошо. Конечно, ты будешь забывать, или там как-то стараться этого не делать. Так, а что здесь, Расширь все-таки хочет? Да, здесь, видимо, через рейс пасс. Это же не рейс колл мы играем, что с 5 разными здесь, на полстэка, что думаешь? Ну, сейчас я на чат отвлекся. Так, джевелески отрейзил. Как, что ты спросил, Дима? Мы же играем рейс, чтобы выкинуть на аллен. На аллен Киттинга? Ну, на любое. Ну, да, 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 типа. Все так. Так, Бэн защищается, да? Угу. По слову, в глубине 10 байдов. Ну, тут разберется, Бэн. Тут интрига только в том, будет ли насыпать комбет Юэй, или от Чек Бэхайн сыграет. Да, это проблема. Байдов, мин-рази, и вы позволяете Биг Блэн, чтобы в глубине 10 байдов, чтобы он был в глубине 10 байдов. И отфлоппи, да? Ну решил через конбет сыграть, да. Полтора блайнда проставил. Чекрейс смотрится, очевидно. Ну чекпуш, наверное, уже в таком стеке что-то. Ну, в принципе, да, здесь такие стеки, что там чекрейс миллион триста, не сильно по EV отличается от чекпуша. Снеп пасс. Но возвращаясь к префлопу, в тус-5 тебе что больше нравится, если он через рейс или все-таки в двух стеках 8 и 10 блайндов мы можем в тус-5 пушить? Получается, у него 20 где-то 4, да. А там сколько были стеки, еще раз? 8 и 11. А третий? А третий у нас за спиной выкинул скотов. А, ну тогда опен пуш, по идее. Ну мне тоже интуитивно кажется. Зачем рейсить? Я просто не понял, он до этого там даму 10 во весь стол запушил 20 бб, а тут... Вроде с бата на 10 бб стандартный пуш, но там, тем более, даже меньше. Тус-5, ну, любой туз-x разномастный. Не знаю. Ну, что-то как бы заглючил Юрия. Шесть скипнул. Ну, в целом нормальный пас, кстати. Так, не знаю, с чем Бен думает. Ну, он паузу выдержит здесь и с над своей рукой. Нет, так это не его рука, это там заглючила фиграфика. Не-не-не, да-да-да. Я просто имею в виду, что то, что Бен думает... Ага, ловушечка. Ловушечка. Я думаю, это было? Это было против Юрии. О, Юри был, который его подошел. Но это же мусорка. 15 больших байдов. Эй, Чидвик. Это что-то глупо. Не работает, но мы еще можем переборить. Ну, глупо не глупо, который мы используем для поставки... Совсем ничего нет в руке у Чидвика. Ну так, бед пас. Не думаю, что Стиви здесь будет что-то придумывать. Угу. Сошлись, кстати, два игрока, которые еще на старте карьеры взяли себе незамысловатые никнеймы. Один Бен 86, другой Стиви 444. Угу. Просто по имени и циферки добавили. Кинг самый короткий здесь. 8 блайндов. Так, Алекс, ты что? Ну, пока карточку таймбанка решил сжечь. Перегрелся. Чутка. Так, подожди. Он реально карточку таймбанка сжег? Да, да. У него 20 секунд было решение, он не вложился. Чисто по рофлу. Решил дать фору оппонентам по карточкам. Угу. На самом деле у него их много, что, в принципе, не удивительно. Довольно быстро обычно принимают решения. Ну, и суперсложных решений у него не было. Ну, единственное логичное объяснение, что он как-то с блайндзапом каким-нибудь связан, я не знаю, но... Ну, слушай, няня, с перерыва не так давно ушли, поэтому не думаю, что... Скорее всего, вот вариант заглючила, подустал этот. Больше. Похоже на правду. 15 блайндов у Стивена получают. Симпатичный стартер. Ну и да, здесь просто минрейс или сразу... Да я думаю, что просто пуш, типа, нам не очень здесь... Рестилы какие-то от Юрия выгодно вылавливать. То есть рейс колл мы не хотим здесь играть. Пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч, двадцать пять за спидой. Читвика была ситуация, где он на ривере так поставил. Он часто вот именно там вставляет себе одну фишку и выкинул. Не, ну это прикол какой-то, то есть здесь вот он докинуть уже не может. Не-не, понятно. Тут и не придется под нашу китинга стек меньше. Так, здесь он тоже карточку таймбанка сжигает. Ну, простой пас плюс-минус с восьми блайндами. Или у него меньше? Его шесть. Ну шесть неприятно, конечно. Колл, да. Ну не знаю, надо проверять. Надо проверять. Боюсь, что может не хватить. Просто из-за эс-эма. Ну, интересно, да. Он попал в хорошую руку, конечно. Пока впереди. Просто у него нету, по сути, хороших сценариев, да. То есть даже туз-четыре, туз-три у Чидвика это сплит. То есть он вообще ничего не доминирует здесь как следует. С этой рукой. Что Чидвик не пушит, как бы там пять-шесть, например, мастевые. Ну, мне такая логика видится. Шутит Хитинг, потому что Чидвик объявил рейс пять миллионов. Он говорит, я колл пять миллионов сделал, так что давай мне пять миллионов. У тебя нет пять миллионов, серьезно, отвечает Стивен. Шутки за 300? Да, 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 да. Да, вот Энгри Хельмут вспоминает как раз ту историю, по которой я вспомнил, что был вот блеф от Чидвика в каком-то дорогом турнире. И там Сэм Грюнет его порейзил с Натсом, и Чидвик просто, да, выкинул осталось эту одну фишку. Со стороны могло выглядеть странно, но там просто еще какой-то блеф. Типа 7 хай условный. Ну и опять же, да, как стремительно усоменяется, Чидвик был коротким. Гудва стал чип-лидером, Гудва оппонента стал коротким. От первого до последнего места просто одно выставление каждый раз. Практический вопрос, как бородатый противогаз или акваланг одевает. Как бы не то чтобы это обязательное, да, такое для жизнедеятельности успешные условия одевать акваланг или противогаз. Я просто опять же не ожидал, что эту тему будем понимать. Сняжет до нового ракурса, да, снова воскреснет. Получается, каких-то радостей лишен заброды Алекс Хиттин. Добавно, кстати, да, вот сейчас обратил внимание, у Юрия микрофон висит, и по сути вся финалка, тупо молчали все. Угу. То есть микрофоны у каждого есть. Ну понятно. Здесь кроме Киттинга никто не пытался вообще. Интересно сейчас, что рассказали. Английский комментатор, что у Завелевского спросили, кто самый тяжелый оппонент для него. Он назвал Родриго Силуана. Родриго Силуан в оффлайне его почти не видел, но он постоянно играет в Супер Миллионс. Тоже один из всех бразильцев, которые играют дорого, но он не супер известен. Он был на большом Супер Миллионс, который с гарантией 5 миллионов. Он там вышел на финал, правда ушел седьмым или восьмым. Ну интересно, да. То есть. Выделил игрока из своего комьюнити Девелевский. Спрашивают, не устал ли комментатор обсуждать каждое действие? Ну нет конечно. Ну вернее устал. Да. Ну а что делать? Ты вот как Дима устал? Ну подожди, обсуждать или осуждать? Тут рано. Ну обсуждать, наверное. Мы же сейчас как бы ничего не осуждали. Я тут, собственно, моя работа и я считаю, мне повезло, что есть работы точно посложнее, чем сидеть и про покер говорить. Тем более это очень интересный турнир и очень интересный состав. Ну а давайте сразу ответим на вторую версию вопроса. Да, если не устал ли осуждать каждое действие? Ну мы же не виноваты, что они криво играют. То есть к нам-то какие вопросы? Ты готова к следующему 30k6 максу? Ну, слушай, я учил Шидвик все, кто знает. Мы знаем это. Я не очень любил привести внимание к этому, но... Разминаешь шею Бен. Можно здесь массаж заказать на серии. Некоторые игроки этим пользовались. В Мадриде, конечно, запомнилась трансляция, где Тони Джин часов пять подряд массировали за ТВ-столом. Чатик очень-очень переживал за массажистку, но она-то зарабатывала там свое месячное ожидание, возможно, в тот день. Так, Стиви с пятью блайндами. Здесь Стиви мы осуждать точно не будем, потому что он делает правильное действие. А именно запушит. И Стиви сейчас такой лимб. Аликс, ты карта посмотри своей. Да, ну или приложение Тритона, открой. Фулл душем. Пациков. Чатик ничего не прощает. Майя оговорился, что массаж стоит доллар в час, вместо доллар в минуту. Не забыли, не забыли. Я думаю, здесь подороже, чем доллар в минуту. И это раньше было еще доллар в минуту. Сейчас, мне кажется, чуть поднялись расценки. По-прежнему у нас вот эти раздачи, где один получил труку для пуша, другой для пасса. То есть, действительно, здесь ничего вообще интересного. Так, что, еще и blinds up, да, как бы. 250-500. Именно все еще четверо. То есть, вчера хэдзап играли на этом уровне, потому что фишек было больше в турнире. Ну, мы довольно быстро так вышли на финал, куда там какие-то кулера раздали и так далее. А вот потом все замедлилось. Представляешь, как мы сейчас будем радоваться, когда раздадут наконец какой-то кулер, там десятки в туздаму. Да здесь даже десятки в туздаму нужно. Здесь уже валет 10 уже неплохо. Там Чидвику королям истевого дайте. Он, я думаю, на четыре блайнда-то не выкинет. Я думаю, да, на массаж, в принципе, позволить себе все могут, но здесь кому-то это может и мешать слишком, да, там, держать концентрацию. То есть, кто-то, кто привык, кто постоянно заказывает им норм, но я просто, опять же, вспомнил про это, потому что Бен постоянно начал шею разминать. Я вот не знаю, насколько я смог бы бодренько комментировать, если бы тоже была такая опция. Кажется, сразу хочется глаза закрыть, замолчать, о чем-то там подумать. А тут концентрация нужна. Так. Свет выключили на кипре. Надеюсь, сейчас вернут. Какой детокс был. Так. Десятисекундный. Дождались и опенрейзов. Ну и, кстати, здесь... Этот миллион Китинг уже не увидит в своем стеке после этой раздачи. Дзевелевский? Нет, это бразильский чел с бразильским гражданством. Угу. Ну, там чат выяснилось, что у него бабушка с Польши, но тоже... Так-то там родители даже уже давно жили в Бразилии. Что-то у него татуха уже стерлась на предплечье. Вчера Джейсон Кун рассказывал. Они как раз с Юрием разговаривали. У Юрия восемь татуировок имеются. А у Джейсона ноль, но была одна. И он сказал, что вот на животе я сделал татуировку, когда было восемнадцать. Но в итоге потом сводил. Было очень стыдно. Вы не самое стандартное место для татуировки животом. Для первой особенно. В то время Джейсон Кун занимался лёгкой атлетикой на неплохом уровне студенческом в США. И сейчас он крутой пучерист, амбассадор. А он же недавно что-то там, ну, может, год-полтора назад пари заключал. Что, типа, сможет он после травмы в течение года выбежать из стометровки. Да, да, было такое. Но я, честно говоря, не помню, чем закончилось. И что? Слился? По-моему, что-то там стухло всё. Потому что не помню, чтобы это освещали. Возраст. Вот так вот. Да, вот Александр говорит, что уже четыре года назад было два доллара минуты в разваду в Сочи. У меня очень устаревшая информация. Ну, я не удивился бы, что это в районе пяти долларов в минуту здесь. На VIP-серии всё-таки. А ты массаж заказываешь, когда играешь? Не-не. Ну, во-первых, я играю в серии, где этого нет. Просто я же играю в небольшие местные. Два русские серии. Так, ну, хотя бы, когда у него здесь и так широкий диапазон пуша с тремя, с половиной блайндами. А тут раздали вообще. Делает вид, что надо это подумать. Ну, это уже больше какой-то, не знаю, традиция, что ли, или какая-то, как правильно это сказать. То, что он на одну фишку ставит. Да, ну, может быть, да. Ну, вот и кулер. Ну, здесь как бы в трёх блайндах, опять же, не то, что много нужно было. Здесь туздамы, и когда едешь против треста онлайндов, хочется обычно получше выставить. Ага. Пока всё спокойно, даже никаких бэкдоров нет. Есть варианты поделить теперь. Ну, это очередное удвоение. Вчера было много удвоений коротких, и сегодня, в принципе, такая же тенденция. До восьми блайндов поднимается Стивен, десять блайндов у Бена, по-моему, десять тоже у Алекса. Сейчас перепроверю. Да, тоже десять, и Юрий лидирует с двадцатью. Ага. 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 Бенто в принципе впереди, так что он может не понадобится куда-то во что-то попадать. Не знаю, думаю, что что-то как не очень оно выглядит, на первый взгляд, 1 капа. Так, ну, хорошая новость, потому что кто-то здесь все-таки покинет? Ну да. Практически. Это значит, что есть какой-то прогресс. Да, удваивается Бен. Ну, сейчас будут пересчитывать, да. Ну, слушай, здесь, если у него останется даже 25 тысяч, при ББ МТ он будет, так минимум, там за 600 тысяч выставляться в следующей раздаче. Подожди, а кто заплатит за него этот? Так он на катофе, и ББ МТ сейчас проставляет Дзевелевский. Ну, тут, безусловно, нет диапазона паса у Киттинга, потому что если вдруг Киттинг с таким стеком остался бы на ББ, то вот тут эта фишка ушла бы в МТ, и он только за нее играл бы, да, то есть только мог вернуть ее назад в случае раздачи. Вот это вот минус такой ситуации с ББ МТ, что когда-то самый короткий, когда-то супер короткий, это может привести вот к такой жестокой ситуации. Да, это реально жестко. Ну, здесь, да, он, я думаю, даже не будет смотреть. Не, не удержался. Что? Алекс, Алекс, ты что? Так и запишем. Ну, то есть он сейчас бы поставил ЛН 25, и он выставился бы за минимум 600, ну, там, 575 минимум. Он, а так он будет за 25 выставляться в следующей раздаче. Но он может быть просто не в курсе этих тонкостей, как ты думаешь, что без разницы? Может быть. Может быть. Даша подскажет Бену, что можно, ну, любых двух ставить, учитывая, что есть просто стек 25 тысяч. Сейчас бы правило играть, когда все за 30 тысяч заходишь. Ну. Я бы не знал, что они вообще не знали, что происходит. Я знаю, что у меня есть миллион долларов, но могу я подключить вашу батарею сейчас? Я знаю, что у вас есть один таймбанк, и у вас есть часть 4-х. А, нет, Бену реально там и не ту надо. Ну, как бы понятно, что там часть рук можно отрейзить, но в целом, Дама-6 выглядит как пуш. Какие 600 он выставит? У него нет 600, у него 25. Приветствую, Мэн. Ну, что только здесь, я думаю, пас просто. Всегда. Ну, и Завелевский будет его принимать, если он запушит. Ну, да, ну, я просто не вижу смысла пуша, когда человек в автавыне. Ну, типа, да, там банк-то маленький. Да, да, там даже нет дополнительных фишек. Мы здесь пытаемся забрать малый блайн, тут Завелевского. На всякий случай, Чидвик пытается разобраться в этой ситуации, но здесь просто... Да нет, у него пас, как бы, типа, стек ждать, что вылетит он просто. Так, ну, вот этот комментарий я же так и быть и прочитаю, ну как. Лесные такие слова пишут. Отличные комментаторы. Куда ни мотни трансляцию, везде что-то интересное рассказывают. Респект, ребята, спасибо. Спасибо тебе, Сергей, за теплые слова. Мы с Димой польщены. Чидвик решил сыграть сателлит и нажать колл, типа, чтобы... Думаю, что... Ну, здесь должен пушить. Зря. Он рискует третью стэка, при этом он может просто забирать сейчас эти фишки. Да, думаю, что зря, наверное, очень залипил. Ну, нет, Ален, конечно. Что-то перемудрил. Типа, по Тотсу, это плохие на лимб, то есть за 300,000, или там за сколько лимпить? За 275. Нет, все-таки, все-таки, окей, видимо, на Тритоне идет преимущественно, когда у тебя нет на антене, значит, ты поставишь ББ. Он все равно едет всего за 75, а не за 575. Он все равно едет всего за 75, а не за 575. Окей, но это все равно 75 и 575, огромная разница. Ну и плюс у него еще пока что три аута. Да, вылетает здесь. Китин, в целом, все равно ключевая до этого была, когда он короля запушил. Четвертое место для Алекса, ну, будем честны, сложилось ему еще в этом турнире, в определенных спотах, просто уже 4 макси. Как-то дядька приятный. Нет, вопросов приятный. Почему он пишет три аута, когда четверг выкинул короля, но здесь просто не учитываются выброшенные карты. Есть с карт-ремовелом графика, а здесь без карт-ремовела, то есть можно мысленно ее улучшить, докрутить себе. Кто из наших играет по 50 тысяч, спрашивают. Вячеслав Булдыгин, Никита Бадиковский, Виктора Малиновского берем наши, ну, думаю, можем. Виктор Кудинов, Артем Женков, Алексей Боровков, Артур Муртирастян. Да, вот такой список. Никиты Кузнецова нет, Андрея Зайченко тоже нет, а те, кто играли предыдущие, допустим, нет. Ну что, два моих против твоего? Мне все равно очень импонирует, как играет Звелески. Вот не очень понял только там, когда он туз-5 решил расширить против двух коротких стеков. В целом, очень нравится наблюдать за его игрой. Ну, хотя, опять же, здесь в 3-максе остались все высоко квалифицированные игроки. 408 тысяч уже гарантированно в топ-3, 627 за второй, 930 за первый. То есть вот здесь как раз очень большие путь-джампы начинаются, да, это все по 60, а тут 219 тысяч равенцы между третьим и вторым. Вставочку не хочешь на 3-макс? Да, здесь, здесь, как бы у Читвика 3-блайда. Ну, у них почти равные стеки. Ну, вернее, не у Читвика, а у этого Бена и Юрия. Я так и не понял, какой был план у Читвика с королем. Ну, типа, на двоих точно выбить третьего. Ну, вернее, да. Ну, просто ампутации плохие, не знаю, думаю, что этого не надо делать. Просто я не удивился бы, если там Дзвилевский и без Вэлли руки мог запушить просто потому, что он забирает 500 тысяч Читвика, забирает обратно свой малый блайнд и рискует 25 тысячами. То есть это там... А Читвик калирует там, может, на супер узком диапазоне. Так, ну, Бенчик, походу, Аллен должен толкать. Ну, вот он до этого, в ситуации, где был супер короткий китинг, просто Рейс играл с Баттона. И здесь он тоже предпочитает Рейс. Рейс, понятно, не минусовый, но просто в Аллене столько фуллдекоти будет. Так, ну, сейчас у Читвика пуш близок к 100%. Там два блайнда? Или два с половиной? Вот две ставки по 500. Ну, два блайнда, да. Ставка один миллион сто двадцать пять или миллион сто пятьдесят. Короче, двадцать пять он себе оставит, как обычно. Миллион сто семьдесят пять. Ну, кстати, здесь, если два Аллена увидит. Поэтому он чуть больше, может быть, оставил. Не, я думаю, что здесь нет паса все равно. Типа, даже, ну, как бы, если там два Аллена, да, то есть, типа, две сильные руки, то, ну, опять же, типа, тот, кто выиграет, он выбьет двоих, а он все равно третье место займет. Просто здесь, как раз, учитывая, что если Двилевский пушит, то Бенна в сильном диапе коль. Соответственно, ей будет приличная вероятность. Ну, ну, ладно, опять же, это все суперредкие ситуации. Да. То есть, я много финалок прокомментировал. Я видел пару ситуаций, где вот такой ситуации точно нужно выкидывать, но люди все равно не справляются. И ехали очень плохо. И утраивается Стивен Чидвик в этот тач. Приятно видеть. Знакомые лица на крупных сериях. Фотограф Олег, который очень долго работал в Сочи. Сейчас, как понимаю, в первую очередь на Кипре. Там же и Витя с Сашей. Операторы, которые в Сочи очень много крутых репортажей делают. Сейчас они на Тритоне работают. Высочайший уровень признания. Да, круто. Очень-очень-очень рад за них. Присмотрелся к стеку Чидвика. Как обычно, выбираем между опен пушом и рейзом. Ну, здесь выбрал рейз. Не любят бразильцы опен пушить. Да, в игре Трое просто не обновилась графика. Бывает. Кто-то одну кнопочку забыл нажать. Ничего страшного. Ну, или с дилером еще посчитали, да? Как написали. Ну, вот здесь. Донг пуш какой-то сыграть. Может быть, окей решение. Угу. И это совсем другая ситуация, чем на той пускай доски. Тут и СПР, по-моему, даже еще более жесткий. Ммм. Там здесь СПР. Прилично меньше единицы. Ну, Юрий, кстати, может заколлировать здесь. То есть, он дрова не блочит. У него туз червей есть. Такие там ЖТ, КТ. Ж8, Т8. Ну, вот Чудвейк думает, типа, донг пушить или нет. Ну, я думаю, что запушит он. Ну, просто, типа, чек-колл играть. Ну, такое, по валет-хай. Так у нас есть какой-то фолд-эквити. Ну, да, Стиви. Красавчик. Ну, и вы считаете, я думаю, Завелевский. Да, я думаю, может. Не будет сразу колл. Да, да, ну, нормально колл. Ну, много там в Лэш-Тро должно быть таких-то гадшотов. Ну, причем, посмотри, тэквити как бы немало у Чудвика. 37% в целых. Поэтому одна из самых лабора. Чуть хуже, чем монетка. Айс-хай. Все-таки закончили все удвоение Стивена Чудвика. Вылетает он на третьем месте. И у нас... Наконец-таки хедзап. Хедзап, да, Бен Толерн против Юрия Завелевского. Как-то сразу обратился к Юрию Бен, я бы не удивился, если бы он, может, предложил поделить, потому что супер короткие стэки. Но это мое предположение, не факт, что... Ну, там все-таки за три стэка они играют, да? Да. Как бы это нужно быть очень богатым, чтобы в таких стэках играть хедзап. То есть, да, против любителя, там в стэках 20 блайнов не супер много преимущества остается. Ну, а рек-рек, действительно, я думаю, что не удивился бы. Не удивился бы. Ну, может быть, Бен банально говорит, типа, что там, пять минут передохнем, пауза. Ну, в любом случае, их рассаживают еще всегда. И получается, что у нас по стэкам на начало хедзапа? Тринадцать миллионов шестьсот двадцать триблайна, соответственно, у Бена. И одиннадцать миллионов у Зевелевского. Десять раздач, в принципе, можно сыграть. То есть, мне кажется, так все еще близкая такая ставка. Ну, а мы в очередной сведем рекламу мейн-эвента WSOP онлайн, который уже стартовал. Но впереди еще много флайтов. Боин пять тысяч долларов, гарантия двадцать миллионов долларов. Но есть сателлиты, можно оббираться с одного доллара. Можно еще вот эти супербыстрые сателлиты играть, которые, кстати, без рейков проходят. Рошамбо. Ален оф Олд. Третий забыл, новенький совсем. А, Аватар Рейс. Так, ну это часы для чемпиона не этого ивента. Такие часы для чемпиона мейн-эвент. Такие всего двое будут разыграны. Но есть браслет. Это как раз новинка этой серии. Они не похожи совершенно на браслеты мировой серии. Это там недорого-богато. Ну то есть они как раз дорогие все еще, но они не такие там блестящие. А такие вот скромные из какого-то вот... Ой, боюсь, Иван, не скажу материал, но тоже выглядят интересно. Опять же, сегодня, думаю, еще посмотрим, как кто-то из ребят этот браслет заберет. Нам должны показать. Ну и, кстати, да, перерыв перед Хазабом, потому что стулья Secret Lab нужно выкатить для финалистов. Ну и не забывайте, что все только начинается на этой серии. И впереди много-много трансляций. Каждый день в 2 часа дня, кроме субботы. Кстати, могу анонсы к вам дать, что вот мы много говорили про турнир по 200 тысяч долларов. И финальный стол этого турнира будет в понедельник. И в качестве комментатора в понедельник ко мне присоединится сам Илья Городецкий. Так что, ну это нам этот очень подходящий выбор для такого необычного мероприятия. Легенда комментаторского цеха будет на этом канале в понедельник. Это у нас 12 сентября. Дима будет молчать, но учитывая, что это будет мой шестой эфир за 7 дней, я и не против. Дима, будешь пытаться играть в флайт в мейн? Спрашивайте, Егор. Привет, Егор. Нет, я думаю, что скорее нет. Я играл вот сателлиты на мистере, мне было интересно, но мейн, как-то я вот еще не готов морально играть. А, понедельник 12, да? Я уже запутался, да, 12. Колоссус даже еще могу представить, что я поиграю сатой, да? Но мейн просто, мне кажется, за 5 тысяч это слишком много, я буду слишком зажиматься и слишком далеко от своей оптимальной игры отыгрывать, поэтому думаю, что нужно вот как-то постепенно подниматься, еще и плюс, опять же, так как у меня есть просто сейчас цели и какие-то задания от тренера, хочется их выполнять на своих лимитах, так, мейн может быть когда-нибудь, но не в этот раз, пока что кому-то другому оставлю шанс выиграть очень много денег. Колосс по 400, да, по 400 долларов, на ранее 3 миллиона. Ставлю на Бразилу, потому что нравятся его усы, ну, почему бы и нет, можно и так делать выбор в прогнозах. На Отвече прогноз идет, и, кстати, он закроется через полторы минуты, так что, ребята, не... Пусть это возможностей. Like the EU пишет Азат, вот, спасибо. Ну, если помимо того, что у нас на канале будет Илья Городецкий, есть еще какие-то поводы, вам что-то нравится в наших трансляциях, ну, или, в принципе, сами фанально по себе трансляции, то лайки мы очень поддерживаем и будем им благодарны. Когда я будешь играть в мейн, возьму дольку, лет через пять? Ну, может, и наоборот будет. Ты будешь играть в мейн и будешь продавать дольку, я. Так что посмотрим. Здесь мы смотрим раздачи, которые происходили за финальным столом. У нас финалка получилась, ну, достаточно продолжительная, учитывая глубину. Ну, я подозревал, что могли быстрее сыграть. Ну, я рассчитываю освободиться к четвертьфиналу в US Open рублевте Афон. Посмотреть. Поболеть за Андрея. Вчера, конечно, Корен Хачанов, какой красавец, а. Обыграл Ника Кириса, кто-то мог подумать, что Корен свой первый полуфинал оформит. Ну, и в принципе, Каспер Рут, хоть и борется за первое место в рейтинге, но не выглядит не обыгрываемым соперником, так что почему бы и дальше не пойти Хачанову. Ты не думал, как тот, кто-то шутил. Ты, в самом деле, ты взял свои эмоции в третьем месте. Мы ждем, чтобы они провели. Так, ну опять нам польстили. Теперь же на Твиче пишут, наконец-то топ комментаторы после Городецкого и Семина. Спасибо. Мне довелось на мейн-эвенте прошлого Тритона вклиниться в этот дуэт в третьем. Я с Михаилом Семином даже вживую комментировал в Сочи. Там в студии финалка там какого-то мейна. Так что это было интересно. Ну, там мониторчик такой у них специальный. Это хипотетическое, что мы позитили, только потому что он знает, насколько больно этот участок. Смирает, он говорит, я не могу верить, что я в этом участке. Да. Он только был у меня Юрия, и в итоге они все равно оказались в хедзапе. А если бы был колл, очевидно, что одного из них там бы не было. Это вопрос. Сахрас, как я понимаю, спрашивает финал про финалку мейн-эвента. Она точно будет с открытыми картами. Трансляция это 27 сентября. Просто кто будет комментировать, пока неизвестно. Я не знаю, что я бы сделала. Я хочу звонить, но я думаю, что я буду просто... Я предпочитаю, что я получил два разных карта. Да. Слайд в муку. О, я заброшу руку, ребята. Я могу просто взять одного из этих мужчин в черных ваннах, плачать его на меня на face, предпочитать, забывать все, и просто положить его в муку. Нет, это не слойплей. Вот здесь уже потянулся, уже потянулся к фишкам. Бен, потом схватился за голову. Ну, было видно, да, что у него... Случился... перегруз системы. Так вот, опять нам комментарии говорят, что фотографов взяли не кудышных, операторов тоже, а вот с комментаторами что-то, ну, прям супер вышло. Спасибо большое, мистер Фабиан. Но мне кажется, нормальные фотографы тоже, и операторы хорошие. Это мода хорошая, конкурсы интересные. Так, глянув, что там в полтинничке, да, хотя там вроде, как раз они должны были доиграть до перерыва на ужин. А, ну, это Артур писал без задержки. В турнире по 50 тысяч, которые завтра будут у нас на экранах. 69 входов, 50 человек в игре. Кстати, прогноз ты не забыли на количество раздач в Фудзапе? Нет, они решили все-таки более классический на игроков, что в принципе неплохо, когда близкие стэки, да, то есть если были бы не близкие, как раз было бы не так интересно. Кейл Бернс лидирует, три с половиной стартовых австралиец на билд. среди руссказычных игроков у Вячеслава Булдыгина самый большой стэк. Седьмой, он в Чипкаунте. Но это еще стадия, где можно рентри делать, там полтора, три блайнды при стартовом, 200 тысяч. Скорее всего, опять будут играть сегодня до ИТМ, а завтра там в двух столах. мы будем наблюдать. свалят маст пассы, это правильная игра, там вся суть в том, что на тот момент у Юрия был первый стэк, у Бена второй, в игре было шесть человек. То есть, Бен рисковал всем стэком, и в такой ситуации его стэк очень дорого стоит, это тот самый асем, про который мы так часто говорим. соответственно, в той ситуации, опять же, нередко я уже сталкивался с таким, когда комментировал финальные столы и не помню, честно говоря, кто из моих субкомментаторов объяснял, но готовые руки коллировать гораздо лучше вот в таких ситуациях против особенно суперширокого пуша. То есть, там, с какими-то девятками там отбивать лучше, чем сус валет. Но это, опять же, там не совсем такой спорт, потому что там не они тупушат, конечно же. Не знаю, навскидку там выглядело чуть ли не там дамы плюс, то Скороль Сьютед и то как бы еще под вопросом. Я думаю, что конкретно в том споте надо еще уже, конечно, смотреть. Ну да, то есть, может быть, просто тупо дамы плюс там условные. Я вот, когда последний у меня удачный турнир был в оффлайне в июле, я занял третье место в турнире по 200 долларов на 200 плюс человек, и я очень сильно давил бабл человек на прямом бабле я сыграл окун пуш с котов, он на ББ со стеком типа 11 блайндов выкинул валетов, но там проблема в том, что с 11 блайндами он был там, там был стеков 8-9, из 28 человек 8-9 стеков короче. И он сказал, что ну, он не хочет вот так вылетать, даже понимая, что у меня супер широкий диапазон пуша. Он, кстати, в итоге занял второе место в этом турнире, а я треть. здесь не все готовы. Лена 900 на месте Бена нажал бы колл, потому что была раздача, где тоже у него был второй стек, у Артура Мартирасяна первый, он там с котов запушил, у Лена 900, туздама, разные, 29 блайндов, снэпхолл на баттоне нажал, здесь тоже зависит от человека. Кстати, не смотрел я эту раздачу, я в телеграм-канале прям очень подробно разобрал. Я посчитал там и получилось, что даже если Мартирасян пушит Энни Ту, там все равно нет колла с туздамой. То есть там даже тузкороль не колется разномастный. Ну, это то, что, собственно, и король, ой, король, и то, что Артур мне написал, что там тузкороль тоже выбрасывают. Ну да, ну, Лена просто там чуть-чуть перегрелся. О, сделка. Они сыграют за 30 тысяч. Так. То есть они поделили по ICM и оставили на игровку 30 тысяч? То есть я все-таки был прав, что Бен предлагал каузу. Да. Но помимо 30 тысяч, там все-таки есть еще трофей, есть еще браслет, есть еще лидерборд годовой тритон-покер. прайс-пул. То есть это очень консервативная сумма, чтобы играть четыре heads-up. Да, definitivamente консервативная, но, знаешь, двое игроки очень хорошие, но стаки очень длинные, что это может быть любой игрок. Но здесь опять же в первую очередь поделили просто потому, что супер-супер короткие стаки проявили уважение друг к другу. на то он или на 900 легендерство делал такие колоты, так Грег же объяснил, что колота минусовой. При любом сценарии, то есть, ну, нет сценария, ну, вы можете, конечно, там из пальца высосать, сказать, что вот Артур там типа 7-2-о пушит, только и все в одну руку. Но как бы такого не будет в реале. То есть, если он пушит и не ту, без верхушки, то кола не нет. Играет ли сейчас в Наноке, кстати, не знаю. То есть, он как в одном из румов он амбассадор, там, отвечающий за какую-то техническую, или не амбассадор, может быть, там, советчик по технической безопасности и здесь инкментатор, так что насколько часто он, ну, как-то, я думаю, Рентилью еще играют, может быть, просто не так активно, определенно не так много столов, как в молодые годы. миллион долларов, только два события в 14, плюс, конечно, этот Коин Ривит инвитационный, который мы будем хостить из-за вот здесь, если что, как раз человек, который, про которого я цитировал, что там даже Туз Король должны в пас уходить, и как раз играет эти лимиты каждый день и каждую неделю, как минимум. Речь про Артур. Так, ну что, пошли считать раздачи в хедзапе, раздачи номер один. С одной стороны, да, они поделили, дескать, что там всего один Боин на кону, но, опять же, это профессионалы, и здесь вообще нет сомнений. То есть, если был бы какой-нибудь бизнесмен, можно легко представить, что на 30 там, да-да, нет-нет, но Луколин, здесь же 30 тысяч ребята вполне готовы за них сражаться, так что я не жду, что хедзап там сильно ускориться из-за этого. Нам пишут, что победителей не судят, да, и что, типа, человек играет в огромный плюс, поэтому мы не должны обсуждать его ошибки. Ну да, то есть, как бы, мы же не говорим, что он плохой, да, и незаслуженно имеет свои деньги, ну вот он, типа, сыграл плохую раздачу. Это примерно как сказать, что вот человек жил, не знаю, там 30 лет, да, и был порядочным человеком, а потом убил кого-то. Ну давайте его не будем судить за это, ну он же в целом раньше порядочным был. Ну то есть, не вижу никакой связи. да, вот смотрите, вот такое браслет, а нет, там есть и бриллианты, и какие-то драгоценные камни, и золото 18 карат, как понимаю, да, он просто выглядит немножко необычно, еще тут окантовки, но на самом деле там драгоценных камней тоже хватает, шамбала джуглс. Шаманский браслет, ну кстати, вот да, у меня такая ассоциация была. Гус would love to see Gus show up at one of these events. He just shows up at the train. How great would that be, debut just ships the title. He might be busy playing tennis or backgammon even bigger money somewhere out there. As we see, Zivilevsky limping with the ace-10 off-suit. Might there be some induction at play here? Так, что-то мы не комментируем, heads up, а он же ведь уже идет. Zivilevsky limpanul. Да, ну тут два два limpa-та пока что у нас. Сдача номер два. Кстати, с король 3, возможно, можно при флоп затолкать. Насколько я помню. Да, то есть слабые короли можно здесь пихать в лимп без позы и флдэквити есть. У нас блокер. Типа, можно чекнуть, конечно. в хедзапе, опять же, здесь стеки небольшие, поэтому преимущество львовс очень маленькое, но по лойке Бен должен быть поопытнее, потому что он, если играет супердорогой кэш, у него просто чаще в хедзапе встречаются, Юри кем-то тешник. продолжить для Юри. Так, Бен, лет 9 назад рубился с Изельдуром на лимитах 500 тысяч в Амаху как раз. Была у него сессия, где он 1 миллион 700 тысяч долларов проиграл за сессию в хедзапе против Виктора Блома. Так что, возможно, после этого и посидел. Но это не точно. Третья раздача и опять лимпот. поигралу на тренинге. По-моему, я хочу еще сказать, это может быть мой единственный трофей. Твой единственный трофей? Нет, так что, давайте посмотрим. Лимпот при, вторая раунда Ну и... Так, ну а почему не за пробетел Дзавилевский у него вэлью здесь есть? Чек-чек же, да? Бл-флоп. Да, пока чек-чек-чек-чек-чек. Ну, триблайнда в центре стола, да? А почему, Ривер не за бетел? Бетел, что за бред? Сильная двойка. Там куча туз-хиев каких-то. То есть реально типа дочекали, правильно я понимаю? Ну, толерант-то как бы еще окей. И то, как бы у него король слабенький, можно было флоп поставить. Но с К2 там, очевидно, есть вэлью как минимум на одной улице. Так что да, скорее всего в хедзапе все-таки твой Дзавилевский будет посильнее. Наоборот. Ты его поругал? А, Дзавилевский? А, ну да, тогда послабее. Нет, подожди, ну странно, почему, как бы, ну он же должен, типа, уметь. пропускал тренировки по хедзапам, что ли, или что? Не, ну, очевидно, что не пропускал. Самый памятный хедзап у него был не так давно. Я про него в первой половине эфира говорил, что он играл хедзап часов в пять с Джанвелменом этим летом. Это был турнир по 50 тысяч долларов, но это был турнир по восьми. Ага, Дама-5, кстати, он задвинул и Дама-Валет отколил. Ну, здесь, здесь Дзавилевский нормально сыграл. Здесь хорошая линия. На 15 ББ. Дама-5, кстати, тоже солверный, ЛН. Очень перспективный флоп для Бена. Добавляется множество аутов на стрит. Интрига. Валет режет. А, стоп, не режет, тут еще флэш-дроу поехал. Режет одни, а уж мы добавляются другие. 34% эквити, стрит-флэш-дроу. Не посмотрел на мать. Устоял, устоял, южил. Очень много аутов было у соперника, но он теперь огромный перевез у него по стеку, 7 к 1. Я так и не понял, как же у нас в одной раздаче все-таки король валет Федор Хольцена на Туз-7 поменялись, потому что с тех пор вот все, что мы смотрим, все, что там было в графике, все тоже на столе, и реально какой-то единичный баг. Какой-то блядь у него осталось? 3,2 миллиона и на 300, 600, 5, просто north of 5, так, очевидно, это старая, старая присказка Скотта Сивера про слишком много аутов, но все еще работает. Пент решил подраздеться к хедзапу немножко объемом бицепсов морально поддавить оппонента. но он, кстати, давно уже занимается такой спортивный образ жизни ведет. Да, он всегда был здоров. С Джейсоном Куном. Они же два братюни дружат семьями. Это хорошо, что все знают, что раздачу был виноват, потому что я не думаю, что это как все играют или полный пей-гап. Ну, наглоязычный комментатор предполагает, что если бы не делили, то по-другому эту раздачу сыграли, но не думаю. Да нет, но с Олвером сыграли стандартно, Я вижу, от этого. Легко стресса, когда играешь за 30к, и уже 750к откусили чуть-чуть. Ну, не так мало, два банка забрали. Да, мне сейчас вдвойне приятнее за Бена болеть, он такой короткий. Всегда же как бы болеешь за условного лузера, да, в кавычках. Ну, андердога как-то лучше звучит. Лузера в смысле проигравшего кусок стека не в плане того, что неудачник. Так, и кепка уже не нужна в рукопашную идет Бен. Да и потом, это же классический сценарий всех американских фильмов, да, когда вот лузер в итоге становится крутым, и там все классную девчонку забирают деньги, славу и все такое. Так что почему нет? заиграют за 300 тысяч, за 303, по-моему, тысячи. Нет, за 30 тысяч они играют, они поделили. А, все, тогда, да, пардон. Ну, вообще, я имею в разницу, чтобы я чуть-чуть больше набрал, но трофей вот этот, который в сентре стола стоит, и там браслет, я думаю, он тоже нормально стоит. Там и бриллианты, драгоценные камни, золото. Ну, про теннис, ребят, я не так много сейчас могу рассказать, потому что очень поздний матч, в основном, я много пропускаю, так что сейчас я лучше про покер меня спрашивать. Так, это у нас шестая раздача. теннис, да, паша, поделили. Ну, у них средний стэк хэдзапе был чуть больше 20 блайндов, очевидно, что не было желания гонять диспу и играть гипертурбо снг хэдзап за 300 тысяч долларов. Да, вот, браслетик тритоновский, смотрите, и трофей. Там подписан, какой именно турнир выигран, логотип серии. Красота. Мы have made a deal based on chips. 749,000 going to Yuri 777 going to Tollering and to see Yuri limp inject отсут rather than open jamming. Король девять прочекал и по глубине мы отправились смотреть флоп Юрий понятный лимпил здесь и отбивал снэпом. Так, а почему не запушил? Да, почему Бен не запушил то? Не знаю, я вот тебя хотел узнать, потому что как раз мы с тобой вчера, когда обсуждали трансляцию, я тебе говорил, что в хедзапе я вечно хочу что-нибудь запушить, на месте Бена я бы тоже пушил при полном анте. Ну это типа фулл пуш с любым разномастным кэксом, как бы. Ну, что вы хотите? Давайте все скинемся, забекаем Грега на тридцаточку и нормальный покер. посмотрим с корректными решениями. Так не добрал, кстати. Бен полное удвоение получал бы в этой раздаче. Ну да, ну реально, типа разномастный король 6-бб, ну типа, элементарно, Ватсон. Да, Мартиросян 13-й, Хольц, не, не третий, он был пятым, вроде, и онлайн был седьмым. Как будто бы они смотрят. Как будто бы ты смотрят выше, когда твоя head взорваны, Рände, и ты чувствуешь, как будто ты у тебя человек под рогами, и как раз они полагают. Начали с небольшими птицы в ней, а теперь они немного глубже, заоборот, переключение составляет с sub-10 большой. Сам-то, я думаю, если вот рассуждать всерьез, какой турнир ты бы хотел сыграть, ну понятно, что самый выгодный там по ожиданию это за 200 тысяч, просто по составу, но так, наверное, все-таки интереснее было поиграть с более продолжительными уровнями, а не по 30 минут. Так, ну мой прогноз на количество ставок, ой, простите, на количество раздач хедзапи под угрозой. Нужно, чтобы следующая была последней, но 10 это расход. Понятно, это виртуальный, я ничем не рискую, но я ожидал прогноз публично, это уже достаточно серьезная ответственность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 с король шесть, очень нестандартно сыграно, не знаю, я как бы привык говорить то, что думаю, я ж никого не обзываю, да, ну, типа, плохой лимб. Почему я должен черное не называть черным? Причем, здесь же все-таки бывают, то есть, какие-то споты, где я могу там пытаться сгладить, потому что бывают действительно ситуации, где, может быть, очень оппонента ориентированная раздача, спот, да, там что-то было учтено, что мы не знаем, потому что люди имеют нагреш, но здесь все-таки хедзап это больше степени игра в вакууме, поэтому тут уже не скажешь, что вот, там, Юрий наиграл хедзап, и что король шесть. Так, даже смотри, вот в эксплойт давай подумаем, то есть, хорошо, он лимбит король шесть, чтобы звонить, допустим, да, он отклоняется от стандартного опенпуша стопроцентного и лимбит, чтобы получить больше пушей, но мы при этом видели, там, пять раздач назад, когда Бен, там, какую-то руку стандартную не запушил в лимб, ну, то есть, как бы, Бен, очевидно, пушит меньше, то есть, если он пушит меньше, нам нет смысла трэпать король шесть в эксплойт. Чертная ловушка не сработала. У меня мысль была бы в хедзапе с полным антэ пушить еще шире, потому что не давать, там, реализацию даже какой-то случайной руке и просто быстрее сокращать стэк оппонента. Конечно, в этом смысл есть, да, разномастные руки. Причем, кстати, вот эти комментарии по поводу пушить, там, король шесть, там, что-то, вот это они не делали, я и давал относительно стандартного антэ, да, как вот в онлайне, ну, типа, там, 12,5%. То есть, я реально, ну, как бы, подзабыл, что там полный антэ. То есть, с полным антэ, ты прав. Это просто становится в разы плюс-то, ве. Ну, не во всех еще оффлайн-сериях уже полный антэ, то есть, это чаще да, чем нет. То есть, есть еще серии, которые убирают антэ в хедзапе полностью, ну, для ТВ-трансляции, для зрителей, я думаю, с полным антэ точно интереснее, потому что хедзапы более динамичные, банки сразу больше. Сцепленированный пёс. Но, даже аммаршисты умеют играть с холдом. У Минтона-то, между прочим, бест кэштор в холдом. Ну, опять же, Т6 пушится. Вообще, с 5 ББ. Это, наоборот, надо воспринимать позитивно, ребята, да, что вот мы критикуем топ-прегов. Это значит, что имеет смысл в покер начинать играть, развиваться и стремиться к этим турнирам, да, потому что, как вы видите, то есть, даже лучшие, да, как вы говорите, плюсовейшие игроки совершают кучу ошибок. И над любым человеком, по сути, кроме единиц, можно найти перевес. Пятёрочка нужна Юрию, чтобы закончить этот турнир. Черван никого не интересует. Удваивается Бен. Чёрт. Пятёрочка. По другому, даже больше у него пощания. Чёрт на графике. Спормины 7. Наверное, от коротек агентствы. Сдоунка не получается. но там все-таки был еще типа 6 бб здесь вроде 4 хотя бы понятно байны поднимаю сколько лет бразильскому игроку 31 будет ноября бен ну несложно догадаться если он бен 86 то я полагаю что ему 36 в этом году исполнится и исполнится вот вроде бы короткие стеки да парни сидят выживают еще они поделили еще раз напомню то есть здесь действительно я удивлен продолжительность этого хедзапа так ну что там раздали еще кулер да там больше там больше как я играл там 3 миллиона почти было сейчас они сблизились по стекам и сейчас просто одним малынным миллион 600 заработал бен они ради шоу стараются слушай стивоман честно говоря лимпованные банки в хедзапе в которых не делаются ставки для меня настолько далеко насколько это возможно от шоу мой любимый хедзап ну несколько же выделяется там по игре но вот самый такой прикольный в оффлайне что я запомнил это в нотингеме играли игорь курганов и кейл бёрнс они там болтали просто безумолку интересные темы обсуждали и естественно я чисто как переводчик тогда больше работал там просто очень классная атмосфера была и мы отправляем снова на флот руку можно в принципе изолировать было на месте бэна в блеф с планом выкинуть потом на так ну хотя бы какие-то совпадения есть они просто правда быстро прочекали на терне то уже как-то что-то произойдет я думаю ну не факт 4 стрит доска бен может в чек уйти спокойно ну видимо он решает с широким диапазоном поставить здесь про бет за небольшую ставку делает ну за 1бб ну видимо просто чтобы не дать например рукам типа король 10 где-нибудь даму валет бесплатно купить свой аут ну да и горе на а на в юри к на а и Бен превратит свою руку в лев и нет. Ну Юрий здесь будет валюбетить. Ну я не знаю будет ли, но по идее должен. Плотненько поставил. 75 процентов. Комментаторы почему-то решили англоязычный вспомнить как там Мелико отскочил. Так, ну Бен-то король 7 запушит. Да, Бен не пропустил. Молодец. Хе-хе-хе. Ну вообще-то да. То есть пока что они не под угрозой, да, потому что там еще перерыв на ужин. Сейчас там 50 блайнов все еще дают и нет сомнений, что и тот и другой планируют играть. Был бы здесь Эрик Сайден, который пока не приехал, но планируют сыграть. Легко могу представить, что Эрик после там долгого турнира, долгой финалки пошел бы отдыхать. Просто вспоминая его хедзап в Барселоне с Никитой Бадиковским, и Никита там интересовался так, сколько там до конца реги в полтиннике, и говорит, Эрик, ты пойдешь играть? Говорит, не, ты что, мне нужно экономить силы и как-то адекватно оценивать свои возможности. А здесь все-таки два, мне кажется, в большей степени гриндера, которые точно запрыгнут вообще в полтинник. Савел был уже на Кипре? А, Никита. Никита, привет. То есть он уже играет сейчас? Я просто не вижу его в составе полтинника. Сейчас не скажу. Так, ну, погнали, ребята. Наконец-то раздали два хороших стартера. По 25 играл? Окей, спасибо. Полин, статкол. Да, кач, монетка. Чуть впереди Зевелевски, который выставляется за победу, если нет, тогда просто поменяются стэками, грубо говоря. Зевелевски. И почти 3-2. Повторяется. Повторяется, чтобы победить этот титл. Флоп. Мы приведем его в фокус. Я вижу Пейнт. И я вижу не один, но два кинга на фокусе, как Толерейн. Чуклз. И его хорошие порчения. И 0,3% Зевелевского на победу. И 0% после тюрьмы. Продолжаем. Да, я с 10 раздачами сильно промахнулся. Вчера за 3 уложились, сегодня. На самом деле это супер удивительно, потому что такие стейки короткие. Да и в 4 макси это удивительно, насколько долго они играли. Семь к одному какой-то момент был. Перевес по стеку у Юрия. А теперь... Теперь уже он. Андердог. Кэшбэк есть офлайн-турниры? Нет. Кэшбэк есть офлайн-турниры? Как зовут Барнесу сами? Его зовут Юрий. Кэшбэк есть офлайн-турниры? И, как таки... Это не выглядит, как лицо человека, который особенно влияет на эту дубль. Но, ты знаешь... Так вот, да, в чате говорят, что мы решили реализовать сценарий американских фильмов, да, где вот такой, скажем, лузер раскручивается и побеждает бывшего мажора. У нас, кстати... Ниалином, по-моему, не было ни одного из алейтов. Я не уверен, что у нас были рейзы ниалином. То есть там либо линд, либо аулин пока что играем. Вторая пара против треть. Ну да, при флоп они, конечно, прям пассивненько играют. То есть 7-2 можно тоже изолировать вполне. Выбивать всякие там лимб-пассы. Пасс, наверное, надо Бену играть. Ну да, здесь. Неожиданно, кстати. Очень неожиданно. Не очень понятно, почему он здесь не хочет добрать весь стэк. На Терне у нас часто последняя улица в Элли, если там... Почему последняя улица? Ну я имею в виду... Не, я имею в виду, что если мы там две хотим добрать, то на Терне мне нравится больше ставка, чем чек. Не, ну тут не две, тут как бы спокойно три. Ну, типа допер в хедзапе. Не, я понимаю. Да. Ну, короче, я к тому, что странно, что чекает он на Терне. Да, да. То есть как будто он не хочет стэк выиграть. Ну, то есть... Не будет же он Ривером там два банка лын ставить. Ну, то есть это гораздо сложнее получить проплату. Да, Бену сейчас сегодня максимально спокойно отыграл. Ну, здесь банк поставил. Единственное, что, может быть, сейчас Бен начнет думать, что какая-то странная линия. Бет-чекбет, ну... С таким сайзингом. Нет. Даже тут не удалось как-то запутать соперника. То есть конкретно эта рука я тер, в любом случае, вряд ли бы держала. Но будь там... Семь-два, допустим, с червовой семелкой. Что-то такое. Да. 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 Стайки были неглубокими. Сначала ходзапа были, по-моему, 27 и 22 ББ. Да. Этому мы начинали чуть ли не 250-500. И здесь мы снова смотрим флоу в лимпованном банке. Ну... Опа. Напастный момент. Если здесь они не справятся фишек накидать. Опа. Еще и бэкдорф от D у него. Как бы оно не закрылось. Два минуты? Два минуты? Два минуты? Два минуты? Два минуты? Ну, Бен, по идее, калировать просто должен. Давать Дзавелевскому деблефовать какие-то свои блефы. Ну, Лембэйстер колл нажимает. Да. Ооо. Оооо. Третья раз хитзай, по-моему, две пары собираются. Да, вот и грязь подвезли. Ооо. 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 Что мы здесь все еще колл нажимаем на Асти Бена или уже? Ооо. 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 Ну, почему бы и нет. Там 3-4 какие-то, 5-4. Пускай и дальше блефит. Типа, у нас даже туз пик, то есть мы там блочим. Ну, я имею ввиду условно. Ну, хотя там не должно быть тузов при флоп. Ну, мне кажется, да. Типа, нет страшных риверов, понимаешь? То есть, мы любой ривер отобьем. То есть у нас фриролл против блефов. То есть против дамы мы так и так поедем на стэк. Но пушим мы блефы ибьем, например. Ну вот реально какие-нибудь... Да те же 7-9, например, которые в блеф пачекрейзили на флопе. Красиво, красиво. И вот он, наш победитель. Который пока еще не знает о том, что победитель. Но догадывается. Очень красивый роналт, конечно. Да, красиво. Эх, не удалось шаховца на ставку развести. Но зато как ты поверил, поверил Бена, когда он вставал в 7 раз по стэку. Но не дожал, не дожал его. Конечно, я тебе говорю, тут прочитано все было изначально. Вот здесь раздали им так, что вот никакого шанса на отскок не было. Ребят. Да, мертвый кулер. Да, последние секунды турнира сейчас мы смотрим. Юрий просто выдерживает тайминг. Решение уже давно принято. Поставит all in. Проверяет карту Бен. Нажимает кул. Да, Юрий разочарован, конечно. Но для него это не сюрприз, он в покере не первый год. Конечно, конечно. Ну, напомню, что была дележка в хэтзапе, так что доигрывали за 30 тысяч. То есть это не самый жестокий. Да, вот если бы на 300 тысяч такой рана, то это было бы побольнее. Тем не менее, поздравляем Бена Толерана, который становится чемпионом. Ну, опять же, вот этот пастус валет мне очень понравился. Хоть чатик другие решения предлагал, но по факту он там сберег свой второй стэк, дошел до хэтзапа. Ну, в хэтзапе сложилось. Ну, в любом случае, должно было сложиться в такой глубине. Там тяжело что-то сильно скилл проявить, кроме пушфолда. То есть какие-то отдельные раздачи были неплохие сегодня. Ну, хайлайт, кстати, случился очень рано. Да, колл по 10 хайлайта никто не перебил, будем честны. Тем с отрывом. В чем, ну, вот интересно, да, что тот колл по 10 хайлайт, то есть банк-то вроде небольшой, но по факту раздача реально достойная. Пока еще не послушаем интерьер. Ну, тогда ты продолжай, да, что еще? Какие у тебя впечатления, итоги? Ну, впечатления какие, что... Интересный состав, но немножко скучновато было, да, потому что в 6 максе вот эта душная игра, когда и карта не заходила, и оппоненты у нас не какие-то суперпетушные творческие, да, которые там какой-то велосипед изобретали, ну, с зарядкими исключениями. Вот, ну и удивила, конечно, странная игра в хэтзапе обоих оппонентов. Ну, как бы их какие-то помарки прям совсем в стандартных спотах. Конечно, хотелось бы структуру поглубже. Ну вот, глубже она будет в последующих турнирах с большими боинами. Сейчас уже идет турнир по 50 тысяч соревнований, по 40 минут его мы посмотрим завтра. 14.00 по московскому времени, день 2. Также, в принципе, в пятницу будет трансляция в воскресенье, так что подписывайтесь на наши каналы, на Twitch и YouTube, чтобы эти трансляции не подпускать. Нет, сейчас еще чуть-чуть подождем, потому что, может, все-таки будет интервью, послушаем Бена. Ну, а так, заранее благодарю чатик за общение. Как обычно, друзья, спасибо за интересные вопросы. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Поздравляем, Бен. Ну, расскажи, как ты себя чувствуешь. Я очень устал. Было очень жарко играть под освещением, и все-таки еще и стресс был. Но, другой стороны, конечно, я очень рад, что, в конце концов, я смог убить. Ого, то есть, у Бена... Да, это дело не в том, что это рука 86. Это именно мой никнейм, Бен 86, поэтому мне такую футболку подарили. Мы знаем, что ты очень успешный игрок, но что ж ты так долго ждал, что... Только сейчас приехал на серию Тритона, и во втором турнире уже забрал трофей. Не, ну, просто... Я не так много играю, и как-то не было удачного времени, чтобы приехать. Сейчас вот как раз все совпало, и, конечно, круто, что сразу трофей забрал. Тут у нас сильнейшие игроки мира на серии, ты всех знаешь? Что они знают? Я очень хорошо знаю американцев и канадцев, но не всех, не всех игроков, которые именно в Тритоне не играют, я хорошо знал, потому что это первый раз на серии. Это я все про Бен перевожу. Ага. А. Да, да, да. Ну да, то есть, понятно, азиатов там легко можно не знать, азиатских игроков. Какие-то новые звезды, там, новые хайроллеры в стенд возникают. Да, ну Бен такой больше олдскульный игрок, который, там, в последнем время, как я понимаю, просто больше в США играл, но вот решил взять отпуск, поехать отдыхать на Кипр. И попутно выиграл турнир по 30 тысяч. Еще раз спасибо Грегу большое, было приятно с тобой покомментировать впервые. Ну и тогда, наверное, на этом все, мы зрителей отпускаем, но ждем завтра в 14.00. Да, всем большое спасибо за интересный стрим. Я, честно говоря, подустал. Хотя это, конечно, не первый опыт комментирования, но... Спасибо тебе, Дима. Спасибо покерку за то, что пригласили. Ну и все тогда, пока-пока. До новых встреч. Да, всем счастливо, удачи с Талами, будьте здоровы.